Запись действительно пошла, локальная запись. Всем большой привет. Ой, у нас среда получается. Среда, уже пятый день голда идет. И сегодня очередные матчи, последние завершающие матчи первой групповой стадии. Ой, каждый день нам что-то интересное приносит. Вчера было не исключение. Если вы вдруг наткнулись на эту запись и не знаете, что вообще происходит, друзья, с самого начала турнир берем и смотрим. Каждый день, повторюсь, дарил нам массу интересных моментов. Вчера Кэш дал нам надежду. Сейчас будет Инфи с Лолайтом играть в первый матч, ну, последний матч в первой группе, так скажем. Они сегодня все играют за выход, за последнюю квоту из каждой из групп, за второе место из каждой из групп. Сейчас речь идет о группе А, Эй. Вот. Следующий матч будет нашего соотечественника, замечательного, харизматичного, неподражаемого орка Хумана Кэша. Вот. Он будет пытаться брать реванш у корейского орка Фокуса. Мы будем болеть. Мы, собственно, многие придут только ради этого матча, потому что Кэш молодец. Отлично вчера отыграл. Приятно было смотреть за игрой. Вот. Вчера вылетели первые четыре человека. Собственно, был матч лозеров первый. Ну, собираемся, собираемся. Сейчас начало первого по Москве, поэтому... Надо включаться. Болеть. Главное, Тиаш и сынки не путать. Не могу обещать. Не могу. Тиаш уже, конечно, там, вышел на первом месте из группы, и все у него хорошо. Михаил, а если бы из русскоязычных никто бы не участвовал, ты бы стримил Голд? Скорее всего, да, но, возможно, не все стадии. Ну, так исторически сложилось, что на Голде всегда есть кто-то из наших. Всегда приятно за кого-то посмотреть, за кем-то посмотреть, поболеть. Фоги долгое время был героем Голда. А вот расписание, кстати. Инфи Ла Лайт, Фокус Кэш, Чаймика Флай и Сок против Лина. Ой, какие вчера у Лина были игры. Кто смотрел вчерашние игры Лина против Лайфа? Ооооо. Я так пожалел, что... Что Сокол их не видел. Потому что попытки рассказать на пальцах, что происходило, не увенчались успехом. Надеюсь, он пересмотрит. Так, и сегодня, кстати, на матч Кэша у нас будет специальный гость на трансляции. Старый добрый Орг. Надеюсь, что все пройдет по плану. О, уже пошли гадания. Папа Кэша, Ворг, Роб, Карма. Почти такой же старый, как Карма. Граби русскоязычный. Прохладный Руинер, нет. Так Бонни что вообще за Лен сыграет. РД, правильно, РД. Эй, 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 что телефон опять... Это он звонит. Да, РД. Посмотрим, помнит ли он Орг. Но он помнит лучше, чем я, поэтому... Кстати, на Ликвипедии, на страничке турнира, это указано, как Сокастер вместе с Бэк Ту Оргом. Изи. Меня это вполне устраивает. Что за РД? Ну, бас, ньюфаги. Такой Орг. Хорошо играл. Давно-давно в Санкт-Петербурге. Потом покер. И понеслась. Он расскажет, я думаю, как у него дела. Да, Орг Денис. Он кейк знает. Так, первая карта Northern Islands. Теренас взял инфи. Этому удивился комментатор, видимо, из-за... Из-за того, что Ла Лайт и... Варден, это... В общем, близкие слова. А что сейчас, Вайт Рад, ты его упоминал, для меня он единственный известный в прошлой руке. Вайт Рад, долгое время работает на Твиче. Мы с ним общались... Так давно, где-то недели три назад. У него все хорошо, у него подрастает сын, насколько я помню. Да. Два или три годика ему. Веселенький, общительный, хороший. Так, поехали. Арктика РД. Во, Хумыч помнит. Фух. Давайте к игре. Попробуем, по крайней мере. Четику привет. Четик выводится для истории. А, рачок, как его Люга называет. Брюс. Варден все-таки даже на этой карте. Класс. Что ж такое? Из клуба Арктика, да. Ну, не прямо сейчас из клуба Арктика будет вещать. Я не знаю, вернулся он в Россию, был очень долгое время в Таиланде. Что тут происходит? Наши есть... Что? Такой врыв в чат. Господи, такие игры хэппи, такие игры кэша пропущены. Красиво. Панда вторым. Может быть, Соло Варден? Посмотрим, может быть, Панда вторым. Ключевой, конечно, герой это Варден. То есть, может быть, даже, повторюсь, Соло. Из-за ульты, из-за пользы ее на четвертом, на пятом уровне. И пошел Криппинг. Фудмен пошел... А, сразу Эксп. Неплохо. Ну, может быть, Варденка и взята была, как на Терри Нассе, что... Пусть ставит Экспанк, я тоже поставлю Эксп. Более поздний, но смогу захарастить его до смерти. Да, побежала Варденка, большой бутылёк маны выпадает ей. Затупил он с... Раньше надо было, конечно, под второго элемента все это делать. Ну, неплохо задиспелил. Во-первых, достал Эархмага и добил, что самое главное, элементали. Это дало возможность Варденка получить второй уровень. Неплохо блокирует, конечно, инфи. Ну, первый раз блокировал хорошо, потом... Мне кажется, что там либо уже строится, либо должна строиться нычка. Так, сейчас посмотрим от первого лица, от инфи. Что она делает? Почему рабочих левого не перевести было? Сейчас вторые ножи, и по всем опять попадёт. Нет, тут магазин был, магазин. Но при помощи магазина и крепится. Магазин ранний — это интересная тема, которая позволит Варденк более свободно использовать... Да не важно это. Видимо, сейчас Солунчик пойдёт. Мне кажется, второй барак, он не будет... Нет, он Т2 тыкает. Ничего себе. Во-первых, он сдал свой артефакт. Не просто так, конечно, но... Мана потрачена была. Получил большое количество экспы, как вы видите. Император будет, император будет послезавтра, кажется. То есть завтра у нас единственный день отдыха. Из этих девяти дней игровых один выпадает. Вот, сегодня последние игры первой группы. К концу этого дня мы с 16 игроков, ну и с 12 уже, которые остались. Вот, пожалуйста, он делает догоняющий эксп, но он настолько... Настолько сразу, быстро... У-е-е-е... Персоналочка, почти третий уровень. Ну и третий Варден... С третьей Варден уже можно Экс подбивать. Да. Да, ну, как я понимаю, сейчас лучше... Разбить там несколько дней, для того, чтобы... Ну, все равно у тебя 4-5 часов есть, и игрокам не так напряжно. Если, конечно, есть возможность приехать на полтора недели в Китай. Не-не-не, зачем фан? Ему как раз... Нет, да, именно сингл-таргет дэмэдж ему нужен. Ему нужен первый... Ой, второй кинжал, для того, чтобы именно ставить Экс. Для того, чтобы гарантированно подрезать футменов. Для того, чтобы не бегал Архмак. Он тоже очень быстро приходит в себя после пары кинжалов второго уровня. Они не в два раза сильнее, побольше будут. Потому что первый отнимает, типа, 75-50, второй, 50-50, 50-50. Ну, потому что резали первый кинжал. Была имба, когда Варден первого левела прибегала к коню, и все, он убегал в алтарь. Да какой Монвейл, там у него магазин стоит со начала игры, но что он начинает там? Единственная проблема сейчас у Ла Лайта, это то, что он много ресурсов теряет. Он поставил экспанд позже. Нахарасил, но не так, чтобы совсем сильно. Он достроился приблизительно по таймингу. И он еще поставил раньше второй, ну, в смысле, грейд на Т2. То есть это и плюс и минус, пораньше у него лорницы, пораньше первой дриадки, пораньше второй герой. Но тем не менее, по экономике он где-то пару косарей точно потеряет. Главное не добить бараком этого. Ну, клево. Да, очень быстро подкрепился. Варден почти четвертый, да, это очень важно. Не, почему? Ему просто крепиться нужно. Тинкер, а вот это... Это, возможно, подстройка... Что? Зачем? А-а-а, с ракетами. Ну, ракеты сейчас... Да. Кажется, там пара патчей была. И... И то, что действует по... Хотя по воздушному, блин, бруде раньше действовало. Кажется, увеличилась радиус поражения ракет. Но... Я не знаю актуальные цифры по ракетам, насколько... Насколько сопоставимо с, там, той же самой пандой. Ее ж тоже подбафнули немножко. По... По урону, ну, периодическому, так скажем. Странно. Ну, посмотрим на практике, как будет работать конкретно в этой игре тинкер. Артефакты отвратительные. Половину, я думаю, архмак сразу сдаст. Ну, видите, ножик, что дает. Вот. Сразу... Сразу подрезает по юниту. Видит, если кого-то, то подрезает. Не добивает. Еще можно вторую... Ну, это... А почему ты затупил это так? А-а-а, МК! Нормально, сейчас можно спокойно на снафи уйти. Ну, баша нет, молоток на КД. Как же он классно крепится, вы посмотрите. Классно. Так, там, скорее всего, Т3 в Ла-Ла это уже в процессе. Что с триадами уже надо заканчивать. Инфи сразу уже выходит из лимита. Ждем таймингового пуша с рифлами с кастерами. Так, и... По героям, смотрите, как впереди. Очень хорошо Ла-Лайт совмещает Харас, отбивание от вражеского Хараса и при этом Криппинг. То есть он поубивал там одного футмена, мог второго убить. Тут же персоналочка на Криппинг, который уже в процессе. Нет, это не тот артефакт, который нам нужен. Агила для Варден, даже, наверное, ХПЛ было бы лучше. Ну, типа, плюс... плюс шесть. А вот этот тайминг очень хороший. Семь из лимита. Пошла атака. Медведи здесь начинают появляться, но еще не мастера. Это очень правильный тайминг. По героям, по уровню героев, конечно, Ла-Ла-Лайт очень хорошо сейчас. Все показывают. Ему бы, конечно, до третьего тинкера было бы докачать. Ага, там еще Т3 не доделось. Вот это шикарнейший тайминг. Да, перестроился от Кедрят. Перестроил. Ла-Ла-Лайт нужна большая мечта. Тауэры приезжают. Ла-Левелый маунтенкинг и не супер-хайлевый арчмейдж. Блин. Вообще, что-то не верю я в то, что отбиться может Ла-Лайт. Пошел снимать протекшн. Ну, без медведя как-то твоевать. Надо еще пару виспов брать с шахты. Ну да, пытается выиграть время. Очень битые футмены. Ну там вышки достраиваются, это может быть проблемой. Два свитка, кстати, выкупил. Это важный момент. Один магазин, и он выкупил оба свитка. Ну не отступай, ты куда? Отдает эксп. Отдает эксп. Все. Ну, можно здесь третью базу ставить. Минус 20 лимит у Ла-Лайт. Такой классный тайминговый пуш. Ну, классика жанра, но... Навтыкал где-то с 103, и все, и до свидания. Это минус тп, кстати. Да. А, Инвул передал. Ха-ха. Подрезал еще артифакт. И качество лимита, конечно, у Ла-Ла, это значительно лучше уже. Ну что делать? На пятый Варден пытаться вытаскивать. Убить сейчас на развороте эти две вышки несчастные. И попробовать снова поставить базу. Ну, либо ломиться, давать бой на мейни, на незащищенном, например. Что на мейни, вот вопрос у Инфи. Почти, почти, почти пятый Варден, третий Тинкер. Неплохо мано-стилинг. Ну, то есть, это нормально. Это может помочь. И нейтрализовать МКУ. Ну, вот раньше бы отвел, ну, ёппер СТ. Да, все, у Ла-Ла это, у Ла-Ла это ломается игра. Он не знает, что делать. То есть, у него, по сути, два варианта. Но от первого он уже отказался. То есть, он не идет на мейн. Не пытается навязать сражение. Хотя сейчас лимиты сопоставимые. То есть, ну ладно, минус 13. Но за счет более высокого уровня героев можно было посражаться, выиграть. Вот, а сейчас, получается, он отбивает вышки. И вроде как нужно ставить свой экспант. Но... Не знаю. Ну, куда ты лезешь-то? Ну, ядрить. Ну, как... Да... Да нет, не первый большой ошибок. Первая большая ошибка была в тайминге Т3. Он перестроил косы, не сделал вовремя медведей. Хотя, как бы, все шло к этому тайминговому пушу. Самая большая ошибка именно с таймингом. Там бы демку пересмотреть, посмотреть, когда он Т3 тыкнул, но... К этому пушу должны быть, вот, появляться уже первые медведи с грейдом. Должны были уже появляться. Жалко. Сейчас я его подвигнусь снова. Да, это понятно, что он будет восстанавливать. Но сколько времени он потерял? Сколько ресурсов он потерял? Пока он построит этот экспант за 3 минуты. Пока еще шахта будет рутиться минуту. И сколько... Она не стояла еще. Ну, этот экспант не стоял. Ничего, следующая карта Вангу и Тиренас, который выберет Ла Лайт. И там будет, скорее всего, и более эффективная Варден, и более правильные тайминги по Харасу, по Т3. Ну, потому что там чаще играл, он, видимо, и знает. Красную точку вторую забирает. И что там появляется? 4-4, сила... Сила ловкости, кажется, это, да? Ну, у него здесь в прошлой точке выпала Тауреновская аура. Вообще нет... Не на что надеяться, на самом деле, сейчас Ла Лай эту. Там атака экспанда идет. За которой вообще должен Ла Лайт сражаться? То есть он должен телепор... А, у нее нет телепорта! Это не бейстрейд, это... Это унижение экспанда. Возможно, даже с последующим не телепортом на мейн, а проходом на... Ну, на вражескую базу. Да, он пачком идет. Забей. Первая часть игры хорошая. Быстро крепится, харасит, подрезает, по уровню опережает. Вторая часть... Все. АМШа пошел с АМШой. Не-не-не, это не... Вторая часть игры шла абсолютно не по плану. АМШой словил. А, толку? Да какой бриллиант, блин. Он ждал этого молотка до секунд 20, пока Варден бегала здесь. Абсолютно нерешающий этот момент. Можно бы даже было и словить, чтобы АМШу не тратить, потому что все равно Мануэлла у тебя полный забей. О-о-о-о! Бывает. Пошел воркшоп. Иннерфаер, да тут полный фарш уже. Тут такое количество ресурсов у инфи. У него и 80 лимита, и косарь на руках, и уже Т3, и там, наверное, паладин готовится, и грейды делаются. Три кольца, блин, плюс 12 армора. Там 30-40... Ой, 50% дэмэдж редакшена физического. 50! Этого человека только бёрнами нейтрализовывать или виспами. Все. По-другому его в текущей ситуации не убить. А куда ты лезешь? Ладно, хорошо. Типа отвлекает. На карте не осталось нейтралов. Это третий грейд на атаку, да? По иконке, вроде третий грейд на рейндж. Атаку. Да, рифлы 3-0 будет. А где мортирки, кстати, со шридой? Почти пятый архмат. Здесь можно потихонечку вышки выстраивать. Ну, то, что мейн сейчас заканчивается будет через минутку, полторы, наверное. Да. Да. Очень-очень грустно мне за эльфа. Со временем преимущество инфи только увеличивается. Да, выходит из лимита инфи 91 лимит из 100. Сохраняется преимущество в 20 лимита. Да нет, там феррики, скорее всего, парочка подстраивается. Он же видит кастеров, он же делает древо ветров. Блин, ну комментаторы, видимо, тоже не проснулись, как и я. Хотя у них вечер уже. Да, это хорошая тема. В маркетплейсе найти Трушетауру. Паладин, кони. У Архмага как раз слот свободен, смотрите, слева наверху. Иллюзия Малтон Джайанта. Пошел Близзард. Возможно, кстати, да, ракеты были взяты на лейт, чтобы как раз контрить. У ракет же там кулдаун 6 секунд. Зачем ты ракеты делаешь раньше, чем Близзард? Сейчас Близзард зайдет. Сейчас Фейрик еще прилетит. Тайминговый. Да, там неважно уже. Молотки летят, Клэп. Все заливается. Очень битая Варден. Свиток отличный, став пошел. Паладин приходит, кстати, между прочим. Можно Архмага подлечить. И телепортируется Тинкер. Вообще без шансов. Вот Дэншенту Вин справа. И он сейчас начинает делать Фейрик первого под. 0-0 грейды. Варден далеко не шестая. И это, скорее всего, минус экспант до того, как даже Эльф подойдет, потому что три грейда на атаку до свидания. О, смотрите, как откусывают рифлы от... Пошел персональный телепорт. Бах. Мортирки начинают постреливать. Ракеты классно залетают, конечно. Да, он так аккуратненько добивает эту нишку мортирками. Все, выкапывается. Минус медведь. Последняя битва, скорее всего. Тут все настолько красное. Варден врывается. Неплохо. Ракет, ну там, свиток. Больше свитков не осталось, кстати. Но тут и армии маловато. Хорошо закидывает ракеты. Не, ракеты тут были взяты исключительно для того, чтобы контрить в лейте Архмага с Близзардом. Бедная Вардена отступает на последних хитах. Но там 93 лимита, как бы... Часть до заказа, вот они в эрике тайминговые. Нет, тут все, все, все. Первые 8-9 минут шикарно. Кроме играть на Т3. Все. Но если ты к тайминговой атаке не готов... Близзард своих дамажит? Конечно, дамажит. Близзарды все равно. Ну, брейкеров не трогают, потому что они иммунные. Ооо, Феррик работает. Как же он быстро уходит, вообще. У тебя став не на КД было странным. Козочкам очень больным. Да. Ой, как дриады разваливаются, видите? Минус 2 сразу за один залп. Бах. Бах. Гэгэ. Блин, посмотреть бы тайминг Т3, мне кажется, самая большая проблема была в том, что... Либо там он в лес уперся, либо еще что-то... Нет, хотя он Шреддер выбрал, у него не должны было быть проблемы с лесом. Ну, а инфи сделал вообще все четко. То есть, он, конечно, там подрастерял футменов, но Варден в этом плане на кипера похожа. То есть, даже если ты вообще молодец и чемпион, то в момент, когда просто ты встречаешься с Варденом, вот футмен встречается с Варденом, он уже, скорее всего, обречен. Ну, с третьей, по крайней мере, со вторыми кинжалами. То есть, как бы ты там ни контролил, что бы там ни придумывал. Если ты встретишь там Козла или Варден в третьего уровня, то ты в любом случае Юнита... Ну, не в любом случае, скорее всего, Юнита ты потеряешь. Почему эльф не врывался в кастеров с ножами и ракетами? Ну, там слоу, молоток, и ты оттуда можешь не уйти, просто ворвешься, не уйдешь. Для этого нужны инволы, для этого нужен блинг. А имши диспелятся. То есть, это тоже не панацея. Третья панда бы сдула все в момент, переходит инфинекс, вольт сносит, перекупил, вообще не было, кроме двух престов. Да, на тот момент, кажется, не было третьего уровня тинкера, но это ошибка тоже. Помните, там он мог Варден отвезти от магазина, который крепил, и мог получить героя второго-третьего уровня. Но у панды было бы меньше перспектив вот в таком лейте. Но хотя, лучше, чтобы не было такого лейта без экспанды. Ну, мне нравится то, что Лалайет экспериментирует, по крайней мере, с вторым героем. То есть, вот столкнулись с проблемой, что при переучивании, там, к пятому архмагу, ну, непонятно, что с ним делать. То есть, либо брать третьего героя какого-то, который может затыкать. Он долго не живет. Ну, рейнджер-каранжовый, понятное дело, но она агильная, там, МК уже прокачан. Хорошо бы иметь кого-то поплотнее, пожирнее, и который не будет отъедать экспу основных героев, потому что все-таки... ...очень сильно решает. Пятая, шестая Варден. Да, я читал, Чебуран, то, что писал, но это не совсем верно, потому что он обгонял по криппингу... Предпоследняя точка, которую он закрипил, он криппил с одним героем и одним шреддером. Дрядки в тот момент, две штуки, были дозаказаны. Потом он еще заказал две-три на последней точке, на последней точке, на магазине. Ну, вот Нэйч Блессинг, да, Нэйч Блессинг мог ему под... Ну, короче, смысл в том, что ты все равно должен сэкономить... То есть, выбирая между тремя адриадами, тремя адриадами, и тайминговым Т3, Который под стандартный вот этот вот пуш под лимит 70 Ну, готовый, чтобы медведи были. Естественно, нужно выбирать готовых медведей. Естественно. И все-таки это не ТС, это Хоэллс. Окей, посмотрим. Стептелайт, да, об этом мы говорили всю игру, блин, говорили. Спасибо, что ты мне тоже это поясняешь. Да, МК Варден вполне реальный сильный. А, ТС Инфи выбрал? А, это его пик был, Кастро. О, спасибо. Хорошо. Тут могут быть Майм Геймс. То есть, тут может быть Архмаг МК, Варден ДХ. То есть, в зависимости от того, угадаешь ты, не угадаешь. Хотя мы видели, как и ДХ отлетает от Маутен Кинга. Да, Варден, а тут МК. Такой стандарт. Как места распределяются во втором группу, а он там жеребьёк какая-то будет. К сожалению, я этого не знаю. То есть, есть два метода. Первый, это заранее пишется, кто из какой группы попадает куда дальше. Ну, либо в сетку, либо, как в нашем случае, во вторую групповую стадию. Естественно, спасибо вам ТОП-1, ТОП-2 из каждой группы. Второй вариант, это две корзины. Те, кто занят... Четыре человека, которые заняли первое место, и четыре человека, которые заняли второе. И, собственно, вытаскиваются на рандом. Если верить отборочным, то будет А1, С1, Б2, Д2. Ну, всё, тогда первый вариант. Опа, выкуплен приз. Хорошие ножи. Да, странно, что он не сделал лобо лишь на арчу. Да вроде нет, ничего не подубивал. То есть, тут довольно большое количество ресурсов было потрачено инфи для того, чтобы... Ну, он делает и раннюю разведку, перекупает преста, отправляет ещё одного футмена сюда. Они никого не добивают, ничего не происходит. Он сделал лобо лишь, только не задиспелилась. Это очень странно. Ну, а больше есть, конечно, особенности по диспеллу. Что он... Снимает негативный, оставляет позитивный, но... Неужели Lighting Shield в этом случае был как позитивный спелл? А, минус один висп там был. Угу. Да, Рода, который рядом с Бараком стоял, задиспелился. Ну, это всё равно... Ооо, да, это тык в экспанд. Берс... Это прям очень важный момент. Потому что кто возьмёт Берсерка? Лимит есть, деньги есть у обоих. А почему футмен уходит? Он как будто не собирался сам собирать. Да какое? Зачем Шаду Страйк? Ты чё с ума сошёл? Так, ну вот с Берсерком будет попроще уже отбиться. Хотя, видите, Варден башь сверху, нано. Так, пытается спрятаться. Не хватает Мунвелла тут поближе. Да, Шаду Прид второй. От меня понимает, что не достроит он экспанд. Да... Начало не очень хорошее. Но, во-первых, Ла Лайт... Ещё разведочка не эта самая. Кажется, он не был в курсе, что к нему бегут. Да ладно, всё равно... Всё равно Ла Лайт ставит эту базу вторую. И делает Грейт на Т2. И делает экспанд. Сейчас... Да нет, это для Креппинга, скорее всего, просто. Хотя нам не показывали... Подождите, мейн, 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 инфио. Вдруг там вообще Т1? Да ладно. Это было бы так красиво, на этого заносчивого эльфа с... Нет, там всё-таки Т2 делается, видимо. Блин, вот такого эльфа вообще ездить застроят. Ты к нему приходишь, там подрезаешь, виспа подрезаешь Арчу. У него один барак. Там Т2, ясно. О-о-о, красиво. И начинается геноцид рабочих. Там глухая застройка, но есть висп в застройке. И персональный телепорт. До свидания. О-о-о-о. Вот это очень больно. Та-ва! Ну что? Он боится молоток словить. Подрезает ещё. Сбивает лечение у Футмена. Ооо, как больно Баланс Ну а там делается тоже грейд, ставится экспанд Сейчас бы классно Мурлока выманить откуда-нибудь там из зеленой точки Да, протектор, ну потому что единственное, чего опасается Это какой-нибудь олэйновой контратаки Да, похоже, он взял битых рабочих всех и пошел строить экспанды Красиво Да, только один фан у него Да, но здесь тоже чистится база Да ладно, Хантреска нормально под Т2 такая вышла Второго героя ждет Рус, подчеркивание, Браиль поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает Конечно, в следующем будет играть Алло, не ругайся Успел выключить его Так, а что будем делать здесь с... Надо закрыть еще, чтобы не было этой самой озвучки Так, Архмаг вторым героем Минус 2 рабочего Надо телепортироваться домой, восстанавливать Врубать ночь, регенить ману, отпеваться, естественно В чем наличие кэш, видимо Хорошо блочат Чуть-чуть не хватило Так, а что... А, здесь минус шахта Тут нельзя, к сожалению, шахту зарутить Но, с другой стороны, у инфи, вы видите, даже нычки не делаются То есть он... Он отошел, просто покрепится исключительно Очень нестандартная сейчас ситуация сложилась Ну, брейкерами, может, с двумя арканками будет Я не понимаю, зачем Лалайд это делает Он вроде как просто приходит и защищает свой эксп Он легко защитит его Серьезно? Отдаем экспант просто? Серьезно? За что? Да какой он не может защитить? Он просто в МК умирает, и все Посмотрите на МК там с одним свитком Вы издеваетесь? Ладно, поясню На мой взгляд, Лалайд мог отбиться То есть у него, да, там Один Берзерк, два Кота, Варден Но учитывая здоровье МК И третью Варден Отбивается изи Это раз Но вместо этого он пришел И побил Блэк Смит Или Барак А, у него же еще второй ножик И... Вообще... А, у него четвертый левел уже Сори И у него вторые ножи были Естественно Но он все равно БМК убил бы Да, но у него минус Минус эксп Который... Который... Что происходит? У Лалайд Это какие-то... Решения очень странные Я не могу понять Там два приста Светок Болт Я в курсе, да? Два приста Как обычный прист Лечит Болт это интересно, но... Ладно, хорошо Живем до Медведя Соло Варден Может он просто... Блин, не знаю Не могу это объяснить Так, хорошо Не акцентируем на этом Внимание Кэш играет следующим Очень хорошо Сейчас Анфи крепится Плюс 9 когти Да, только желтенькие Остались точки По углам И все Больше ничего нет Ну, вообще Один в один Можно вполне играть Почему нет? Единственное, что я боюсь За здоровье Варден Потому что Потому что Потому что Почти пятый МК И нейтрализовывать Его Амулет маны взял Да, 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 да Вот как это контрить? Полтысячи маны Либо ты второго Димку берешь Либо виспов тратишь Но если нет И МК живет То он на протяжении Не знаю, там, минуты Может откидывать Молотки Методично так Так, пошел телепорт Диспл, диспл Но сейчас Очень важно, что Каждый килл, короче, важен Потому что если Варден будут вот так вот Кормить элементалями И всякой мелочевкой Молоток очень хороший Ну смотрим Ножи третий Явным Где МШ-то у тебя? Милиция здесь тоже Экспа Не надо сражаться Не за протектором Нет, если здесь все сделать ровно То зарешает ульта Еще, кстати, экспант ставится И контролится экспант у инфи Да это понятно Надо добиться О, хорошо Ну добей Ну добей Блин 51 Апкип у инфи Лимит точнее А там 800 О, еще рифла Вот не должно быть такого Понимаете? Не должно быть Что чем? А, чтобы Чтобы не потерпеть от молотка Все, все Здесь правильно все А мы без стаффа играем Класс Купил стафф? Да, молодец Вот это да Он купил стафф Что? Ребята, это был Грейта Грейта мув 100 трайев Ставка самоначивая Без хирки В лунгваре было Бахали Бах Рестарт Сейфлот Попытка Даже баг твоей сложности Сейфлот Короче, короче Ну так Росбрейн Изи просто Изи Просто изи Не идеально Мягко говоря Играет Лолайт И так же играет Инфи Вот он уже Варденку подкормил Почти на полуровня Понимаете? А потом Блин Ультимейт Че ж делать Дисбаланс Все дела Мне, конечно, он так не говорит Амши не хватает Ну Ну Инвулл, конечно, лучше Потому что Амши все-таки диспелится 50 лимиты А почему он на Амши не покупает Я не пойму У него магазин стоит У него слот есть Хотя бы первый молоток Словить Там застройка идет Магические вышки То, что нужно против Варда Запасаясь чипсами Попкорном Говорит Блай Третий парагон Создатель сказал Что я не пройду Что там нужно Глубокие знания Игровой механики Вот Тут ГГ для инфи Увы Да? Ну Вообще Я пока не знаю Чем это все закончится Так Минус одна Магическая вышка Магическая вышка И с этими С медведями Хорошо То есть по ДПСу Пока у медведя Мана есть Так же как и Гвардовская Глубокое знание Механики Но с этим чатом Поможет конечно же Блайнд на Титана Да Да у него Висп висит Он понимает Ла Лайт Понимает что Время работает на него Ему главное Сейчас вот каким-то Каким-то чудом Не залить в Арден Да Вот сейчас видит Видит инфи Что там экспант Ох Минус еще один Прист Он не выдерживает Связки Даггера и ножей Еще один Молоток Свиток Ой Архмак 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 же Сам Причем случайно Получилось Понятно Еще кстати МКУ Можно попробовать Да ГГ Ну Батгаран был прав Видите Все Все Изи Ну Опять же Такие вещи Сложно читаются Потому что Ну куда куда Архмак Как он там оказался Вся армия Отошла Он там Вокруг Медведя То есть Провал в памяти А потом Вокруг Одни медведя Причем Лалай даже Не пытался Окружить Этого Архмага То есть Он увидел Что О Архмаг Окружен И уже Начал Его Атаковать После Очень нестандартная Получилась игра Потому что С одной стороны Казалось На старте Что Инфи Ну Ему удалось Отменить Экспанд Думаю Вроде Контроль идет Контроль есть За ситуацией Но Эльф тыкает Т2 Восстанавливает Эксп И Третьей Варденкой Выигрывает Довольно Приличное время На мэне Просто Убивает Рабочих Встает Собственно Производством Вот Но это Как бы Не все То есть Уже Казалось бы Эльф Молодец Чемпион Пожалуйста У тебя Т3 Медведи Прокаченный Герой Экспанд Есть Ладно Нет у него Медведей У него Было На тот момент Когда у него Экспанд Сделался Еще далеко Не было Медведей Но тем не менее Он его сдает Хладнокровно Видимо Решил Не рисковать Варденкой У тебя Блин Там ОМК Было 200 с небольшим ХП У тебя Третья Варден Со вторыми Ножами Окей Тык-тык И до свидания Когда там Парагон Будет Есть инфа Точной Уже нет То есть На стримфесте Было объявлено Что 15 июля То есть Буквально Через три недели Выходит Парагон Но Ринз Написал Что Не успевает И 15 числа Будет Только Какая-то Стадия Тестирования Надо было Экставить Хуму Тоже неочевидно Потому что Когда у противника Прокачанная Варден Экспанд Тебе может Выйти Боком Это и Постоянные Харасы И Кормежка Соло-героя То есть Это не Такое Негарантированное Решение Третья решающая игра Следующий матч Который мы с вами посмотрим Будет Кэш против Покуса Его комментировать Мы будем вместе с Орком РД И Тиренас Который сам Инфей выбрал Я не знаю Что он здесь будет делать Против Варденки Да Орк Денис Но против Демонхунтера Он может Свои проблемы Который Демонхунтер Он может Начать Счастлив В Супер Лейтгем Который Левел 6 Что? Да Это довольно странно А смысл Дело в том Ты же играешь Не в идеальной среде Где Что делаешь Что хоть что и делаешь В твои планы Неизменно вмешивается враг То есть ты постоянно Подстраиваешься Ну или пытаешься Навязать свою игру Но так или иначе Ты взаимодействуешь с игроком И Особенно на таком высоком уровне Ты точно не можешь сказать Через 3 минуты Что конкретно Какая конкретная армия будет У тебя и у врага То есть логика Зачем ставить эксп Если ты не собираешься Его защищать Это Может он собирался Его защищать Но к сожалению Не удалось Тянка в хоккастеры Понятно в варкингу Не хватает кого Матун Кинг против Варден Как и ожидалось Очень хороший криппинг Смотрите какой Сумасшедший ДПС Наносит Лайтинг Щилд Вспоминая вчера Таурена 4 уровня Который под Лайтинг Щилдом Громил эльфов Я так прикинул Что Лайтинг Щилд Дает такой же ДПС Как собственно Таурен По одной цели Только по одной цели Вот вы берете Таурен Четвертый уровень У которого там дамаг Где-то 35-40 Ну не знаю Какой там конкретно Скорость атаки Где-то раз в 2 секунды Вот и получается Что Лайтинг Щилд Который 15 секунды наносит Но мимо брони Он по одной цели Такой же ДПС дает Как и Таурен По одной цели Ну просто с руки С руки А там под Лайтинг Щилдом Было не знаю Там 5-6 иногда целей Если вы пропустили Вчерашние игры Прям очень рекомендую Посмотреть Все Просто все И кэшевские Ой подождите Экспанд Ну Варденга крипится Выбивает артефакты В стиле Блэйдмастера Мы уже Говорили о том Что Ла Лайт Не стремится рано Харасить Экспанд Потому что Все равно Время Хараса Настанет Самое главное Чтобы Была Чтобы Ну был третий уровень Минимум Это четвертый левел 25-6 ДПС Ну только вспомни Что еще у юнитов армор И 20% можно смело Вычитать То есть 3-4 армора Это нормально По героям еще больше А хотя по героям ЛС меньше будет Наносить Из-за Врожденной Сопротивляемости В 30% Сейчас Сейчас будет Третий уровень У Варден Варден Скорее всего Скрулзабист продаст Ради персоналочки Просветка идет Барак там мы не отдадим Нет Не-не-не Нормально Там и тролли умер И кажется Ретаргет он сделал Спел Два тролля берсеркера Хорошее кстати Кольцо Кольцо регенерации На самом деле Не такой уж плохой Артефакт для Варден Потому что она Постоянно получает Какой-то урон И конечно В любом случае Нужно возвращаться Для того чтобы Ману восполнять Но хп это тоже Такой ресурс Который у него Постоянно уходит Да, кристалбол Сейчас выпадает На два уровня ниже Шреддер выкупает Ну баш Пока ровненько все Не жалеет ману Но это нормально Потому что у него полная мана Во-первых Сейчас не Ну хороший артефакт Во-первых 6-6 агилы Ой 6-6 нты Извините Вынужден Отказаться от трех сил У инфиартефакт Сомнительный Ну кольцо кстати неплохое Для Маутон Кинга Мы видели что он Вытворяет Большой инвул Хорош Варды пригодятся Кристалбол Согласен Ой сюда Варден Телепортируется Ножи Добивает Берет экспу Подрезает приста Да офигеть Понеслась Понеслась Жара Посмотрите что творит Варден Телепортируется Потому что еще Минус футмен Еще минус футмен Еще минус футмен Вот за это я Варденку Уважаю Ну она такая Взрывная Она в короткий промежуток Времени при наличии Маны Может такое количество Урона внести Особенно на такой стадии Выдохнул инфи Блин Такое у него Выражение лица Грамотно крепится То есть Варден Пошла восполнять Ману Юниты забирают Мурлоков Оставшиеся Кем хума Контрить Варден Ну МК МК Брейкеры Варден Плохо работают Против Ой Против жирных Юнитов И прокачанного Такого дизельбера Хорошего Но Она не будет В определенный Момент времени Уже в лобешник Ну то есть Сражаться в лоб Ее задача будет Уничтожать Рабочих на экспанде И доживать До шестого уровня И пошел дропчик Вот это очень опасно Кажется ее могли заметить Фермы Ферма Да Заметили ее А там Вард же стоял Вообще Рядышком Да Что ты делаешь А почему Ого Ого Вот это красиво Вы видели Там такая дистанция Небольшая была А там даже Анимация уже проходила Что молоток влетел Красиво Там доделывается уже Судя по положению Лап дерева Третий грейд Опять ножи Минус приз Да не так близко Все нормально Контроль Дай следующий Дирижабль А это фейк Дирижабль на мейн Ой молодец Смотрите Сейчас главное Его чуть-чуть показать Чуть-чуть показать Ай Всё А сам на экспант полетел Красава Такой бесячий Какая разница Минус два раба Три Шреддер Блин, я бы вышел просто Это такое унижение Ну, там, к сожалению, Огра теряем Но еще одни на шее Пять с половиной С половиной Да, игра Судьба инфи Его уязвимые места Сейчас все в руках Лолайта Что хочет, то и делает И инфи сам ТС оставил Ну, это его вообще Я не знаю, зачем он эту карту пикнул Потому что это лучшая вообще карта для Варден А Варден это лучший герой Лолайта Вот тут уже и Феррики И Первые Медведи И Грейт на колодце А инфи как бы чемпион мира Между прочим Вышки доделываются новые Дропчик Магические вышки особо не дамажат Ну, если только не Варден Довольно быстро можно Ну, хочется выскочить тут Минус четверо рабочих Минус вышечка А, просто архмага унижает Смотрите, что творит Инвул большой, правда Ооо, Варден достается отца что же делать там большой ну мне придется отсюда на телепорте уходить ничего страшного минус две вышки минус рабочие конечно он потерял там одна феррика одного приста кажется неважно шестая варден здравствуйте ультимейт есть ультимейт есть сейчас еще к регулярному вот мухарасу добавится spirit of vengeance вон уже побежал дух возмездия рабочий просто уходит все отказываемся слишком рискованно что это да интересный тайминг был там будет атака на эксп который вообще отбивается между прочим не просто 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 телепортируемся у да жалко что магазин он спит нет не фагетит он справится здесь без ульты были ну что за комментаторы были ну вот успокойтесь они играют не знаю лет пять уже соло они какие-то я пресс это в чем он уже это делал на других турнирах минус инфи друзья минус инфи динт файн и solution and there's only one more Chinese who can make it into the top 8 и аж остался только а флай еще подождите так рд у нас уже на связи так сейчас будет перерыв но мы созвонимся я думаю заранее с орком денисом старичок орк из санкт-петербурга как антрите кроме застройки так непонятные дирижабли для рабов нереально нереально так конечно нью-йорком будет горит спейл за ондекс еще подтянулся да как звоним надеюсь там с микрофоном нормально ааааа халлоу алё подожди 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 возможно с моей стороны я вчера чудил пока пока не слышу тебя секунду 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 а вижу что ты меня слышишь а нет я должен тебя слышать что-то у тебя с микрофона мрамор говорит помню я этого рд любил глумиться над более слабыми игроками нет 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 ты что-то не то помнишь рд по крайней мере я его помню скромным воспитанным зеленым орком здравствуй здра о голос то не поменялся у тебя привет здравствуйте здравствуйте рд рд я очень рад слушать слушай как как давно это было слушаю давно это было давно расскажи 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 да ладно не можешь ничего не рассказывать я на самом деле все смотрел у меня для тебя есть домашняя заготовка так и это не салат оливье и ну короче мы ее посмотрим и обсудим перед тем как будет играть кто-нибудь другой ну то есть давайте сначала кэша посмотрим а вот если останется время если ты меня пинком под зад не выдворишь этого это зависит от твоих комментариев исключительно ага ну тогда я вообще помолчу да почему это как раз минус а это минус да ты бы сразу предупреждал я бы был готов ладно я готов короче не короче а я просто готов я стараюсь не говорить слова слушай короче и так далее только чистый комментарий по игре только по игре правда еще не решили какую игру но ладно расскажи мне вот какие мысли меня так очень сильно тревожит я смотрел первые игры кэша и смотрел игры кэша второго дня тебе не кажется что это два разных человека ну его аж показывают понимаешь что это очень сложно было бы такую многоходовочку замутить нет я к тому что это психологически два разных человека то есть это не просто ну это я к тому что у него абсолютно две разные игры были то есть одну первую игру с фокусом он в моем стиле отыграл прямо скажем это был чисто мой стиль когда два волка загрызли 845 рабочих и второй день он отыграл просто блестяще почему так может быть он может быть он может быть он во первых он говорил что боится своего орковского мирора когда-то он в нем очень хорошо разбирался но ввиду отсутствие нормальных соперников в нашем регионе он вообще его сейчас не понимает вот и играл неуверенно причем по игре по игре ну там были какие-то да странные весьма ошибки нетипичные ну и на напротив четко четко с этим ушастым там ситуация это было не в том что понимать не понимается у тебя весь диспел который нужен у тебя герои 3-3 а там два суммонера 22 здесь как бы посади кого-нибудь кто умеет играть руками ногами чем угодно и он не проиграет это конечно такое чувство что просто то ли ослеп то ли у него руки отнялись то ли у него компьютер я надеюсь что у нее сегодня настрой будет хороший да несмотря на то что это снова фокус надо брать реванш потому что выиграть ему по силам это понятно но здесь аспирант спрашивает макер когда rd играл в вк последний раз хороший вопрос отличный вопрос я точно могу сказать что да это так rd играл в вк последний раз это сто процентов правильный ответ непоставленный вопрос ладно я так думаю что у нас есть минут 15-20 да 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 рассказывай чем ты занимаешься я занимаюсь тем что мне есть чем заняться и поэтому я анализирую реплея я сейчас тебе скину одну ссылочку одну но всего лишь одну серьезно она не будет хорошо ты русский язык еще не подзабыл это это радует сколько ты ты все еще в нефта и ланде нет нефта и ланде нефта и ланде где где ты и не в маши не петь и нефта и чем-то еще я в декабре переехал обратно ты в декабре а питер все понял и это какой-то знаменитый политик да но видите у красноречивый орг такое встречается редко хотя пипс тоже веселенький так сейчас вот смотри я тебе скидываю ссылочку здесь очень интересное видео на ссылочке там замечательная игра и замечательным в общем ты видимо эту игру знаешь да еще от ящи открываю это же skype это же прекрасные обновленные версии лин хэппи окей так и сейчас мы пойдем по таймингам я тебе хочу с тобой поделиться своими мыслями первый тайминг это три минуты 47 секунд это быстренько так можно пролистать давай на три сорок семь три сколько еще раз три сорок семь до три сорок семь так готов вообще что мы видим мы видим что хэппи просто течется в течется в т2 без пауков с голом дк так это пока что все что нам нужно знать следующий таймер это я это еще не смешно это это радость ясно подожди подожди серьезно ты в варкрафт давно играл да 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 короче следующий тайминг куда 7 05 7 05 я тебе сразу скажу что это пошла аналитик блин хорош так да 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 готов я на 7 05 что за бред говорит папуаз ты бред понял внимательно слушай нормального скиллового пёс поехали я на на 70 на 705 хэппи с тремя пауками оказывает т3 ты понимаешь что это это такой бред это короче у него на карте ничего нет у него есть дк и три паука ты давно стримы с хэппи смотришь это же стандарт не стандартно здесь не тот стандартного стандарт у него стандарт против того же кэша я насмотрел достаточно много и молодец какой вообще так и чего я старался я старался я очень старался молодец спасибо большое ты чем больше я будешь полить тем больше мне будет приятно корреляция между двумя и она прямая в общем смысл в том что обычно средненько получать ну как средненько можно до варкрафт такими средне быстро получал т3 получал трех героев арбу приходил и убивал так спустя три месяца кэш понял что здесь что-то не так начал добавлять спирит волкеров и игра уже затягивалась не на 10 минут а где-то на двенадцать с половиной это прогресс против императора на самом деле да 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 с твоим позволением буду еще греночки есть и тебя слушать хорошо да в общем смысл в том что здесь хэппи сказал что все вообще мне насрать на все вот этот вот лин это даже не кэш это как бы вообще его не считаю за игрока и давай-ка я с тремя пауками прямо в т3 и мало того что я прямо в т3 я т3 закажу до до всего то есть у него даже личный заказан у него просто три паука и то это на самом деле два с половиной паука судя по хп этих пауков в общем смысл в том что он получает т3 так и вроде бы по твоим комментариям в комментариях всех лин вот эти вот сколько там получается до т3 минут 10 игра шва нет наверно поменьше 8 он хэппи шатал валял просто как как я даже не знаю а вот там столько без шансов особенно в первой битве а первая битва я выписал этот тайминг первая такая основная битва это 11 10 так я перематываю секундочку да 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 ты смотри только гренками не заляпают и жирненькими пальцами неприятно несложно не просто но я стараюсь да в общем 11 10 ты можешь потихоньку включать включаем звука давай чтоб там звук я смотрю в общем он бежит он видит подходит первая банша вот здесь вот но паука сеточка можем запаузить здесь какие мысли появляются у кэша у кэша спустя три месяца вот этого тотального не выигрывание у хэппи появилась если я вижу баншу надо как-то реагировать по-другому на ставить спант не пытаться наклепать 120 зубочистого которые вот этими зубочистками швыряться а поставлю куя спирит волкеров и вот эти спирит волкеры которые появляются минуты через полторы через две позволяли ему как раз потом минутки две-три лишних пожить давай включаем смотрим что делает лин я тебе скажу что надо запаузить когда надо будет запаузить хорошо хорошо вот он здесь лин начинает вырезать первую табуретку вот подходят три гранта табуретка падает ты говоришь что паук роднул на самом деле здесь стандартно все паузим вот паузим сейчас лин вроде видит да что у меня вроде в битве все неплохо ты за хайп играешь на а нет за залина я как я кофорт не могу за андель ну да вроде у нас все хорошо так мы на базе андеда нету маны турен первого левела ну и в принципе что надо делать без понятия ну вали отсюда к чертовой бабушки ну вот я бы тоже так думал но лин он из другой породы людей видишь наверху у него 400 голда и 400 леса во время очень во время очень важной битвы просто абсолютно необходимо ставить экспант вот сейчас мы тыкаем play так и видим что лин как раз этим и займется вот у нас 400 есть красная точка даже красная точка у с х маны нету но в принципе рейдер падает маны нету но рейдер падает то есть все как бы нормально причем мы еще на базе андеда и я не знаю как 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 вообще отсюда но блин как-то убежит хорошо в общем что надо было делать и что делать в такие моменты кэш и вообще что на карте творится казалось бы что лин здесь нашатал навалял в очередной раз пятый раз подряд в этой игре хэппи а по сути дела нифига подобного хэппи вот ради этого момента чтобы получить трех героев кучу дебафа на арковскую армию то есть это курса это просто нова это от асгалора низмодана вот этого жирного круголя он свои шарики вешает и у всех становится меньше дамаги это столько дебафа на арковскую армию и ради этого он как бы говорил давай ты меня будешь шарить катать валять пять раз десять раз но главное как бы не вынеси все мои здания чтобы у меня не появилась табличка вы проиграли этой таблички нету если я выйду вот в этих трех героев во все вот это вот здесь будет ничего не сделать и ставишь экспант и получаешь на 10 на 15 больше лимит причем такого технологичного вот этих ход троллей которые своими зубочистыми зачем они нужны они единственные кто нормально доносит дамаг потому что выносят выносится три банши они вешают курсу на бэйдмастера бэйдмастер опять же смотрит хэппик кто-то кого такой бэйдмастер вешает не опыту снова а на всех этих троллей ты не перевешиваешь курсу то есть их получается очень много а у тебя всего лишь там две-три банши получается главным украшением и все равно даже их дамага не хватает чтобы получить какой-то супер преимущество в общем кэш в этот кэш бы в этот момент ставил watch и сейчас мы можем перематывать на самую-самую финалку но это где-то часто и скажу где это 14 давай даже чуть подальше чтобы ну то есть представь себе сейчас вот в этот момент в этот момент ты отступаешь ты бэйдмастером оставишься рядом с базой андеда какой-то урент какой тайминг а пока что 1110 я тебе говорю о том что нужно было сделать нужно было не думать о том что ты впереди планеты все ни херя ты не впереди и лин почему-то этого не понимает хотя на самом деле я это понял наверное сразу с третьего просмотра где мы и где лин в конце концов и в общем по сути дела надо было блэйдмастером оставаться смотреть что делает андет лежать крепится асахой вместо того чтобы ставить долгий экспант бежать на базу и шкатулку одновременно с этим ставил watch и когда у нас получается финальная битва это 1448 ты можешь перемотать и просто запаузить готово у лина только-только достраивается экспант у него на 4 больше лимита и при этом технологичность армии он проигрывает просто абсолютно да то есть у него там столько дебафф на нем висит а теперь представь что у тебя примерно такой же был бы лимит пара спиритволкеров 300 в ряду да вот вот эти вот два спиритволкера они бы решили просто все они бы здесь но при этом не решили бы они все кэш получает кэш получит нет просто я смотрю игры кэша и кэш получает этих два спиритволкеров а потом а потом хэппи чудесным образом я не знаю как он это делает он это расконтраливает так что ничего не сделать и кажется со стороны что это просто какое-то избиение хотя я думаю что линд все таки уровнем контроля он повыше чем хэппи он наверное наверное кэша кэша хорошо я уже думал ты ересь пошел не ава император отлично я понимаю что меня сейчас забросают если я скажу что хоть кто-то контролит лучше чем хэппи ну ты видел как он контролит ты же видел как он контролит да слушай честно говоря мне это напомнило наши лучшие с тобой годы наверное вот пример давай 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 так давай так он не лучше контроля ну в смысле мы не лучше а он не хуже чем мы давай так будем дипломатичны он просто не хуже это очень сложно сравнивать потому что 10 лет разницы нам дает конечно конечно мы можем спекулировать по полной программе согласен точно не хуже а представь себе 10 лет мы бы тренировались просто забили бы на все вообще холодильник и микроконтроль все два наши источника сила ну и потом бы показали особенно вдвоем против одного вообще бешок ну вот и эти они очень много здесь могли решить а еще стоит отметить что хэппи умеет контролить большие армии разноплановые есть большая разница контролить 18 талонов ну или ну согласен ладно или контроли трех пауков двух баншей три табуретки прокликивать успевать дестройерами снимать в общем это большая разница и хэппи это безумно классно вот здесь я бы хотел посмотреть на Лина который сделает выводы из этого всего и если он все таки пройдет а вчерашние игры Лины это вторая игра это что это вообще такое было я стою я смотрю я прощаюсь уже с Лином здравствуй у тебя два героя там 52 арчи но но бывает в мире счастье Лин подвез на лопате мне слушай а ты в рефорш то будешь играть? чем ты занимаешься? вообще не будешь в киберспорте? да нет я смотрю но играть играть не играю я уже старенький я так выйду во двор посмотрю как баскетбол играют расскажу о том что варкрафт это круто ребята меня поймут пожалеют вправят домой так мы можем включать стрим наверное да посмотреть что там есть да они уже через пять минут стартанут так хорошо то есть ты подготовился чувство аналитика все переживаешь за орков смотришь стримы это радует а помнишь как ты Оранжбана не пустил на УЦГ на Эхуайлз? я думаю да я думаю что я помню но там был фонтан видишь а здесь нигде нет фонтанов ну а на одной карте есть но да не такой решающий как раньше в смысле здесь есть фонтан? ну на консилд хилл да карта с пары фонтан я думал ты на ту где сейчас Линдс Хэппи играл про ту карту я уж подумал что я еще почитал некоторые комментарии Black Warcraft на Ютубе мне понравились комментарии на тему Лина типа Лин это сейчас немножко расизма привнесем в наш стрим типа Лин это единственный азиат который выглядит а это на английском все бывает то есть это какой-то политкорректный европейский Лин единственный азиат который выглядит говорит и действует like a human being ну то есть типа как человек и такой мне понравился комментарий там толерантненько у кого-то там один плюсик в комментариях у кого-то два плюсика в комментариях а под этим вроде бы пятьдесят восемь хотя там просмотров всего двести с чем-то ну в общем да да как ты думаешь кто может составить конкуренцию Хэппи течь только разве что ну в том а я не знаю как Хэппи с мирором но мне кажется что император непоколебим вообще то есть если его лучший орк не остановил то ну с остальными расами у него еще лучше насколько я понимаю ты думаешь эльфов вообще не берем в расчет то есть ну да 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 никто не сможет мне вообще страшно смотреть конечно как он с эльфами играет это если арки там еще сеточку как-то кидают да у них есть такая ability и Хэппи заставляет остановиться то что-то как-то с эльфами у них даже сеточки нет это совсем страшно особенно прикольно когда у тебя три паука два дестройера да там три героя на тебя навлетает восемнадцать гиппогрифов и Хэппи так ну ладно от одного два карты до другого мы потихонечку будем отступать и уничтожим всех эльф такой да ты что все восемнадцать и Хэппи такой через две минуты ну да все восемнадцать а у тебя еще есть эльф такой пошел-ка ты уже вентилятор сам император ты видишь как он аккуратно и скромно оценивает свои шансы выйти бы с группы я бы выигрывали на вероятность тридцать процентов ты знаешь здесь двоякое может быть отношение если бы он также скромно и аккуратно вел себя в чатике на своих стримах это было бы одно но когда ты в чатике на стримах говоришь шаляй валяй вы все а я хорош ну и тонкий троллинг адская рубилова и все такое и вот если бы ты так же вел бы себя и прилюдно это было бы ну прикольно а так это знаешь немножко револьвер стайл можно да говорить такие вещи конечно конечно револьверы любят ну да ну вот 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 как так так а это кто у нас на экране там был хандр сейчас лина показывает но я не знаю у тебя какой отчет 2 минуты сколько секунд 27 20 попробуй сделать стоп-старт сейчас уже 2 2 10 ну то есть там как-то да 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 лучше исходное качество потому что транскодирующие могут отставать самое большое качество ставьте в санкт-кетербурге интернет на хорош тоже наверное куда револьвер пропал револьвер всегда с нами он заходил в чате вчера позавчера сигнал связи не знаю почему не стримит но скай так берет этот вещь такой чё 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 это такое то вообще это кажется флайбл флай да флай флай орк такой ну да скай скай да ясно давайте поцепляйся к грубому я третий тика нормально угадал всё хватит неплохо неплохо not bad not bad в китае почитают скромность управителя император заявляет право на трон говорит пупсик но император недооценивают в китае то есть back to warcraft говорили что общаясь с китайскими фанатами ещё до начала всех матчей они хэппи хэппи кто такой ну как обычно они же у них свой мир большой свои стрим сервисы социальные сети магазины про геймеры а ты представляешь что китае можно вообще представить что китай не знает что у хэппи венрейт 97 процентов и писаешь если им вдруг показать и два миллиона жители таких сколько 97 мы тогда тогда не туда закрытый турнир не что такое йосен нет нет таком не будет А на тизе какая у него статистика интереса сейчас? То есть понятно, что на батлнете... А почему понятно, что... А для тебя батлнет не показатель 96%? Нет, потому что если ты на две головы выше, чем весь играющий регион, то это не показательно. Какая разница, если ты лучший? У тебя просто периодически выигрывает один из четырех человек. А вот если азиатский регион брать... Нет, ты не прав, здесь не один из четырех. У тебя выигрывает периодически один из десяти. Это очень большая разница. И во-вторых, получается так, что ты хочешь сказать, что Европа сильно отстает от Китая. Я думаю, что да. Ну все говорят, тренируемся на на тизе, только на на тизе надо тренироваться. Пинга бы хорошего на на тизе. 98,5, говорят, первое место на на тизе. А, на на тизе 70%. 71,8 на разных хаках. Ну вот видишь, совсем уже по-другому. В разы просто отличается. Но нет, не то чтобы тоже в разы. 80% это тоже как бы, как бы. Но это действительно один к четырем. То есть одна победа, точнее, четыре победы на одно поражение. Мне очень понравилось. Я чаще всего смотрю стримы Граби. И мне... Кэш выходит, кэш выходит, смотри. Да, 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 давай, давай посмотрим. Это очень важно. Вот. Никто никогда так не выходил. Давай. Он у меня еще пока не выходит. Он, знаешь, он подогревает. Вот он! Блин, как бы нам синхронизироваться с тобой, скажи. Ты уже обновлял страничку. У меня исходное качество, да. Я, может, могу какой-то другой стрим открыть? Не гудгеймовский? Или на гудгейме? Нет, нет, смотри Back to Warcraft. Потому что, естественно, если ты на гудгейме будешь смотреть, тебе будет в любом случае больше задержек, чем у меня. Открывай Back to Warcraft и смотри... Дай мне, пожалуйста, ссылочку. А, ты не знаешь Back to Warcraft? Нет, я знаю Back to Warcraft. В чатике, в чатике скинул. Спасибо. Follow Grabby пишет, кэш very handsome. Голландия. Подожди, но если я включу Back to Warcraft, у меня не будет чатика. Я не смотрю. Ну, блин, это жопа. Ладно, неважно. Так, у нас здесь ремо-демо. Да, именно так. Ну, нет цифры, чтобы синхронизироваться, но ничего страшного. Сейчас. Не обращай внимания на этих хейтеров. Естественно, непривычно, когда турнир комментирует один товарищ, и потом подключается неизвестный тебе человек. Вот. Ну, они молодые, неопытные. Да и в конце концов... В конце концов, ну, дальше можно и не продолжать, да. Каждый поймет силу своей воспитанности. Так вот, мне очень понравилась аналитика Грабби, когда его спрашивали, чем ты отличаешься от других арков топовых. И он очень интересную вещь сказал. Он поделил всех примерно такими категориями. Есть я и Лин. И мы... Он сказал, трики. Трики-плеерс. Китрожопые. Изобретательные, да. И он сказал, что есть фокус-бейст-плеерс. То есть, ребята, которые оттачивают стратегию. И потом ее катают бездумно, безвариативно, но настолько отточено, что это позволяет им... Слушай, а к Хэппи относится какой? Он жив и туда, и туда, получается. Ну, он очень сложно относим, потому что, как Грабби говорил про арков, но Хэппи... Если подумать так, то Хэппи, наверное, все же во вторую категорию. То есть, Хэппи прибыл... Ну, у него же... Он, во-первых, играет за разные расы на высоком уровне. Ты же видел его всякие там... Я говорю сейчас только про турнирный путь его оттедов. То есть, то, что он там творит на ладере в 4 на 4, вряд ли можно сказать, что это... Хумана поставил кэш. О-о-о-о-о-о... Откуда ты знаешь? Чатик пишет. А Чатик откуда знает? Ну, они... Чатик не ошибается, да. Ну, они смотрят на трансляцию, вот, и... Ё-моё. Да, это печалька. Печалька, печалька, печалька. Это говорит о том, что Кэш не уверен. Это говорит о том, что... Хуманы имба, по мнению Кэша. Ну, он же и Фогича на квалификациях на Голд забрил. Именно хуманами. Мне тоже эта идея не нравится, и потому что не основная раса, и потому что Кэш вчера отыграл блестящие арками, а в первый день он блестящим начинал против фокуса, и было видно, что фокус ему в начале в самом важном проигрывает. Кроме второй игры, вторая игра там сразу понеслась не туда, но после первой игры было сложно. Это еще сигнал, что он не уверен. Да, заканчивая с Хэппи, пока что заканчивая с Хэппи, Хэппи настолько затренировывает свои стратегии основные, что они прекрасно работают без всякой подстройки, без всякой... Ну да, да. Была-то похожая тема у Дэдмана, кстати, что ты знаешь, что он будет делать, все знают, как он будет играть, но никто ничего не может исполнить против этого. Да, еще мапхак. Тоже сложно был победить. Ладно, не будем в эту сторону, давай подумаем, что это за карта, как ты думаешь, с точки зрения орка против хумана? Что здесь можно сделать? Я пас сразу же, просят чуть-чуть тебе сделать потише, я этим займусь. Продолжай. А, не так же, больно, стой, хватит, нет! В общем, хуманы здесь качают архимага в трех разных местах, начали, потому что он будет это делать, получают третий левел, и с третьим левелом он уже смотрит, что делает орк. Если орк идет в Виверн, там, скорее всего, либо бисмастер, либо алхимик, а если орк не идет в Виверн, а идет стандарт, то там либо бисмастер, либо алхимик, либо, ну, возможно, МК. То есть, мы все это увидим, я надеюсь, что нам все это покажет наш товарищ. Сколько кэшу лет? Сколько кэшу лет? Я думаю, 28-30. Ну, то есть, он достаточно опытен, да, чтобы посмотреть и увидеть. Молодец. Тем более, в ходе изобрел. 29, говорит Хандрот, я попал как раз в диапазон. Молодец. Повезло. Приятно. Да, да, приятно когда. В общем, то есть, он достаточно опытен, чтобы что-нибудь сделать. Да, посмотрим. Будем посмотреть. А раз уже нельзя, уже менять ему будет, да? Ну, видимо, в разрезе данного матча против фокуса нет. Если там, как я помню, старые, старые правила, голда, по крайней мере, года до двух, ты можешь между играми менять, между четвертьфиналом и полуфиналом между сеткой брекета менять, но внутри одного матча ты не можешь. То есть, ты поставил Хумана, ты играешь Хуманом все свои, весь свой Бо-3. А прикольно бы было, да? Так, ты поставил Хумана, подождал, если у тебя 7 минут первые прикольно начались, такой, не, продолжаем играть, да. А если твой Таураш с самого начала провалился, такой, не, не, ребят, дай тебе другую расу поставлю, что-то здесь фигня какая-то. Какие-то гранты здесь мелкие, какие-то архимаг какой-то, при чем здесь архимаг думают? Ну, вообще никогда не было архимага у архов. Я же за архов играю, вот посмотрите. Подлагивает, к сожалению, трансляции, выпадают когти, это то, что вижу у Блэйда и колечко у архмага. Побежал архмаг урывками попытаться второй взять, но кажется, он сейчас встретится с Блэйдом. Они, ох, так, перебивает лечение, нормально, начало неплохое. Я очень агрессивно пошел кэш. А, слушай, я же вспомнил, как же он играл, блин, за Альянс. Он же псих ненормальный, он как инфи. Его не смущает то, что у него архмаг не качанный. Понимаешь? Ну да, сколько не смущает. А здесь очень важен вопрос, если нам покажут, там идет уже грейд на Т2 или не идет еще у кэша. Если не идет грейд на Т2, то он подстроивает чуть больше рабочих, чтобы с милицией крепиться. Ты видел, отменил? В какой тайминг отменил второй Бору, который кайф? Сейчас, правда, архимага отменят, а Бору отменят, и это очень печально. А он отдаст? Нет, не отдает архимага. О, отменил второй Бору. И что делать? Магазина нет? Да, этот... фонтанчик. Фонтанчик бежать лечиться. Ой, это очень стрёмно. Ну, конечно, сапоги надо брать. Сапоги надо брать. Помнишь те времена старые, когда надо было кликать усиленно на сапоги? Потому что сапоги заводились в магазин только в единственном числе. Да, мы совсем-совсем недавно только в последнем патче поменялись. Да, это так прикольно. Вот если бы у меня в мое время было вот так вот, то, что сапог много, я бы, конечно, ого-го. Смотри, как он грамотно. Одного гранта влево, этого Блэйдмастера вправо, контролит обо фонтан. Ну, ты знаешь, мне кажется, что Кэш бы предпочел угадать с Блэйдмастером там, где Архимаг, чем там, где Футман. То есть он гадал. В одну сторону отправлял гранта, в другую сторону бежал Блэйдмастеру. У Блэйдмастера есть фиток скорости, он бы этого Архимага догнал бы и зарезал. В принципе, он может сейчас, кстати, этим и заняться. Очень опасный момент. Очень опасный. Сейчас Элементалем увидел. И зачем Блэйдмастер вообще отвлекся на Элема, я не совсем понимаю. Потому что деревянный фокус. Как мы были деревянными 10 лет назад, так мы и остались деревянными. Слушай, ну он же хороший игрок, он столько онлайн-капов взял, ты же помнишь. Но он все равно деревянный. То есть Граби, Лин, они не отвлекаются. Флай не отвлекаются. У них есть квест надогнать Архимага, они этот квест будут исполнять. А тут мы нанесли 8 лишних ударов по Элементалю, что-то там. Книжечку где-то выбили. Это же очень важно было выбить книжечку. У нас же второй уровень, начало. И даже если нам выпадет книжка опыта, мы все равно ничего с этой книжки не поимеем. У нас все равно... Опыт уже не падает. А, то есть нам как бы эта книжечка была до звезды. Свиток скорости, виндвок, Архмага могут сейчас подрезать, пытаются заблочить. Не ударяет еще, смотри. Да, он деревянный в этом плане. То есть он молодец, но он деревянный. Бывает. Кто там, войдите. Это я Фокус. А почему? А потому что я вот такой. Так, у нас здесь просто... СХ доделывается, МК скоро выходит. А здесь еще... Подожди. Это что будет у нас? Рифлокастеры. Да, очень странно. Ну, это слабенько. Это очень слабенько. Я думаю, что Фокус в свое время столько отыграл против Рифлокастеров, что... Ой-ой-ой-ой! Да ладно, ее на застройки. Смотри, зажал, зажал, зажал фирмочкой. В смысле? Каким Макаром? Что? Что у тебя? Ну, он не может его, блин, зажать. Такой фермы это... Ну, ладно, ты в курсе. Почему? Он очень может хорошо фермой зажать. А потом ты... Там... Вот это все отрабатывается, и я думаю, что ты это в свое время тоже отрабатывал. Ты берешь одну ферму, ставишь так, чтобы он не мог выбежать. После удара первого ты отменяешь ферму, ставишь лесопилку. Я так не умел делать, то что... У лесопилки начальных хп гораздо больше. Ну, это да. И ты... Ну, с большой долей вероятности ты убиваешь... Ой, подрезает. Здесь Рифлмен, скорее всего, будет, да, минус. Ой, но это... Опа, стоп, 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 нет. Опа, 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 ты видел! А, он может спрятаться же. Да, но там рядом магазин, а в магазине что? Да, да. В магазине подвезли лагов, да? Целое ведро. Ё-моё, а почему он не попытался хотя бы? А потому что у меня трансляция... О, все, восстановилось. А что было? Я пропустил, у меня лаги были и трансляция. Ну, Блодьмастер умер как бы, но... А, он даже не попытался встать? Да, он вис. Ну, потому что там проблема была в том, что... Было ограниченное количество юнитов на окружении. То есть, ему пришлось бы архмага, например, уводить справа, открывать дырку, и в этот момент можно выскочить. Ну, то есть, здесь же тоже такая вещь, что ты стоишь архимагом до того момента, как у тебя перезарядится молоток, от молотка очень сложно убежать. Это да. То есть, ты архимагом уходишь, дырку открываешь, но молоток у тебя всё равно останавливает. Хорошо, но хотя бы молоток пусть потратят. Зачем умирать в окружении, не пытаясь отозревать? Как тебе, кстати, стратегия в рифлокастеров без рифлов? Не, есть рифл один, всё нормально. Там есть один рифл, да? Да, один рифл. Есть ещё будет... Вон, второй подходит, а три — это уже масс рифлов. Два рифла, нормально. Три — это масс, мы уже определялись с этим. Три — это масс рифлы. А четыре? Четыре — это, ну, такой же масс, наверное. Это тоже масс рифлы? То есть, по сути дела, разницы между тремя и четырьмя, по сути дела, нет, да? Или всё же есть? Если то, и то масс рифлы, то какая разница? Зачем платить больше? Зачем платить больше, да. Смотри, выманивает огры этого командира большого. Надеемся, что ему выпадет какой-нибудь 4-4, ни к чёмный артефакт. Кэш бежит по центру, извините. Может, даже успеет? Нет, не успеет. Нет, не успевает. Ты, кстати, рпп позади, теперь я чуть-чуть. Что выпало? 4-4, отлично. 4-4 выпало. Ой. Ну, слушай, Кэш выглядит весьма неплохо на фоне фокуса в этом матче. О, книжку прочитал. Так, что у тебя сейчас делает на карте творится? У меня сейчас вызвалась иллюзия у Архимага и побежала влево. Скажи, как это у тебя будет. Да, вот только сейчас произошло. О, секунды 4, пауза. Так, сейчас закупка, в магазин забежал Блэйд, купил свиток, кстати. И... Так, пытаются сейчас, конечно, в магазине тоже что-то найти, но кажется, свиток там только один, правильно? Вот, 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 я не знаю, у меня все равно вперед идет трансляция, начинается, у меня начинается мейн, главное сражение, в котором... Не спойлери, не спойлери, мы лучше молча посмотрим на него сейчас. Так, ну да, минус 1 на 2. Здесь, здесь, здесь спойлерить-то нечего, здесь просто. Один пришел и убивает другого. Хороший клэп. Ну хотя, блин, рифлы, минус присты. Тихо, 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 тихо. Да, полщенцы подошли немножко поздновато, блин. Падают, ээ... Падает Райфлмен, 40 лимит на 50, понятненько. Печалька, да? Ну, не знаю. Здесь уже... Здесь нечем наносить дэмэдж, к сожалению. То есть, 3 рифла, или даже сколько там, 2 рифла было, вот сейчас вот 3 рифла осталось, они все умрут, а кроме них, молотка уже нет. МК по удоху. Элементальный. Нам еще 3-я СХ очень сильно обогнал по криппингу в определенный момент фокуса. Ну да, да, да. Здесь на 2-го клэпа нет. Это ГГМ. Это ГГМ. Скажи, когда он у тебя ГГ напишет. Ну, когда табличка появится. Я попробую с ней синхронизироваться. ГГМ по табличке. Вот у меня... Ты можешь попробовать перезапустить... Да, 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 возможно, из-за того, что подлагивало у меня. Сейчас попробуем... Попробуем синхронизироваться. Ну, когда он играл за орков, у Кэши шансов было больше на победу. Почти в любой игре, ну, за исключением той, где навыпадало артефактов. Ну, неважно, это... Да, да, да. При этом такой фокус, вот такой, какой он показывал в игру вчера, он, прямо скажем, недостоин выхода. В плей-офф, наверное, Кэши все-таки поинтереснее смотрится. По крайней мере, Кэши интереснее смотрится тем, что он новое лицо. На фоне фокуса, который всю свою жизнь выходит в четвертьфинала в полуфинал, и там всю свою жизнь упирается в эльфов. Ой, такие, смотри, улыбаются такие. Фокус выиграл что-то, Рэма. Вот Рэма пёс, на самом деле. Ты правильно экспериментировал его интервью с Лином, правильно? Лин там прям говорил ему, пёс, 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 пёс. И Рэма спрашивал, ты что-нибудь другое знаешь? И Лин ему отвечал, пёс, ты все равно пёс. Потому что Рэма топит не за тех. Явно не за Кэша топит. Ну, почему? Ну, почему? Ну, они наоборот, за этих, за не корейцев, за не азиатов, на каждом голде, что за фоги, что за всех, кто приехал. Я ни разу не слышал от Рэма слов «Я топлю за Кэша». Вот серьёзно тебе. Да? При этом, да. При этом фокус молодец, фокус топ, фокус всё. Эх, и главное, тебя не обвинить в расизме, потому что что-то торг, что-то торг, наверное, это… Да, да, да. Да. Жалко. Жалко, что Кэш как-то… Ну, вроде Блэйда окружил, вроде убил, вроде даже… На самом деле, если говорить о том, что я доволен тем, что приехал на турнир и окружил у фокуса Блэйда, то, несомненно, турнир для Кэша удался. Но что-то мне подсказывает, что Кэш туда ехал чуть-чуть за большим, чем просто окружить Блэйда у фокуса. И не поменять расу, и не поменять расу. Всегда есть, кстати, вариант выдернуть шнур у компьютера, у фокуса. Подойти тогда же на камеру. Далековато. Я помню, что на одном из ланов кто-то там ногой шнур выдёргивал. Да, да, да. Здесь можно тоже сыграть под дурачка такой, а я ничего не знаю, это не я. Ну так, ну вот же ты подошёл, вот же ты выдернул. Не-не-не-не-не-не-не, ребят, у вас камера не там, всё не так, это вообще на меня не похоже. Фокус между… Что ты знаешь о МТВ, кроме того, что там был Тейкер? Вообще, МТВ снова существует или Кэш решил просто, что сегодня я вот в плане МТВ? Нет, МТВ восстановили направление варкафтерское, там кроме Кэша ещё есть Хавк, насколько я помню. И наверняка ещё кто-то, Хандред, Киджи, который находится сейчас в чате и посещал разные турниры. Судя по интервью на стримфесте, каким-то образом умудрился внедрить наших игроков в немецкую организацию. Это очень здорово, то, что всё это дело развивается, причём развивается. Я так понимаю, что здесь очень большие призовые. Ну да, здесь 60к больше, чем… Очуметь, очуметь. Ну, давай, возвращайся, чего покажешь. Да, да, пора. Ну вот ещё чуть-чуть подрастут, ещё чуть-чуть подрастут, и вот здесь вот уже можно будет подумать. Пока что… Пока что недостаточно. Нет, я понимаю, что, конечно же, достаточно. Достаточно бы было и 55, возможно, даже 52. Но… Да, представь себе, в наше время там сказали, ну, такой турнир у вас будет проходить, там ещё десятка призовых. И ты такой, оп, чик, а я, пожалуй, в клубе останусь на ближайшие месяца три. До дома я не появлюсь. В общем, давай, по игре снова, снова, снова Хуманы. Тут попросили больше по игре. Больше по игре, хорошо. Меньше стартерских переживаний. Пока не о чем говорить. Ну, то есть, тут начало Найхуайлз, это выбор, скорее всего, ну, конечно, как проигравший выбирает эту карту. Но он же не играет в Эксп, насколько я помню. То есть, он просто бегает и харасит, и потом пушит. Бегает, харасит, пушит, бегает, харасит, пушит. Да, да, да. Хотя здесь есть, например, где отдельно покачаться без Архимага. Пока Архимаг бежит, отменяет всё подряд. Буровцы и буровцы. Логовые, логовые. Могут почистить, милиция может почистить ближайшие. А, кстати, в правом верхнем углу, верно подсказывает, таймер находится. У тебя сейчас сколько там показывают? 1.47, 1.48. Впереди на 20 секунд. Блин, надо сейчас опять попробовать. На этот раз тебе. Сделать стоп-старт. 2.11, 2.12. Давай попробую. 2.13, 15. А, я, чтобы чатик читать, я включил, да, 2.22, 2.23. Всё, 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 почти одинаково. Отлично. Ну вот смотри, бежит Архимаг просто в сторону орковской базы, незатейливо. А при этом, если ты посмотришь на мини-мапу, то... А куда он бежит, господи? Он хочет обмануть орка, чтобы тот ушёл, видимо, вправо, а сам идти харасить ему опять боролся на мейне. Наверное. Ну, то есть, это такой хитрый ход. Насколько я понимаю, у него нет других стартовых шаблонов. Как он прекрасно. Красиво, да. Очень красиво, да. Подвёл пиона, подвёл рабочего, чтобы элементаль даже не вызвался туда. А кэш, продуман кэш, на самом деле, молодец. Он элементаля вызывал туда внутрь, но пион не дал даже элементаля туда внутрь вызвать. Это очень круто. Слушай, но боролся он отменил всё равно. Да, аналитика от граби была примерно следующая. Нельзя так ставить два логова, которые не дают твоим грантам между этими логовами проходить. То есть, ты поставил два логова и разделил свою базу на две части. А, ну да. И гранты могут с одной стороны или с другой стороны. А вот тонкие футмены, они умеют перемещать. Блин, минус два футмена, ты видишь. Да, 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 лапка Архимаг помог добить своего футмена, но не повезло. Сам не добил. Но у Арка будут жесточайшие проблемы с лесом. К Т2, а у Хумана будут жесточайшие проблемы с лимитом. Не добивает опять Архимаг, смотри. Он замахнулся, но не сделал выстрел ещё. Такие косяки по микроконтролю. И надо сказать, что второй и на треть, третий Блэйдмастер, это сильно круче, чем почти второй Архимаг. Да. На такой контактной карте, на карте, где постоянно вы знаете, где ваш соперник, очень важно получить третьего Архимага. Вторые элементали, они бы очень много дали. Особенно они много бы дали на Т2, когда надо будет отменять строящиеся здания Орка. А здесь ты сделал так, что у Орка будет сильно меньше леса, эти здания будут сильно позже поставлены. Не сильно, но позже. Но при этом ты никак не сможешь их отменять. У тебя второй Архимаг, это первый элементали, а там уже много грантов, там СХ уже делается. И у тебя битый Архимаг. Да. А лечить ты в нельке, да? Здесь даже фонтанов нет. Но зато Орка, зато у Орка строится всего лишь одно здание пока что. И на второе даже близко пока нет. Вот сейчас уже почти есть дерево. Ну в общем, короче, это тоже попахивает провалом, если честно. Угу. На что здесь, как ты думаешь, как здесь можно поступить к Хуману? Пытаться получить быстро своих первых сорочек, престов и идти застраивать? Наоборот, я думаю, пассивно надо. Ну то есть кастеры, да, но надо как-то перетерпеть еще минут пять без агрессии, потому что в лобешник ты скорее всего проиграешь. Из-за разницы по уровню героев. Здесь очень важно будет, кто первый из своих кастеров получит. Хуманкастеров или Рейдера Спирит Волкеров повручит Орк. Вот интересно сейчас, если бы нам показали, что там Орка на базе, в какой стадии здания. Можно так. У Орка 31 лимит, при этом у него 2-3 гранта, 2 героя. Не заказал он еще ничего. Ну, скорее всего. Да, у него еще ничего не заказано. У него ни Спирит Волкера, ни Рейдера еще даже в заказе нет. А здесь уже делаются. Там сорочки, престы, 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 сорочки. Сахана на экспанде, там МК вышел. И... Не, надо тянуть, надо крепиться, тянуть. Выравнивать эту разницу по уровню героев. Никакого экспанда, естественно, ставить нельзя. Отсутствие магазина и вообще возможности лечения. Кэш очень плохую службу играет. Его присутствие на карте сводится только к тому, что ты архимагом и всем бегаешь рядом со своей базой. Не знаешь о том, что делает Орк. Где молоток-то? Блин, инвол прекрасно. Как же он поймал его? Да, 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 да. Там 15 секунд беспредела. Но может быть и хорошо, что он сейчас... С этим инволом он ничего не убьет, даже не близко. Ой, а вот так может убить. А вот так может убить, если молотка сейчас не будет. А здесь молоток будет. На-а-а-а. Только не надо окружать. Здесь же он может убить, убить может. Отбегай, отбегай, отбегай. И сейчас надо очень таймингово просветить. Так там же все еще будет висеть. Сбивай и просвещай. А-а-а, не побежал. Не побежал МКой, обидно. Он не догонял, к сожалению, МКой. Блин. Ладно, но было близко. Но опять же, это в прошлый раз тоже Блэйдмастера мы так аналогичного подрезали. Хорошо, что он большой инвол бы так вот сдал. Это радует. Это вот очень классно, да. Вот сейчас бы футмена не сдать. Ну и пофиг на этого футмена, и что. Мы сдали в начале четверых. Что сейчас нам за одного переживать? Третий левел Блэйдмастера. Варды. Поставил сразу на магазине. Не купил... А-а-а, надо свиточек, свиточек, свиточек. Не купил же орк, да, свиточек? Купил. Вон у Сухи он слева отображается. А-да. Купил, передал. Ну что, надо дальше терпеть. А куда ленты тут побежали? А, побежали, думал, что будет сражение на этом. Надо на Marketplace, наверное, выходить сейчас, конечно, по-фасту. Он на Мурлок пошел. Смотри, кстати, на соотношение лимитов только что было. 37 на 45. Это очень классно. А зачем кэш сюда лезет? Нет. Расскажи мне. Не знаю. Нет, ну нет в этом резона. Я говорю, на Marketplace надо идти. Какая разница, что там на территории врага берешь? Да надо хоть что-нибудь куда-нибудь идти, чтобы хоть что-нибудь крепить. Бесцельные беготня, бесцельные беготня. Он теряет время. Противник закрепил целиком, блин, точку эту с Мурлоками. Пока мы просто дошли, наконец-то, до зеленой точки внизу, из которой даже не падает экспириенс. Да. Сейчас при этом будет очень близко к 3-3 Орк. До Орка будет 3-3, а у нас будет 2-2. Достаточно печальное зрелище для всех, кто переживает. Можно попробовать сейчас оранжевую точку слева забрать на халявку. Вот это вот хорошая тема. Да, да, да. И телепорт есть, если что, поэтому можно рисковать. Хотя вот сейчас палец около магазина на глазу проходит мимо. Да. Ребята, они явно говорят о том, где находится армия. А почему Блэйд не побежал сразу сюда? А потому что фокус деревянный, он не смотрит на мини-карту. Вот серьезно, я это так часто замечал. Я иногда смотрю GSL, примерно каждые игры. И там ребята на мини-карте видят просто все. Они какие-то настолько мини-красные. Вот где-то пролетел медивак, чуть-чуть задел, все, он точно знает, куда медивак полетел. Ну вот среднее что-то вот топовое, типа, я даже не знаю, типа, кого ты сам все эти имена. Вы сами сами знаете эти имена. А фокус, он, нет, он не видел этих ребят. Если бы он видел, как те двое парней прошли мимо этой точки, он бы точно знал, где халявка. И точно бы его там поймал. Да. Но все равно у нас очень печально. У нас 3 на 2,5 на 3-3, при этом там есть свиток, а у нас есть двое когтей. Если сейчас фокус немножко подтупит, он не будет скорее... Ну хотя, черт его знает. Короче, нам нужно забрать пару точек на своей половине. Теперь, вот после того, как то же самое сделал фокус, забрать... Но, кажется, он все, он уже не отпускает. Нам еще... Да. При этом у кэша было 600 голды, он сейчас тратится под 0. У него в заказе, видимо, лимита 4. И он, видимо, какой-то грейд начал делать, потому что 600... А, он просто в этот список строчку поставил, чтобы там строились ребята. Он выходит из лимита очень грамотно. Грамотно, да, тайминг отличный. И менты тоже по отличному таймингу. И позиция вроде не такая плохая, как в прошлый раз. Только вот не нужно лезть вниз, пожалуйста. Ну да. Даже можно просто потихонечку выманивать, блин, этих мурлоков. Просто выманивать аккуратненько. Крипится, чтобы провоцировать Орка на атаку. Сейчас бы еще очень неплохо бы, чтобы был инвиз на сорочках отправить какого-нибудь из визного хута, чтобы он преследовал и знал, где армия. Фокус начинает потихоньку экспандиться на половине карты Хумана. У него два свитка, кстати. Он второй свиток перекупил еще что-нибудь. Ой-ой-ой. Да, выманивает мурлоков. Надеюсь, там... Но это хорошо, кстати. Вот эти мурлоки, это не минус кэшу. Они станут такой просвойкой между ним и армией кэша. Да. И экспрой получил. Смотри, куда в СТК побежал. Да, и Блэйдмастер тоже немножко увлекся, кажется. У него, конечно, есть инвул, но... Так, а где ополченцы? Ополченцы бегут. Сорочку справа подрезают. 62 на 50. Хороший лимит, хороший лимит. Ой, хорошо отконтроливает этот кодовый, смотри, слева. С паулбрекера спас. Почти. Ну, второго, да, второго, извините. Опять сорочка, опять лечение. Крит на 108. Свитки все еще есть. У Сехии еще есть маны на пару лечений. Сорочку, ну, почти отконтролил, опять же. Инвулл пошел у Блэйда. Никто не атакует СХ. То есть здесь какой должен быть размен? Понятное дело, кастеры на Грантов, спиритволкеры на СХ, это спиритбрейкеры на СХ, на спиритволкеры, да. Нет, отступил, окей. Да вроде хорошо. Он сражается просто через атаку. В этом, конечно, большая проблема. Давай, МК, МК, живи. Живи, дед, сражайся, живи, как мог. Как никто не мог до тебя никогда... Телепорт передать, блин, надо. Инвиз. Ты видел это, да? Это скилл. О, пи-ки-ть. Это называется скилл, а против скиллухи не попрешь. Выходи, фокус из игры. Стоп, а нейтралы кому помогают, ты видишь? Они то-то тому, то другому, кажется. И сейчас могут реально очень много дамага. Это же дикие нейтралы. Да, да. Смотри за диспейл рейдера. Ты видел, как диспейл рейдер умер от диспела? Да, ну, бывает такое. Бывает. Это просто показатель того, что все, фокус разваливается. Слушай, ну у нас лимита значительно меньше. Или это до заказа, или что? Это как это понять вообще? Да, это вообще странно. У нас было плюс 12, а стало не плюс 12. Мягко говоря, не плюс 12. Еще третий уровень надо получать. Вот это в гранд будет и второй-второй молоток. Но там магазин очень классно стоит. Да, есть третий, третий МК, но там четвертый уже, Блэйд, блин. Клэп. Клэп. Клэп, конечно, бафнули. Это очень здорово. А теперь смотри, у Кэша очень хорошая ситуация. У него освободился лимит ненужных милиций. Теперь он сможет без опки построить. Да, но если он выживет вообще здесь. Ну я хочу просто хоть что-то хорошее найти в этой ситуации. Какой клэп отвратительный, ты видел? Да, не очень хороший. Не будем называть его отвратительным. Можно было сделать хуже. Если постараться, можно было сделать хуже. А так он просто ниже среднего. Мана не хватает. Очень битый МК. А, МК, МК, МК. Куда полез? Молоток. У тебя же есть инвиз. Инвиз есть. Да инвиз же есть. Да нет маны на инвиз. Нет маны на инвиз. Ну да, вот это все. Оля. Но это, кстати, было гораздо ближе, чем это было в прошлой игре. Да, но Кэш не выходит из группы, он покидает турнир. Как ты должен держаться, если нет контроля? Базначально, нет контроля. Если он продолжит тренироваться и играть... Это же его первый такой голод, это первый его финал большой. Я думаю, с первой... На MTV он был. И с Хэппи хорошо сыграл 2-3 в первом туре плей-оффа. Ну, он говорил просто, что не уверен в своем мироре, не с кем тренироваться. Вот, и мы видим, что вынужденно... Да. Обидно, очень обидно. Я думаю, что в следующие турниры, когда Кэш наберется опыта, он отыграет гораздо лучше. Что-то мне подсказывает, что он способен сильно на большее, чем это. Ну, умри, умри, давай, умри. Отлично, все, смотри, сейчас мы... Камбэк? Камбэк, конечно. 23 на 43? Ну, у нас есть маленькая проблема, у нас никто не собирает золото. Без золота очень сложно выиграть в этой игре. Ну, там... Но, в принципе, возможно. С Хэп почти пятый. Да, у нас почти пятый архимаг. Там, кстати, можно... Сейчас же у фокуса при отступлении не осталось никаких нейтралов на своей территории. Но он не будет просто отступать. Он выкупает в таверне, идет к лавке. Там магазинчик есть у него, стратежный. Да, да. Знаешь, фокус за 12 лет своей игры научился строить магазинчики по карте. Да. Ну, это что-то, видишь. Он там, а мы здесь комментируем. Да, да, да. Мы не можем этот магазинчик построить, мы можем его только комментировать. В этом есть и плюсы, в этом есть и минусы. Нас никто не обвинит в 13 лет бревневодству. Да прекращай ты на фокуса гнать. Но он же хороший. Он же не специально такой. Но он же не лучше, конечно. Кэш же все равно. Ну, в данном конкретном случае, блин, он лучше, к сожалению. Ну, да, да, да. Обидно. 240 криты. Не сдается, конечно, молодец. Нереально. Вот мне интересно, кстати, еще вопрос, ничего ли не меняли в последних патчах относительно базового урона критов. То есть там вроде вернули, да, что... И все равно почему-то, все равно. Что, все равно больно или что? Нет, все равно все продолжают покупать эти когти, когда там есть перчатки скорости. Нет, подожди. Я уже смотрю. Уже вернули обратно, уже вернули обратно. Теперь криты множатся. Нет, они всегда покупали всех. Я тебе даже больше скажу, что даже если вернуть обратно, все равно перчатки скорости, они выгоднее. Нет, мы с тобой поспорить можем долго по этому поводу. Я не согласен. Ну, давай так. Давай сейчас досмотрим игру, и у нас будет с тобой отлично 10 минут для того, чтобы обсудить эту тему. Замечательно, мы этим займемся. Я согласен. ГГВП. Можем начинать, да? Да, давай аргумент. Аргумент очень простой. Скорость атаки, которая дается стандартно на протяжении всех с первого по десятого уровней, эти 15-й скорость атаки, они дают гораздо больше с повышением базового урона, который дает повышение левела героя. А относительно базового урона, эти плюс 6 атаки, чем выше герой, тем они меньше в процентарном отношении дают. И там очень долго ребята высчитывали, и на реддите была прикольная математическая основа, в которой было четко доказано, что первый и второй уровень Блэйдмастера важны. Да, так и есть. А третий, четвертый, пятый, пятый, шестой и так дальше, перчаточки сильнее роялят. Да, но ты упускаешь... Это если мы берем двух Блэйдмастеров в чистом поле, и они начинают друг друга бить без перерывов, без отступления. Нет, это не два Блэйдмастера в чистом поле. Это неважно. Это Блэйдмастер против бетонной стены, и кто больше выбьет урона за минуту. Это неважно. Смысл в том, что удары идут непрекращающиеся друг за дружкой. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это инкубаторские условия. В игре такое происходит крайне редко. И чаще всего между ударами, чаще всего в игре, происходит движение какое-нибудь. То есть удары не идут друг за дружкой. И чаще всего ты за кем-то бежишь, от кого ты убегаешь, сделал там два удара, отступил. Это первый аргумент. То есть если у тебя идут удары неподряд, соответственно, вот этого бонуса между 15% он не критичен. Вот ты сделал один удар, тебе нужно потратить время, подойти до человека, сделать второй удар. Уже как бы нет разницы, какая у тебя есть все перчатки или нет. С одной стороны, да, ты прав, действительно. С другой стороны, да. Не буду перебивать. Да, второй момент — это виндвок. Ну, то есть разовые удары, на которые перчатки скорости вообще не аффектят. То есть те вещи, которые происходят единоразовые, то есть и мощный удар. Ну, то есть вот виндвок раз, ударил, отступил. Поэтому мы в свое время сравнивали, собственно, серклетку, эти когти, перчатки. Старший брат особенно внимательно сравнивал перчатки и когти. И как раз выяснялось, что с увеличением левела и для Димы, и для Блэйда перчатки приоритетней, но в инкубаторских, к сожалению, условиях. Да, я понял тебя, о чем ты говоришь, но то, что ты говорил, что удары между собой имеют какой-то промежуток достаточно большой, да, это правда. И чем дальше от... Ну, короче, тебе важно в большей степени главное сражение. Когда, допустим, ты накидал сеточку на Демон Хантера, окружил его и начал пилить. Ну да. И вот тогда удары идут прямо. Когда Блэйд через атаку отправляется в битве, удары идут один за другим в большой битве. Да, возможно, в битве эффективнее. Ну да, да, да. Но к этому моменту проходит довольно большое количество времени, большое количество урона. То есть это надо смотреть, считать детально в каждой конкретной игре. Ну, возможно, переоценены некоторыми игроками. Так же, как были недооценены для определенных героев кольца. То есть я абсолютно согласен с тем, что у игроков, ввиду того, что есть примеры, ввиду того, что... Ну, то есть топовые так делают, значит, мне нужно делать так же, не задумываясь над тем, как оно на самом деле. И это как бы имеет такой лавианообразный характер. Некоторые артефакты абсолютно нет. Отсутствие критического мышления, да, оно приводит периодически таким вот... Ой, у тебя микрофон щелкает. Да, теперь он вернулся на свое место. Вот, ну да, в чем-то ты прав. Давайте, мы спросим, давай, как ты представляешь себе это интервью фокуса? О чем его спрашивают? Ты знаешь, с кем ты играл? Не, они определенно друг друга знают, потому что... Ну, я... На онлайн-турнирах... Да, там, там, говорит, наверное, там какой-то такой парень сидел, я с ним уже играл. Я вообще со многими играл, да, да. Он со всеми играл, учитывая, сколько он времени провел на онлайн-турнирах хотя бы. И то, что он присутствовал где-то на доброй трети международных турниров. Причем, да, фокус такой, он чем-то похож на какого-нибудь Зевса или Пойнта. Ну, только уровнем повыше. То есть, это человек, который во всех сериалах играет не главную роль, но где-то рядышком. И уже есть сериалы с Пойнтом? Пойнты туда проникли? Интересно, как у него дела. Да. Я тут видел в комментариях на нашем славном гудгейме, в нашей трансляции, был шпиль. И очень приятно. Да, спейл, спейл здесь очень часто. Не только спейл, зондекса наверняка ты тоже помнишь. Не помнишь зондекса? Нет, честно говоря, нет. Ну, Арктика, веселенький такой. Зондекс. Мне знакомы, но... Да ладно, вы точно знакомы лично. Точно просто. Ну, это все было настолько давно. Настолько давно. Ну ладно, давай поностальгируем напоследок. Расскажи что-нибудь. Расскажи, во-первых, чем ты сейчас занимаешься. Какие у тебя планы на будущее. Может, ты стримчанский запустишь. Микрофон только надо будет обновить. Рефорст опять же выходит. За сценой явно следишь. Да, честно говоря, за сценой слежу, но руки уже не те. Они как когда-то приросли к заднице. Когда-то была попытка их пересадить на обратное место. Понимаю. Вообще, очень сложно этими корявыми руками что-то ковырять. Я в какой-то момент, наверное, года три назад пытался запустить Warcraft, но это было очень сложно. Это было прям совсем. Там ты тыкаешь в юнитов, и они что-то вообще не то думают, делаются. А потом так все быстро. Ты когда смотришь какой-то стрим, ты думаешь, ну господи, ну боже мой. У тебя 60 лимита. Вот это халяву расконтролить. Ну ты туда тыкнул, туда тыкнул. А потом, когда ты садишься за это, думаешь, блин, ребят, давайте вот начнем, ну, например, с пяти лимита. Что у тебя был герой пяти лимитный. Вот давай сначала его расконтролим. И 60 лимита это уже слишком много. И 40 лимита много. Да я думаю, что сейчас даже 10 лимита это будет все равно за глаза. Поэтому, наверное, лучше даже и не садиться. Ну а чем ты занимаешься? Я в покер играю. В Петербурге прекрасная погода. Наверное, это два таких шикарных лета подряд. Я прошлое лето здесь провел, мы с семьей провели. А вот сейчас вот здесь вот, это очень классно. Если бы в Питере была такая погода в свое время, можно, наверное, было бы никуда не уезжать. А так получается, что вот у тебя два таких года, а потом пятилетка, зима наступила. Ходоки, ну и так далее, белые. И уже хочется другого чего-то. Но пока что просто наслаждаешься такой погодой, наслаждаешься таким временем. Как-то вот так вот. А когда ты в, ну, собственно, не в Питере, а в Таиланде, да? В Таиланде, правильно же я говорю? Я уже забыл. Ну, можешь просто называть Тай. Тай. Просто удобно очень. Там с интернетом как вообще? Что по трансляции? В зависимости от того, где ты находишься. В Бангкоке все шикарно. Я, например, жил на острове Самуи, и на острове с интернетом все несколько хуже. Там начали проводить оптоволокно, представляешься, в 2018-м, ладно. Но когда я спросил, а сколько вообще провести оптоволоконку, Тай замялся такой, сказал, ну, ты знаешь, здесь тащить вот от ближайшей дороги, а мы жили ближе к горам. Он такой что-то себе на калькуляторе считает, я думаю, ну, сейчас мне что-то выдаст. А потом он считает и считает, и считает, и считает. Ну, в общем, насчитал, по-моему, на 700 баксов, чтобы только провести оптоволокно до дома. Ну, и когда ты имеешь такие суммы, ты думаешь, что цивилизация пока еще... Она дошла, несомненно, дошла до Тайи. В чем-то Тайи в плане приятности времяпрепровождения цивилизованного не проигрывает Петербургу. Но вот именно в данном контексте островное местоположение мое, оно сильно проигрывало. Интернет был неплох, он не был хорош, он был неплох, я не знаю, сколько там, кстати. Наверное, 20 мегабит там было, 30 мегабит. Ну, понятно, в общем. Пинг-пинг там, конечно, никакой относительно питерского, но это лучше, чем было до этого. Но, правда, такая цена, что ты думаешь. Можно и на дискетках интернет попривозить с материка. Тебя-то как в Белгороде? Ты не скучаешь по большим городам? А мне не нужны люди и большие города. Все, ты избавился от этого? Да, ну, я периодически выбираюсь, то есть общаюсь с людьми. Выходим, и в офис у нас тут разработка идет, товарищи. Но это те люди, с которыми интересно общаться. А переезжать в большой город для того, чтобы с людьми общаться, это очень странно. В большинстве своем, если... Ну, они... А зачем? Они не очень интересны в большинстве. Вот. У меня замечательная семья. Родители тут под боком, брат, коты, люди, с которыми приятно общаться. Ты можешь сказать, что ты все больше и больше закрываешься в свою скорлупу? Конечно. Я осознанно это делаю. Более того, у нас... Гудгейм — это искусственно созданный мир, в котором, как ты видишь, весьма и весьма неплохо. Вот. Собирается комьюнити тоже близко по интересам. И... Ну, это круто, да. Это здорово. А с какими-то рандомными товарищами, особенно, которые с другими интересами... Зачем? Смотришь ли ты только Warcraft, или ты во что-то другое? Я... Конечно. Слушай, XCOM, посмотри, Long War. Там каратенечко. Можешь просто последний трай посмотреть, там всего 60 частей. Очень хорошо. Я видел, вчера ты с Соколиком играл? С Соколиком, да. Мы деградируем периодически в этот PUBG. А что это такое? Ну, это один из тех вопросов, в ответ на которые тебе лучше не знать. Потому что... Это что-то вроде вопроса, а что это за версия Warcraft, когда ты первый раз дотку увидел? Ну, это лучше не продолжать. Понтя спрашивает, с кем Миша в бойсе? Понтя сразу проявляет интерес к... А я фотографии тебе потом скину, Понтяш. Все в порядке. Шпиль говорит дуть на стриме, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Это Шпиль спрашивает, это не я. Не дуть? Не дуть. Можно я попытаюсь ответить? Попытайся. Шпиль. Майкер недавно рассказывал о том, что он не едет в большие города и не общается с неинтересными ему людьми, с вот этими вот, которые не шарят. Поэтому вряд ли, вряд ли такое случится. Спрашивают, как кэш сыграл? Не очень сыграл. Не очень кэш сыграл, 0-2. Ну, предполагали, что если будет свитч... То есть, еще в начале серии, когда увидели, что раса была изменена, это сразу пара не очень хороших сигналов. Вот это признание того, что ты реванш за орков взять не можешь. В общем, ожидаемый результат был. Смотри, тут три бьют к победе Теда. Запоминающаяся тема. А у нас что-то Тед когда-то выигрывал? В ЦГ же он выиграл в 2012, что ли, году. Серьезно? Да. Ох ты, Винни-Пут. Это единственный андет, который выиграл в ЦГ. Сейчас еще нарезку будет показывать, там кто-то выйдет из игры, там будет GoodGamer. Мы этот ВЦГ, я только сегодня заметил, сидели в игровой зоне и нас пускали в игры. Да, 2012. Слушай, смотри-ка. Вот он. Сейчас покажешь. Смотри, 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 смотри. Смотри. Гэгэн пишет и... И? Нет, подожди. Может, чуть позже. Я жду. Нет, нет, нет. Там должны быть подольше должны. Сейчас, подожди. Смотри, он с флагом приходит. Он с флагом пришел. Так, мы ждем все еще. Одно, что-то вправо. Он с флагом стоит, поедя вправо. Нет, в прошлый раз вроде дольше показывали. Сейчас посмотрим. В прошлый раз после этого он с флагом уходил влево. Пришел, постоял, ушел. Майкл с Люци, братья же. Это один и тот же человек. Ты узнал Люцифера светленького? Нет, я думал, что это его брат. Это Люцифера. Вот, и он ушел влево. Видишь, он ушел влево. Он ушел влево, да, все. Подожди. Все нормально. Пришел, постоял, ушел. Ну, все правильно сделал с флагом. Подожди, а это вот... Нет, не Люцифер. Это Люцифер. Это Люцифер. Ты посмотри на его цвет волос. Ну, что это за бред? Он еще в два раза плотнее стал. Нет, это я видел, что он засвинячился вообще что-то неимоверное. Кстати, вот когда я его видел в стрим, наверное, год назад, он наоборот начал свое обратное движение превращаясь в человека. А до этого, да, там такое было классное месиво на экране, что просто супер. Ловает, ловает. Говорит о том, что я в шоке от того, во что превратился в Люцифер, конечно, с 2019-го. Он в 2012-го. Я даже боюсь спрашивать, почему они вместе дают интервью. Это оба за альянс, оба китайца. Странно, что там третий азиат не присел к ним. Странно, что они еще за ручку не держатся, да? Не, ну это же корейская тема, че. Ты же был на этом, на... Господи, как он там был? С миллионом рублей призовой, куда приехали там все свиты, фовы и прочие. Нет. Смотри, вот здесь вот Лин явно похож, да, на human being. Нет, конечно же нет. Так, извини, да. Нет, Лин в этом плане... Что-то в этом есть, комментарии. Конечно, я не стал бы столь высказываться нетолерантно, как эта Европа испорченная. Вот, но у Лина чисто мимика, она более открытая такая. То есть он свободнее общается действительно. Ну, по интервью. Непонятно. Ну, тем более у него тянка миллионерша, поэтому он вообще уверен в собственной силе. Подожди, а что у него? Расскажи-ка мне, это очень интересно. Что у него случилось? Он смог себе на контроле тянку миллионершу? Да, у него жена, которая дочка какого-то мега богатого. Все, папик богатый есть. То есть получается, что Лин хорош как в Варкрафте, он так и... Я на жизни смог рассказать, вообще красавчик. Да, да, да. Нормально. Понимаете, говорит, я хочу быть девушкой тянки. Какой-то турнир был, где там, блин, за призовые... Знаешь, что на это можно ответить? Так. Сначала разберись со своим бойфрендом. Наверное. Коду файв, говорит Константин Зимин, но вроде нет. Как-то... Гамикс он назывался, Гамикс точно. Вот, был турнир Гамикс. И там как раз корейцы впервые массово приехали... Ну, учитывая то, что призовой там миллион рублей. Миллион рублей, да? Ну, тогда это был 2000 какой-нибудь, не знаю, там, 5-7 год. И курс доллара был типа 25-30 рублей. То есть это нормальные 30к долларов вполне. Вот они все приехали, сидели друг у дружки на коленках, обнимались. И тогда мы впервые увидели эту замечательную корейскую дружку. Настоящий варкаф, да? Да, мужской. Ну, у них это нормально. Причем ориентация у них стандартная, а вот... Мужской толерантный варкаф, да. 2007, говорит, год Медузы Бой. Тут помнит. Да. Смотри, ты видел Фоги там? Да, 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 конечно. Мы эту заставку, как ты, наверное, смотрим уже. В который раз. Так, а следующий матч у нас какой там будет? А там, по-моему, кто-то с кем-то играет. Должны быть, нет? Возможно, кстати, нет, я не знаю. Юмика против Флая. Да. Хантер уже отлетел вчера. Вот у меня два вопроса, конечно, очень прикольных возникает. Я, видимо, все-таки Хантера слышал. Это достаточно известное слово на английском. Оно означает охотник. Да. Ой, смотри, смотри. А, нет, подожди, это не тот момент. Извини, да, продолжай. Тогда не буду смотреть. Продолжай, 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 давай. А вот кто такой Ок? Ось, ось, ось. Странно, вроде... Ну, я тоже его не помнил, но... Это древний американец, который... Ну, как древний, не древний, как Слав или... Ну да, я тоже его не помню. Мне по твоим комментариям показалось, что он прямиком из Купчино приехал, и вот... По контролю он тоже из Купчино. Ну, это... Он же старенький тоже. Котов разводит, видишь? Котов он, вот, сейчас показывают прям, как он... Да, да, да. Здесь очень прикольный момент, когда он с гиппогрифов ловает. С гиппогрифов саживая Арчей вниз. Да, его, кстати, можно показать. Вот это вот классный момент. Вот, вот, прям, 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 прям сейчас будет. Топай, топай. Бах. Давай, давай еще раз. Я когда смотрел это, я, знаешь, я видел первую игру, которую Линк проиграл, мне так сразу, сразу. Но обидно стало, серьезно. Я прям был сам не свой. И тут Крит, и тут умирает Котог, и пишут вообще. И я понимаю, что, ну, блин, жизнь-то удавалась, все хорошо. То есть, это игра, не в которой ты настроил 18 юнитов? Первого левела, пошел через атаку и убил. Все-таки случается такое, что ты не убил. Вот этот момент. Арчи вниз, и вообще шикарно. Ну, вообще, он убивал без этого. Просто можно было тыкнуть гиппогрифами, два раза выстрелить. Ну, разве так это было красиво? Ну, это было бы, да, это была банальность вообще. Да. Никому не интересная. Это, знаешь, это называется ненужные понты. Ну, почему? Его нарезали, все, он молодец теперь. Ну, вообще, да, он, хотя он не особо не рисковал ничем так, в той ситуации. Не знаю. А здесь каждый раз разный приз, что ли? Когда-то просто Морн, когда-то... Да, когда-то табличка с надписью. Непонятно. В постороннем В. И вот еще... Был три типа... Короче, я увидел фоги, надписи Гудгейм я не увидел. А почему он должен был увидеть надпись Гудгейм? Ты мне обещал, что где-то будет Гудгейм. А, ну, слева-справа на сцене показывали после матча с... В общем, я тебе верю. Я тебе верю, ты так и знай. А что в этом году будет за приз? Неизвестно? Известно? Известно, неизвестно или неизвестно? Известно, известно, известно. Приз стоит прямо посередине сцены, прямо вот на протяжении всего турнира, который мы смотрим. И это автомобиль! И это тот же самый Ледяной Трон. Серьезно, кресло прямо подарят? Ну, маленькое только, маленькое. На него, типа, забраться надо еще наверх и сесть. Там места очень мало. Но как кубок хорошо. То есть кубок-кресло. Оригинально, прямо скажем. Знаешь, первый был меч, да, который Флай выиграл. Ну, это прикольно, да, меч. Такие, знаешь, дальше сидят такие, так, меч был, что нам нужно сделать? Так, какие есть варианты? Давайте сливу. Нет, слива херня. Давайте табличку! Все-таки, блин, табличка! Вообще супер! Отлично, отлично, сделаем табличку. Табличка лучше ничего нет. Вот сразу после меча идет табличка. А дальше, знаешь, у них была вот такая какая-то гора, или что это было? Вытянуто такое наверх. Ну, вот это как раз из... Помнишь, когда Артас поднимался в гору? Да. Чтобы сесть на Ледяной Трон и на себя надеть каску этого королеля лича? Вот это оно. То есть, если это заключить в стеклянный шарик и добавить туда снежинок, знаешь, его можно вот так вот сболтать и снежинок такие... Да, да, да. Это супер, это здорово. Это оно как раз. Это даже круче, чем табличка. Хотя, казалось бы, что может быть круче, чем табличка? Правильный ответ, только вот это вот. Вот оно стоит. Вот оно по центру стоит. Все, я его увидел. Да. Так, следующий матч, который у нас будет, это флай против Чеймика. Веселенький. Что это такое? Почему оно в шортах? Ну, там же тоже лето. Хорошо, а если он вышел в шортах, где супер паркурс или как-то... Сок там, да, на руке стоял? Или кто? Сок. Я видел, там кто-то выходил и показывал. Сок еще будет сегодня играть. Я думаю, что он... Ну, хотя в прошлый раз он не выходил на сцену и не понтовался. Поза прошлой, да. Ну, в общем, мы ждем. И... Ой, ой, ой. Настоящий орк. Да. Он прямо одет как настоящий орк. Он по-свойски еще кланяется с аудиторией именно китайской. Знает, как надо. Сейчас я посмотрю, Чеймика, Юмика, он тоже... Нет, он кореец, конечно. Кореец. Корея-Китай, альянс орк. Все, тут... Запомни четыре слова, да? РД. Корейки. То же самое, пап. Я попытаюсь, я не обещаю тебе, но вполне возможно, что... Как-то он не понтовался, он же кепку силой магии снимал. Кстати, да... Пока не начались игры, я... Вот здесь задают в чатике. У вас здесь явно своя очень крутая атмосфера. Как связаны шорты с паркуром? Вот вопрос из чатика просто. Как связаны шорты с паркуром? Я считаю необходимым ответить, что связаны напрямую. В шортах можно делать паркур. Мало того, паркур можно делать в шортах. Это уже та связь, которая говорит о том, что я был прав. Несомненно. Хорошо. Хорошо. Юмика, Юмика. Юмика хорош. Я видел Флая. Флай в средней своей форме. Я не видел Юмика. Насколько он был адекват. Юмика, Чеймика, это, кажется, два разных человека. Возможно, могу ошибаться. Но, кажется, Юмика... Хотя, черт его знает. Может, и один. Не, мне казалось, что он был Юмика, а потом стал Чеймика. Ты прав. Наверняка прав. Нас в любом случае чатик поправит, если что. Миле. Разные, говорит. Да ладно. Разные, да. Я сейчас залез на Ликипедию, и у него в альтернативных ид нету Юмика. Бывает. Юмика давно не видели. Спейл, говорит, разные. Что ж такое? Да, разные. А, his ID is homage to Юмико. Homage это, типа, он... Да, Юмика китайц, а Юмика кореец. Как бы ты перевел слово Homage? А я не знаю, как это пишется. Homage. Не знаю, даже близко. И вот трибьют что-нибудь такое, последовательное. Юмика в кастерах уже будет. Дань. Дань уважения. А-а-а. Дань уважения Юмика. С кем игра будет следующим императора? Ну, вроде как там скидывали... Еще, может, не факт, что... Что нет пассива. Нет, есть пассив, но просто нет результатов еще группы C и D. Но учитывая то, что Happy в группе D, скорее всего, он... Либо с B, либо с A. Да, либо с B, либо с A, поэтому... Хотя, может, A, B, C, D. Ну, в смысле, A с B, A, C с D. А может быть, A с C, A, B с D. B с D. В общем, очень все сложно. Очень сложно. Как ты думаешь, кого бы ты не хотел увидеть в сетке Happy? Тиаша. Кроме Тиаша. Тиаша, да? Видимо, Тиаша самый крутой. Ну, и по поводу 120-го немножко уже волнуюсь, потому что черт его знает этот андетовский мирор и этого психо-ненормального китайского с хорошим микро. Потому что его Moon с Happy в одну, в один ряд ставил по уровню игры и... Зачем нормальный? Я вообще, честно говоря, ни у кого не видел такого контроля, как у Happy. Вот особенно в IT, ни Umeca, ни... Фу, Umeca. Ни Тиаш, ни 120-й. Они при всей своей крутости, даже при всей крутости 120-го, который как бы топ-1 по микроконтролю считался до какого-то времени, даже он на меня такого впечатления не производил, как Happy. Happy безумно круто просто. Ну, эксперты в часике подсказывают... Две версии есть. 120 тяжелее Тиаша для Happy, и второй комментарий, который полной противоречии идет. Happy в мироре катнет любого. Собственно, у нас максимально полная картина о раскладе сил после этих двух комментариев. В принципе, другие комментарии не нужны. Да, уже все понятно. В принципе, можно игры тогда не смотреть. Все известно. На основе двух комментариев мы можем сделать прогноз о курсе доллара, да? На ближайшие лет восемь. Один на двоих катнет, как я предполагаю. Ну, понятно, да. Так, ну хорошо, давайте к игре. У нас только что была аналогичная тема с кэшем. Ну, по расам, по крайней мере. Будет возможность сравнить, проводить параллели. Хотя, может быть, лучше не вспоминать эти две игры. Я думаю, что лучше вспоминать неродную расу для кэша и родную расу для чайника. И пришло-то мне подсказывать, что Fly — агрессивный орк, да? Он такой, крепится, крепится — нет. Я покреплюсь на Хомане. В принципе, он так всегда играет. Да, наверное, да. Очень контактный, очень агрессивный. Блайда, опять же, любит. Хотя, в отличие от того же самого Лина, у него пробиваются форсиры иногда на картах. Но тоже не часто. Блайдмастер первый. Мне кажется, что они примерно одинаковы в плане форсира Блайдов. Я, наверное, думаю, что даже форсира, блин, почаще, да. Это фокус у нас. Половина игр своих форсиром играет. Но фокус, фокус. Мы про него сегодня уже рассказывали. А что эта карта вообще? Здесь что может сделать Хуман против такого монстра, как Fly? Играть в стандарт? Да, я думаю, что стандарт Fly посильнее. Что-то, что-то. Кажется, Fly на этой карте против... Я не помню, против кого он играл. А, скорее всего, они с Чайми как раз и играли. То есть это же реванш. И Чайми как выиграл Fly, да? Точно, 2-1, я помню. Но на этой карте Fly выиграл как раз через Виверн. Если помнишь, там был у него Блайд, СХ. И великолепный контроль, настолько великолепный, что он где-то минуты до десятой ни одного юнита не отдал. Поэтому... И более того, вспоминая эту серию дальше, Fly... Чаймика был неплох, да. Не-не-не-не-нет. Чаймика был плох. Fly ему отдал как минимум одну карту. То есть прям вот имея колоссальное преимущество, не помню, что это была за карта, но помню, что... Это было очень неприятно. Должно было быть 2-0. Ты, видимо, говоришь про Эхо, где у Fly было все лучше, а потом он отдавал Таурена, Форсира, Форсира, Таурена, когда они вразмерны шли. Вполне вероятно, да. Да, надо пересмотреть. Там было, да, преимущество у Fly, но не прям такое. Все-таки Форсир с Тауреном... А, не-не-нет. Это уже третья решающая игра была. В первой же тоже что-то было такое в пользу Fly. А, да-да-да. А вот третья, да. Там же реально было близко. Да, было преимущество, на мой взгляд, опять же, потому что там такое... Оп, добил. Добил, хорошо. Как не добил? Или добил. Орк, 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 орк. А он крепил вообще что-нибудь? И зажал, и зажал. Ух ты, Архимага. Рядом с костром, ты видел? Да. Интересно, как ты думаешь, что хвост у коня подпалился от костра? Да, да, точно. Да. И, скорее всего, добил, потому что количество экспы у Блэйда, посмотри, он только зеленую... Хотя на зеленый столько и дают, блин, на верхний. А, нет, на какой верхний, блин, что я несу? Это же он прибежал просто через всю карту, крепил ополченцами одновременно на севере Чаймика. Да. В общем, Fly убил одного тролля, из которого зарядный артефакт выпадает. И, по-моему, он купил серклетку. И получается, что и добил, и взял артефакт Архимаг, при этом Архимаг продал одну перчатку. Ему было две перчатки. А зачем ему две перчатки? Одну перчатку в карман, и одной перчаткой ты спокойно управляешь конем. Две перчатки здесь вообще не при делах. Ну, слоты пока свободны. Я просто не вижу смысла в продаже артефактов сейчас. Вот как раз для рейнджового героя перчатка скорости, она получше, потому что он чаще стреляет. Знаешь, мне кажется, что там есть дебаф к... Каждая следующая перчатка дает не 15% скорости атаки, а чуть меньше. То есть там нельзя... Ну, она 15 к базе дает. Она не 15 к новому, а 15 к базе. Такое есть. Да, 15 к базе. Ой-ой-ой, какая просветка. Какая вовремя просветка. Да, ну, даже в такой ситуации с битым конем как-то уже не подойдешь к этому огру, чтобы артефакт забрать. А сейчас Флай может прям двух добить. Ой, какой молодец. Более того, он и заберет эту точку, скорее всего. Ой, еще сеточка нано. Шикарно просто. Покриппился называется. Он четырех здесь может забрать? Да, он заберет четырех. Ну, скажем так, он заберет двух, а еще... Куда ты лезешь? Ой-ой-ой-ой. А зачем? Зачем? Зачем он туда полез? В общем, резюмируя все это, можно сказать, что очень круто покачались крипы. Крипы добили трех футменов и одного элементаря. Да. То есть, очень крутые крипы. Ой, ну все плохо у Чумика. У Чумика, да. Если сейчас Флай догадается построить первую виверну, а он, скорее всего, догадается построить первую виверну, то эта виверна таких дел наделает на базе. Там все битые футы, потому что футы покачались на... Так там футов патчей не осталось вроде. Там один футов, а эти... Рабочие, рабочие. Рабочие покачались на ребятах, на крипах, которые умеют отравлять. Отравление на рабочих, это такая штука, которая бесследно не проходит на юнитов, у которых 5 хп от рождения. В общем, виверна сюда прилетит, и здесь 4 минимума рабочих умрет. Тем временем выбивается артефакт, давая еще большой бутылек хп, или инвул. Инвул тоже хорошо, да. Шикарно, шикарно. Инвул даже, наверное, получше будет. Да, в определенных ситуациях, да. Ну что ж, это прям каточка Флай уверенно ведет ее к победе. Он, правда, не того убил тролля, из которого выпадает книжечка, но... А, видимо, он здесь ни из какого терния выпадает. Да, ну, если выбирать между троллями, из которого хоть какая-то книжечка выпадает, так что можно было и... Да, да, согласен. ...нормального убить. А так, Томов Экспириенс, все, все, мы его уже не видим, слава богу. А то... О, Томов Эксп, о, рандом. Безбаланс, безбаланс был. Согласен. 13 лет всего лишь прошло. Ой, какие 13, что я несу? 15, 16. 15, 16. Смотри, вылетел первый спирит волкер, и, значит, вылетела первая виверна, потому что не прибежал райдер. Нам это не показали. Смотри, смотри, справа. Вот синенькая точечка, да, справа. Это как раз та виверна. А я не видел вышки. С одной стороны, явно там ждут эту виверну, потому что был райфл, который внутри базы забегал. А ты уверен, что он прям внутри базы забегал? Ну, я видел, да, но он не готов. Странно. Та же самая карта, те же самые респы, та же самая стратегия, мы к виверне не готовы. Сейчас еще приста давай потеряем на тролле. Так, кстати, давай-давай-давай, давай. Хорош, молодец. Ну, можно выйти, в общем-то, сейчас уже. Ну, даже лучше, наверное, выйти, чтобы еще хуже ничего не случилось. Причем, знаешь, это можно быть не готовым к вивернам, да, на профессиональном уровне, но вот кто-то спрятал там бестиарии, построил виверны, ты к ним не готов. Но когда ты не готов к виверне, возникают некоторые вопросы, прямо скажем. Да. Ну, типа, ну, я не был готов к этой виверне, эта виверна решила мою судьбу. И она же сейчас там будет до тех пор, пока вышку не доделают. И после того, как вышку доделают, там же не все будет прикрыто, она же все равно будет летать. Да даже вышку эту доделать, там должен сейчас оставаться райфл, чтобы она там ничего не смогла... Ну, а райфл ушел, кстати. А райфл ушел. Виверна возвращается назад, кажись. То есть не почувствовал, да, что... Да, что ушел риф виверне. Странно. Сейчас попытаются добить... Ну, а даже не просвечивает, смотри. Ну, здесь можно растерять на сеточках. Виверна сверху там, кажется, минус райфл, спиритлинг, сорочка сначала влево, потом вправо, и вдруг она енот, в общем... А вдруг она енот. Непонятно. Ну... Warcraft прекрасная игра, да, была? Сорка стал енот. Сейчас надо идти крипиться, конечно, в больших огнях. Самое время. Не клеится вообще игра. Ена своего хорошего начинается. А зачем, зачем вообще? Какая логика, какая логика? А плай стоит и просто не понимает, почему. Да, вроде я крипджекнул, вроде минус три юнита, какого хрена, что он делает? Почему он крипится? Хекс, циклон, и артефакт поднимает... Не поднимает, Архмаг, блин, долгое время не поднимал, хотя мог... Аура хорошая, да. А теперь, кстати, на ауре можно отступить. Видишь, как все грамотно сделано? Ну, он просчитал этот момент просто. Да, что на ауре мы просто быстренько отступаем, и все у нас хорошо. Но все равно у флай все просто шикарно. Герои по уровню лучше, артефактов больше, лимита больше. Чаймика, тем не менее, ведет себя несколько неадекватно, на мой взгляд. Потому что, ну, какого хрена ты... Тебя здесь не должно быть, да. Отдает еще одну репла. Чем дальше ты от... Ну, а можно вылечить? Для чего тебе лечение данного ИСХ? А, он ждет третьего левела. Третьего, да, не хочет ману тратить, видимо. Ему чуть-чуть, буквально вот этого Огра, например, или вот этого Маутан Кинга маленького. Да, Огра, кстати, тоже неплохо троллит такой. Не-не-не, меня не убьешь. Ой, не до... Да что? Нет, сейчас... Он никак не может третий уровень получить. Не на Огре. Вот, принцип, наконец-то был убит. Третий уровень СХ. А третий уровень, да, третий уровень есть, можно сражаться. Но теперь уже не осталось. Да, да. Кадуэ, накорми, накорми. Ну, нет, не накормить, Кадуэ. В общем, какой-то этот Warcraft какой-то сегодня не такой. Я думал, что если все... Причем первая же игра у нас, самая первая игра на турнире была та самая игра Happy и Лина, и она была, ну, она была прекрасна. То есть там был супер топ уровень. Я думаю, сейчас весь турнир такой будет, это вообще ништяк. Можно будет прям посмотреть. Ну, это же Винера, Винера. Здесь, ну, хотя вот прошлый день, прошлый день, казалось бы, это был первый тур лозеров. А вспомни, какие там были классные игры. Да, да, да. Вот этот вот особенный человек из Купщина, ОК, который... Не, ну ладно, ну зачем ты? Ну, там же был еще Мун. Там же был еще... Да ка Мун тоже никакой. Он половину своих игр выиграл, потому что он Мун. Потому что он же Мун, его нельзя прийти убить. Он пойдет разводить и быстро делать. Да, да, что-нибудь такое. Невозможно же, это же Мун, он как бы, ну как. Ну, и поэтому... Ну, интересно зато было. Ну, зрелищно, кстати, да. Не каждая игра топовая, зрелищная. И не каждая днища игра с точки зрения микро и так далее не зрелищна. Ой, смотри, сейчас будет получать четвертый уровень Блэйд. Ну, надо же магазинчик отменить. Правильно, нельзя его отменять из винволка. Надо подождать, когда винволк спадет. Вот, и четвертый уровень. Супер. А так бы, может быть, из винволка бы и не получил. Кто его знает. Так. Так, так. Субимаска и там, и там, и МК повезло, и СХ повезло. Но по уровню, опять же, 3-3, 4-4. Опа, опа, опа. Минус инвол, что ли? А зачем? Подожди, он замахивался на молоток или просто там был удар? Да, я думаю, что он просто понимал, что он не уйдет отсюда без этого инвола. И чтобы не так сильно тратить хп, он сразу прожал. Ну, то есть, ему бы хп слили до единицы, он бы прожал этот инвол, а потом бы долго лечился. А так он побыстрее прибежит, побыстрее полечится. Тем более, что Хуман решил, что вот сейчас пора уже игру заканчивать. Ну, он вышел из лимита, у него вроде как свиток есть, артефакты. Не, 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 не. Хуман-то из лимита не вышел как раз. Хуман сидит в лимите. А, ой, сори, да. Какая-то логика у него должна быть. Это ровным счетом ничего не меняет. Неверно, нет, нет, нет. Но она очень долго жила. Она каким-то чудом в прошлом сражении, где пять рифлов было, подлетала еще, там что-то стреляла в кого-то. Так что МК достаточно битый, у него нет маны, от него мельчую, конечно, проблую. Причем бьет себя этот битый МК, как будто он реально бессмертен. Да, телепортирует Сайм, подрезается Грант, насъедает еще кодой одного рифла, и в результате 45 на 50. И теперь мы бежим просто арком крепить еще одну красную точку. Красную, да, с левым. Получать, пятый левел получать, и можно уже ставить экспанд, и еще 15 минут игры, и он выиграет. Мне очень нравится политика, как этих двух знаменитых ГСЛ-ных комментаторов зовут, я забыл. Брата Дейнаина и второго. Артосис Тейстер. Спасибо большое. Они мне замечательную фразу сказали о том, что «If you are ahead, get more ahead». Типа, если ты впереди, сделай так, чтобы ты был еще впереди. Не старайся игру закончить прямо здесь, а типа «сноубол». Это снежный ком. Так. Присловутый. Поэтому... Вот сейчас вот многие арки уровня чуть пониже. Они бы такие, «Ох, я выиграл». У меня я вышел из лимита, и надо идти снова убивать Хумана, потому что я выигрываю. Флай не такой. Флай будет методично наращивать свое преимущество. Вот он справа поставил экспант. Мне очень-очень нравится, как, кстати, показывают ребята в Warcraft. Здесь толковый опция, да. Ну, местами. Они показывают... Ну, это, конечно, сарказм его. Они не показывают, по сути дела, вообще ничего. Но там экспант у Флая поставил. Ну, а зачем его показывать? Мы же его видим там. Ну, это логично, да. И он прокликивает героев, смотри. Показывает артефакты у одного, у второго показал. А что там выпал за артефакты? Прочитай, пожалуйста. Я могу не прочитать. А, барабаны орков, понятно. С Кадоем уже не стакаются, насколько я помню, поэтому... Стакаются, это разные. Уже, уже пофиксили это в 31-м плаче. А это типа не Комантауэр? Да, это типа Кадоевская. Ох, выбирается Маутен Кинг. Такую, на, вышка тебе, клэп. Ну, кстати, вот эти вот... Эти клэпы... Да, очень больно. Очень больно. Здесь нельзя вообще сражаться уже, орк. Да, тебе нужно... А, хотя можно Блэйда... В смысле, МКУ убить. Но он инвизный, диспл и вышел. А там уже все красные. Гранты красные, рейдеры красные. Но у него еще на СХ еще баночка есть. У СХ, короче, еще есть похилять. А вот свитков уже нет. По-моему, до него даже и не было свитков. Здесь, в общем, смысл в том, что орк должен быстрее убивать юнитов, чем их теряет. А у него это пока что динамика не очень хороша. Прямо скажет. Хорошо. А, еще... Это знаешь, как по старинке, как... Ну, вот... Вот сражение арковское, когда ты должен сражаться широким фронтом в таком узком месте, мне очень напоминает старую добрую прискуску о том, как хантресок лишить бонуса их дамага от скока. Так, кто это предлагал вообще? Это Феня предлагал, мне очень понравилось. Но это шутка была, понятное дело, что Феня знал правильный ответ. Ну, в общем, знаешь, как их лишается и бонуса от скока в хантресок? Так, сражаться по одному? Сражаться по одному, ты абсолютно прав. Грамотно, да. Это... Ну, это в стиле Фени, да. Этот юмор мне всегда был близок, Феня молодец. Ну, что, мы почти пятый дожили до пятого. Мы почти правильно предугадали исход, что орк пойдет в красную точку, закрипит, но что-то... Подожди, нет, 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 Майкер, ты, похоже, все же не прав, потому что кодой отображается как одна аура, а эти барабанщики отображаются... У него свое отображение этой ауры барабанщиков. Да? Барабанщиков, да. Но сейчас на СХ была там вот прям другая аура, не кодойская. Вот видишь? Не достает. Не достает. А, все, все, все. Нет, все, теперь... Нет, все, все, все. Я не прав был. Я не прав был, и Флай был не прав. Это в последнем патче. Не прав, что не продал. Флай об этом не знает. Ну, может быть. Я не думаю, что он просто не дошел до магазина, проходя мимо своей базы с севера, поэтому, видимо, действительно он не в курсе изменений последнего патча. Ну, это, прямо скажем... Минус 200 долларов. Ну, в смысле, этих золотых. А то и минус... Сколько там за первое место? 30 тысяч. Ну, только слот он занимает. Пока что... Да ладно, да ладно! Ладно, его можно отсюда не выпустить. После анка у него не будет маны просто. А он отсюда его и не выпустит. Сюда надо бежать срочно с хой. И с телепортом живется. А, он видит просто, что в кодое, видимо, кто-то все еще переваривается и решил не вписываться за одного блейда. У меня еще трансляция остановилась. Да, у меня тоже остановилась. Тем временем, кстати, СХ 5 уровень, и это... Это очень хорошо. Это, кстати, у них интернета подлагивает, раз уж у нас синхронно так сейчас нормализовалось. Нет, все еще подлагивает. У меня 17.02 и вак. Ну, вот 17.08 уже. Там еще разок лаганет и вроде нормализуется. Ну, все еще у Флая преимущество хорошее в плане экспанда. И... Оно не все еще. Экспанд, наверное, вот только-только окупился. У меня сейчас 17.22. Да, отлично. 4 секунды, 3-4 секунды разница. МК инвизный идет вперед. 4 уровня опасный. Очень опасный. И лимит какой-то не внушает. О, а здесь так хорошо хуману можно встать. Вот между экспандом и этим лесом наверху, туда поставить МК. Только МК надо подлечить на полный. В принципе, он может это и сам начинать, раз уж достает Клэпом. Хотя Прист зачем-то вперед пошел. Да, эти Клэпы, это прям... Это прям совсем больно. А Клэп, кстати, его последствия дают такие же по ограничениям, по дебафам, как будто ты упал с Дирижабля. Понятное дело, что не так долго, но... Нет, нет. Дирижабль замедляет скорость перемещения сильно очень. Нет, там где-то 40-50% скорость перемещения атаки на втором уровне. А он просто, видимо, выглядит, да, как будто ты Дирижабль. Да, выглядит так же. Понятно. Ну что ж, на самом деле у Клэпа здесь очень уверен. Он еще с фермы специально делает, чтобы фронт был поменьше. Куда вот МК ушел, ну ё-моё! Здесь неким, здесь неким просто убивать такое количество Райфлменов. Нам бы еще показали хоть одного Райфлмена, какие у них грейды, потому что Райфлменов, как ты понимаешь, хорошо убивает Баблайдмастер, но он один, и у него есть другие задания. Ой, какой Клэп хороший, смотри. Ну там третье лечение просто вытаскивает Баблайдмастера и рабочих из... Да, да. Ну, в сражении на красной точке было самой большой ошибкой, наверное, в этой игре. Взял артефакт, мог спокойно отойти. Ну мог же спокойно отойти. Вот эта вот беготня вокруг Маатун Кинга, который уже там строил вышки, делал клэпы, уходил в инвиз. В инвизе уходил. Он бы и рад, чтобы его дальше бы так поокружали. Да, и там, кажется, ничего вообще Чаймика не потерял. Ну то есть, может быть, один-два юнита, но траты со стороны Флая были более серьезные. И при этом, кажется, у него на этот момент достраивался экспанд, насколько я помню. Да, да, да. Абсолютно прав. Ты абсолютно прав. Но вот эта игра должна очень большой звоночек для Флая прозвонить. Звоночек ему дать гол. Потому что не убивают просто героя Рейдера и Волкера, не убивают Райфлменов. И если Грейжин и Райфлмен, а я думаю, что они там один-два Грейда имели, если бы МК не умер, вот эти вот сколько там Райфлменов бы было, они бы разобрали бы все. То есть, эти ребята, которые очень сильно не заценены, возможно, именно поэтому Кэш пытался свою первую игру сыграть через Райфлов, но Граби, когда я смотрю его стримы, он достаточно часто сталкивается с Фуманом, который играет в чистых даже Райфлменов. И получается очень жестко. То есть, там вроде бы казалось, да, там какой-нибудь Паладин Райфлмена, МК Райфлмена. Да, это не стратегия из прошлого. Я слышал, да, не видел. Единственное, что уверенность с ними хорошо сражается, это Грейжи, но и Гранты со Спирит Линком. И если Грантов сильно меньше, а Райфлмена без кастеров строится достаточно быстро и достаточно много, они очень быстро все вырезают. Не умри там МК, все бы было несколько по-другому. И я думаю, что если Юмика Чемика сейчас попытается сыграть еще раз в Райфлменов, более акцентированно, как-то более грейдованно, что ли, более агрессивно и не проиграет первую половину игры, кстати, так, что можно вообще бояться, то все у него должно быть достаточно неплохо. То есть, он увидел, что Грантов там нет, что Флайна в Грантов особую ставку не делает, что не знает, какие юниты контрят Райфлменов. Можно попробовать еще раз сыграть. Главное не проиграть одной Виверне. Виверна, конечно, была неожиданно. Вот Спейл подсказывает, что с Райфлами отлично сражается Лаймерский бейстрейд, что тоже резонно те же. Они же... С Лаймерским бейстрейдом очень прекрасно сражается Слоу, молоток и так далее. Ну, видимо, речь идет о как раз большом количестве Райфлов, о котором ты говоришь, где небольшое количество кастеров, и главный акцент сделан на медленных и плохо убивающих изданий Райфлов. Хотя не надо издать... А, хотя там есть бетон на Т2, да? Кто бы дал мне бетон на Т2 в 2006, 2005, 2004 году? Ты знаешь, как бы я был рад? Да и шипы тоже. Ты же видел последние шипы? Т2, да, 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 да. Там Гуля укусила Бурубса и может идти уже лечиться на базу. А второй раз укусила и уже Гулинет. Это прекрасно, я считаю. Это правильнее. Я напомню, кстати, что когда-то у Орков вышки с бетоном давались без дополнительного грейда. Да, да. Где-то приблизительно в районе всего Рока и первых двух лет ТФТ, если мне память не изменяет. А потом еще прибегал МК и кидал молоток в эту вышку. И было вообще шикарно. Ну да, было, ну ладно, неважно. Эх, какие времена были, да, не то, что сейчас. Сейчас-то, конечно, все не то, что тогда. Да, и что еще? И сейчас мы, кстати, моя нелюбимая карта вот вообще. Почему Блэйдмастера берешь, там, собираешь артефакты и все. А к тебе кто-то прибегает и все. Наверное, мне она не нравилась из-за того, что очень близко бежать до вражеских экспандов. Близко? Ну, представь себе, что сейчас Чимико надо добежать до арковского экспанда. И убежать минуты, наверное, две. Не-не-не, я не прочитал сарказм в очередной раз от тебя. Конечно, конечно, это... А, все. Извини, пожалуйста, я как воркер перестал с понимать. И я всегда любил поставить экспанд где-нибудь вот там вот, где... И за счет экспанда. И бегать. И бегать, и бегать, и долго бегать. А здесь как-то и до вражеской базы бежать дольше, чем ебут от твоего экспанда и ничего не поделать с этим. Отличный комментарий от Лэйст Эйнджелса. Мне шеф как-то попросил поставить версию вариков, в которой, цитата, гном может кидать молоток в здание. Обычный день с админа. Может быть, твой шеф смотрит стримы, потому что у него весьма конкретный запрос. Он явно хочет какую-нибудь версию 1.06. Шефу привет передавай. Да-да-да. Во-первых, шефу привет, а во-вторых, если бы шеф еще добавил, но если ты понимаешь о чем я, то можно было продолжать это вечно. Ой, смотри, как тебе такой первый герой? Ты узнаешь его? А, да-да-да. Нам ММК показывают с самого начала, но, ну да, на ТС можно его прокачать. Это стандартный стандарт. Не, вообще не стандартный стандарт. Противорка это вообще не стандарт. Но... Может быть, вот герой... Да. Может быть, это просто левелинг, игра разума, и он пытался предугадать Форсира, и предугадывая Форсира, решил, что давай-ка я сыграю в МК. А зачем ФС на Теренасе? Ну, на Теренасе можно, например, хорошо забудить быстреньких Виверн, потому что Вивернам здесь сильно ближе лететь до вражеской базы, чем... Можно попытаться быстренько чайник вейв качнуть, потому что есть тоже, где качаться и первому, и второму герою. Можно попытаться... Да можно чего сфорсировать? Ну, наверняка возможностей много, просто я ни разу не видел на турнире именно на Теренасе. То есть, орки повально здесь берут Блайда из-за типа артефактов, что он тут выбивает, бегает. Вполне вероятно, это еще одна. Ой-ой-ой, сейчас смотри, Флай должен отманивать. Отманивай, отманивай, выманивай. Молодец, Флай. Вот прям не подсказал бы, я вам не догадался. И теперь... Ой, какой артефакт! Это на удивление, наверное, самый лучший момент, когда этот артефакт решает прям... Я чуть-чуть, я чуть-чуть, позади, да, но артефакт реально зарешал. Возможно, кстати, он его раньше времени использовал. Да-да-да. можно же... О-о-о, молоточек. Ну и что, похарасил? Куд, что ты делаешь еще? Сейчас до тебя дойдет этот удар. Зачем? Да, это было хорошо. Ой-ой-ой-ой. И минус грант. Слушай, ну начало просто вешайся. А не все, молодцы, да, слушай, здесь нужна виверна. Не слушай, а просто здесь нужна та вот эта вот виверна самая пресловутая, которая... Да. Ну, смотри, здесь еще есть лагерь наемников, поэтому берсерк покупается, от виверны проще отбивается. Здесь еще есть убей блейдмастер, вот скорее всего от того, что нам показывали кастеры, что здесь есть высасывалка маны, просветка и молоток. То есть, если бы сейчас высосать ману молотком от дубасить блейдмастера, у него была мана. А, в смысле, может быть, да, может быть. Ну, в общем, Чумика здесь прямо, прямо таки хорошо впереди. Хотя ничего сверхъестественного, казалось бы, то он не сделал. Взял одну точку, пошел, поставил базу. Все стандартно с Маутон Кингом с парой мерков. Этот врыв блейда, конечно, был дикий. Когда он выходит из виндвока, у него там 200-150 хп для того, чтобы попытаться добить хотя бы одного тролля. Не добивает тролля еще. Да, да, и рискует еще. Это называется не добил тролля, зато потерял гранта. Да. Так, Маутон Кинг может много высасывать. А почему здесь 4? Почему здесь 4 этих? А тут же карту меняли несколько раз. Да, здесь их теперь не трое, а четверо. И кажется, Аркмак уже перестал кидать полимор в бесячий по проходящим мимо юнитам. То есть, что-то делали они там. Оп! Сейчас, да, сейчас неплохо нарезает. А, кстати, еще такое чувство, что побафнули несколько кристалл орб, изменили ему. Он несколько, по-моему, быстрее перезаряжает. Цель, мне кажется. Мне тоже показалось, что КД уменьшили. Но я не помню этого в патч. Ой, убегай! Ой, убегай! А как ты убежишь? А, блин, а почему МК-то туда... А, там глухая застройка. А он не может выйти отсюда просто. Это гениально. Это лучше, чем гениально. Ну, помнишь? Ой, только пристань и подставляй! Пристань и подставь! Мы же видели, что при помощи Ламбер Мила и нычки там на нижней базе тоже на этом турнире не помню, кто играл, но был как раз вот точно поставлен этот Ламбер Мил, что ты приходишь туда харасить и все, я ничего не можешь сделать. Это очень хорошо. И все, МК-то там застрял, надолго застрял. Он же не может... Мне знаешь, что казалось, что вот именно когда на нижней точке поставили, там можно было веселый трик сделать, подвести туда гранта. Да, и запрыгнуть внутрь. Ну а как туда все равно выбираться-то потом на дистанции как... О-о-о, смотри! О-о-о! Крипится СХ. Как же он... О-о-о! Все желание пропадает. Сейчас и СХ может... А, нет, там у него большой... О-о-о! Какое унижение! О-о-о! Это жесть какая! Сейчас еще Блэйдмайстер не выйдет с базы. Вот после этого можно выходить уже, да. Можно сразу выходить. Если даже Виверна не спасет Тайни, да. Представляешь, что я тебя сейчас кирками допинаю, да. Это такое унижение. Да ладно. Да ладно, два хита. Ты рабочий просто с руки! Он перенацелил магическую вышку и просто с руки добил. О-о-о! Я... Слевую стоп-старт, а ты мне скажешь... 7, 16, 7, 17, 18. 19, 20. У меня 25. Все, ну, хорошо, да. По крайней мере, ты не позади будешь. Окей. Короче, ну, надо отдать должную Флайу, то есть он пытается еще сказать о том, что нет, нет, нет. У меня суммарно герои 2 плюс 1 это 3, а у тебя 4. Я отстаю всего лишь на 1 левел. Да. Если так суммарно посмотреть. И все у меня неплохо. А Чаймика красавчик, он не задерживался на своем экспанде, побежал, прокрепил одну точку, потом сразу по таймингу пошел в Саху. То есть это понятно, что Саха выходит, он либо в мегаагрессию идет, но не в данной ситуации, либо идет там получать на второй, третий крипится. Ну, это правда, скажем, совсем нестандартно бежать, мешать Маутин Кингом крипится с Шаттл Хантеру. Хотя, наверное, ты знаешь, если бы Блэдмастер не был бы там в этой западне, может быть, он бы и не побежал. Да. Если бы он был третий, если бы он был здоровый, то с первым хексом. И на другой карте, и не с этим соперником. Да, и не против этого героя. Ну, теоретически мог. Вот. И получается, что у Саха просто, просто, просто весь крипинг ему обломали. Причем так, ультимативно, Матун Кинг в этом плане чем-то на Варден походит из прошлой карты. Да, да, да. То есть, приходит, два каста делает, и все уже меняется. Все замедленные, все бедные. И вроде ты кого-то крипил, да, а тут пришли и покрепились на тебе. Да. Кардинально. Очень быстро меняется все. Смотрите, сколько лет? 13 армора. 13 плюс 6, почти двадцатка армора. Двадцатка. Господи. Хорош, хорош. Близарды, спасибо вам за эти плюс 1, плюс 1, плюс 1. Теперь никто эти кольца не продает. Правда, непонятно зачем. Ой, крипджек, смотри какой. Влетает, влетает. Вжух, вжух. Ну, здесь, здесь не рано. Светку на того, на другого. Погиб смертью храбрых один из троллей. И, кстати, между прочим, крипджек это очень хорошо. Здесь вопрос, во что пойдет Чимика? В грифонов ли, либо в агрессию на Тер-2? Как ты думаешь? Судя по тому, что у него голды столько, а леса... Нет, смотри, лес есть. А он и купил... Скорее всего, Т-2, мне кажется. Ну, он видел, во-первых, экспант, понимает, что у него окно не такое большое по времени. Ему бы что-то более агрессивное выбрать. То есть, если реально выбор между... Но, с другой стороны, он видел много грантов, достаточно немало спиритволкеров и рейдеров. То есть, по сути дела, к агрессии на Т-2 флай готов чуть больше. Нет, подходят райфлмены, и это как раз та самая агрессия на Т-2. Добьет? Добил. На тебе молоточек. Что за... Зачем... А, ну, хотя, да, окружать для того, чтобы хотя бы потратил ВВ. Просветка, не знаю, там была, не была в магазине, мог, не мог купить. Но при этом, если сейчас получат 4-4 в ближайшем времени... Ну, еще и остались пара-тройка точек, на которых реально можно еще... Прямо, скажем, совсем остались. Это прям... А у Чимика нету такого лимита, чтобы он прям опережал... Ну, то есть, он вышел, да, сейчас под 60, у меня 58, сейчас он у тебя 58 выйдет, но у него уже нет этой банка голды в 1000, и флай в стандартные свои 50 вышел, и готовится выходить и в 60, и в 70. Куда сейчас флай лезет, скажи, пожалуйста? Вот где вот эта вот логика арковская? У тебя только что достроился экспан? Ты вроде как должен крепиться, куда ты лезешь на экспант вражеский, под вышками, под всем. А у тебя сейчас сколько времени? У меня сейчас 11.00, и он даже близко не будет. он выходил на мост 15 секунд назад, то есть, он увидел армию в Чимика и пошел налево. Ну, видимо, он хотел... Подрезать, можешь сказать, вот просто? Не, я думаю, что просто развести на ТП, чтобы тот ТП и на свитке отступить, а самому... Ну, главное, чтобы Хуман не шел к тебе сейчас на экспан. То есть, он по таймингу думал о том, что сейчас Хуман будет давить твой эксп, я не смогу защититься у Хумана больше. Поэтому мы попытаемся разменяться ТП на ТП, или я попытаюсь отступить, но он не сражаться, то есть, выиграет время. мне сейчас важно, чтобы мою... Полторы тысячи голды, ты видишь, Уфая? Да, это очень опасная игра. Во-первых, футмены идут харасить его экспант. Во-вторых, не факт, что у него будет достаточное количество времени для того, чтобы отстроить этот лимит 70. Это даже близко не будет этого времени. То есть, вот сейчас вот... Причем он бегал Блэйдмастером рядом с лимитом Хумана. Он видит выход. Он понимает, что его ждет. И, тем не менее, он не торгует... вампиризм ему выпал. Это серьезный вред. Отлично спаслись два фута. Два косаря у него на руках сейчас только что было. Он все еще сидит на лимите 50. А представляешь, Чимико бы сейчас рассказывал, что у Флай 50 лимит, и он сидит с двумя косарями. С какой бы скоростью он нажал бы на педаль вперед. Да, да. Но каким-то удивительным образом чувствует вообще Флай. Флай вообще, да. А я не понимаю, разница между полторы тысячи и двумя тысячами. Я понимаю, что это разница в 500, как ни странно. Это мне понятно. Но для чего ты на этом сидишь? То есть эти 500... Ну, короче, мне этого непонятно. И он, видишь, он не успевает выйти в эти 70, в которых есть у Чимико. У него в заказе там три... У него, скорее всего, да, у него очередь есть. Три по три, это девять. И ты сражаешься 74 против 557, наверное. Шредера взял. У меня еще были проблемы с лесом. Ну, вот сейчас будет, похоже, близко к финальному сражению. Ну, то есть они могут, конечно, разбиться, разбежаться. Подставляет, смотри, иллюзию, но никак не вообще не провоцируется Маутен Кинг пятый. Не верю. Так, ну и все. Маловато, кстати. Для 75 лимита маловато юнита у Хумана. У него слишком много рабочих. Какой Близзард влетает зато с Клэпом. Шикарно. Но ловит коня. Пошла забава. Тык в коня. И конь сейчас будет мертв. Он должен быть мертв. Вот конь мертв. А у коня... Подожди, секунду. Там у него был ТП, вроде как, нет? У него анк. А, анк у него. Блин, как же не хочется рядом с этим МКой вообще находиться. Ёпперы, СТ, ты видишь? Пятый левел. Разоплотняет все. Просто все, что видит. Тем временем там наверху Спирит Волкер добивает одного райфла. Был шанс добить другого райфла, да. МК вытаскивает эту игру. И у него еще есть маны еще на один Хлэп. А еще одного Хлэпа не переживет. Орк. Но с другой стороны, Орк и Шредер, смотри, нарезай там рабочих методичных. Ой-ой-ой-ой. Блин, такая боль. Это, наверное, лучшая роль для Шредера. Орка еж... Ой, какой Квэп. Это страшно. Это совсем страшно. И маны нет, чтобы отличиться. Вот только в магазин бежит Ацха. Ёлки-палки. Скай мог вытащить эту игру. Но... Ты знаешь, мне даже кажется, что он контроль делал. Юмико очень хорошо расконтролил эту игру. Так Скай уже лет 6 не играет. А, ладно. Скай сказал, а не флай. Ну ладно, все равно на треть ты прав. В любом случае, СХ падает, блин, ГГ. Здесь... Да. Ну да. Здесь, скорее всего, не в тех полтора или две тысячи голда. И не в том, что он не успел выйти, а просто... Чемико переконтролил. Переконтролил? Да. Может быть, может быть... Этот слэп, этот клэп меня просто... Он... А непонятно, что с ним делать. То есть ты не можешь милишной армией внезапно оказаться там, где тебе нужно. Ну, ты должен стараться забежать туда. Ты должен... У него в предыдущей игре хорошо получалось не около красного большого игра, а в итоге все равно хорошо получалось забегать райфами в райфлов своими. Либо кодоем сжирать, либо грантами забегать в кастеров рейдерами. То есть он как-то это делал. По сути дела, ты должен смешаться с своей милишной армией, ты все равно должен смешиваться с райфлами-кастерами, потому что визард-квэп, он разуплотнит все. Да. А представляешь... По крайней мере, во второй игре поражение вроде как закономерно после такого крайне неудачного начала. Да. А представляешь, там бы еще были не райфлмены какие-нибудь, а спиритволкеры с большим количеством 40. Спирит... 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 Спиритбрекеры. Спиритбрекеры с большим количеством 40, чтобы это все было еще под слоу, чтобы еще спиритбрекеры не получали от Близзарда и Клэпа, а Клэпа не получали. Просто от Близзарда. Я не знаю, почему они... Почему хуманы... Они наверняка пробовали играть с двух арканок, чисто из двух арканок против орка, но почему-то перешли в рифлов. То ли из-за нехватки ДПСа, то ли еще по каким-то причинам. Но наверняка, наверняка они пробовали такие вещи делать. Ну, я понимаю, что связка Клэп Близзард с Брякерами это классика, и против Альфа до сих пор работает хорошо. Да, да. Я на секундочку пойду немножко себе чаек наливаю. Давай, давай. Возвращайся. Да, друзья, такая серия немножко неожиданная, потому что ну, потому что вроде как на первой карте должен был... А, стоп, подождите, у нас получается... У нас 1-1 получается, да, ведь? Я что-то совсем... Первый же кто выиграл? Хумен выиграл. И второй выиграл Хумен. Как так? Чего они играют? Почему они играют? Да я понял, что 1-1. Но... Я пытаюсь вспомнить... А, он МК потерял на экспанде. Все, извините. Я совсем уже заслушался РД. Непривычно, конечно, в другом стиле комментировать. Но, тем не менее... Да, первые МК убили. Точно, точно, точно. 1-1. Лисориус подписан 6 месяцев. Йойка, здравствуй. Интересного чела позвал. Это олдскул, понимаете? Это... Питерская школа, это Орг. Орг Денис. Почти пятая панда, да, надо спросить, что такое почти пятая панда у него. РД тебя подавляет. Я специальный, я сто лет его не слышал, друзья. Надо же РД послушать. Майкеры, вы каждый день слышите РД, хоть и непривычно, но... это... это... это олдскул. Стасек, привет. Никита им говорит, спасибо, Михаил, что пригласил РД. Приятно слушать аналитику от Орга. Вот, вот. Привычка, конечно, слушать Михаила одного, она присутствует. Я читал там некоторые негативные, но, друзья, это... РД старается и хорошо получается. Для человека, который не комментирует постоянно, очень даже, очень даже хорошо. Так, Эхо Айлс. Опять МК, наверное, будет, да? Там Блэйдмастер, а здесь у нас... Нет, Архмак. На удивление, да? Казалось бы, на ТС мы берем Маутон Кинга, а здесь... А здесь мы... Мы играем в Айэма. Посмотрим. Так, а последний матч будет вообще диким. Там будет Лин против Сока за выход из группы. Это группа Хэппи. Ну, и официально теперь можно назвать так, потому что Хэппи там как так вышло, что Чимика не забанил Эхо. Наверное, по той же, блин, спейл причине, почему... почему... блин... Инфи выбрал Теренас против Ла Лайта. То есть, такие вещи нам со стороны крайне сложно оценить. Что есть логика, а есть их... их практика, их мысли. Ну, есть наша логика, так скажем. Не, я не знаю, как, к сожалению, Напс поживает. Надеюсь, что у нее все нормально, все хорошо. Ох! Побежали. Рахмак у нас... Скорее сюда. Скорее сюда. Он просто пытается избежать контакта с Блэйдмастером, бежит сразу Мурлоков мелких крипить. Максимально старается разнести точки крипинга. Где-то ополченцы воюют, где-то Архмак воюет. Но вот сейчас в центре, в центре Грунцер спалил. Не знаю, почему тогда Блэйд не бежит-то. А, нет, там нет Грунцера, вот поэтому и не спалил. Да, разминулись немножко, но разминулись. Блэйд пошел искать мага на Мурлоках справа, потом пошел возвращаться на Мурлоках слева, в результате здесь все будет уже закреплено. Да, я снова здравствуйте с вами. Такое чувство, что Блэйд первый раз видит, что такое вообще возможно, чтобы Архимак крипился в одном месте. Да, это невероятно. Но они там разминулись, на самом деле, по центру, и он должен был типа замечать, если бы Архмак с футменами пробегал. И он не добил, боже мой, он еще и не добил. А, ты чуть-чуть впереди. Господи, это такое унижение. Ты сейчас увидишь. Сейчас, 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 я попробую догнать. Да, не добил, и Артефакт не взял, и... И еще не добил, и еще не добил. А, Грант еще сеточка. Он мог добить большого синего парня, он мог добить двух элементалей, а так он не добил никого, у него начало первого уровня, а там у Архимак уже третий. Это просто удаляй. Да, крайне неудачно. Зато он зашел в магазин и купил себе серклетку. Но это плюс. Если смотреть вообще, что есть плюсового, это, да, это несомненно плюс. Все-таки вы решил элема добить? Потому что виндок заканчивался. третий уровень архимага и это отмена. Так надо просто бежать на мейн, получается. Маны есть на элементале. Тыкать прямо в мейн можно, даже уже не отменяющиеся, не отменяющиеся здания отменять, а просто в мейн сразу тыкать. Я не знаю, что здесь сделать с орку. У него очень туманные перспективы в этой игре. Ему не дадут построить здания, вот не дадут и все. Орк мага еще сапожек есть в инвентаре. А еще там битый BM и здесь просто отменяют. Здесь даже не здание отменяют, здесь сейчас отменят. А хватит ли ДПС ему, чтобы отменить? Если еще пару тычек сделает элементарь, то хватит. Он как раз пытался, да, он его подконтроливал специально, чтобы гранты не нанесли пару лишних ударов. Грамотно. И эти пары лишних ударов, пары лишних ударов, кстати, да, 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 на 30. Он успел, кстати, заказать Саху до того, как Боро был разрушен. Саху-то он успел заказать сильно заранее до этого. Но с другой стороны, ты знаешь, он баров, этот логов это восстановит, не очень сложно это восстановить, а вот уже строящиеся здания он уже не отменит. Здесь такой интересный вопрос, не стоило ли ему подождать и отменять здания строящиеся. Да. Здесь бабушка на двое сказала. На двое. Но с другой стороны выходит МК. Да, будем крепиться потихонечку. А он не будет крепиться, он не должен крепиться. Пойдет сразу, ты думаешь, с МКой? Конечно, я думаю, что он сразу должен идти, либо сразу забирать какие-нибудь очень жирные точки, либо сразу ставить экспанд. Экспанд? Ох, ладно, хорошо, посмотрим. А для чего он еще третьего лентоля качал, точнее Архемада? Третьего лентоля? Чтобы отменить одно логово? Ну, естественно, он рассчитывал на больше, но вот сейчас у него выбор, либо он реально идет, мне кажется, он на marketplace просто пойдет. То есть, это совмещение агрессии с крибингом. Вроде артефакт хороший, корку поближе. Корка. Корка. А, нифига себе, вот это мисс ридинг такой небольшой, потому что... А нет, это называется крипджек, причем смотри, какой это такой хороший крипджек, он прям с ментами поймал его на криппинге. Если бы ментов не было, то бы не закрипил, наверное. О, он прям хочет Блайда убить. Да ладно. 13 хитов, там ополченцы... Блин, как же близко. А, понятненько. То есть он, как ты и сказал, в атаку. Реализует своего третьего. Даже, даже, даже максимально вкидывается в эту агрессию, вкладывается. А почему нет? Карта дуэльная, цеха не прокачан, Блэйдмэр... Берсерк, вот этот Берсерк, он важен, просто критически важен. Он тут половину ДПСа дает, кроме Блэйда. Больше некому стрелять по этим вышкам издалека. Но выжил, это хорошо. Да все равно, вроде там вышки грейдятся в процессе, и... У Флай еще саплай блок. И только лесопилка заказана, Ламборд был только... Явно не готов к этому. Хотя, в принципе, он встретился по центру с ополченцами еще черт знает когда. Секунды 20 назад. Может, денег не было на лесопилку, может, еще что. А может быть, Блэйда контролил, чтобы тот не умер. Да, но тут же... Ну, лесопилочку-то заказать, но это три клика на ее парасеты. У них же АПМа миллион. Да, АПМа миллион. Ой, сложно. Ничего здесь не сделать. Причем, на самом-то деле, Хуман, имея престол и третьего архимага с этими элементалями водными тауренами, он может спокойно врываться и в магазин всей армии, и даже в... А, я не понимаю, почему он лавку не убивает. Как бы... Тот урон, который из двух боросов прилетает, не сопоставим с ценностью магазина. Вообще. Это... Престы быстрее отлечивают. Вот, отлично. Хоть рабочий не ленится, видишь, чем-то занятый. Да. Помогает. Вот, а без магаза отбиваться, это вообще... Ну, у тебя ни лечение, ни регена, ни... У тебя герои... Не, хотя, смотри, второй есть. Ну, он успел, да. Он этот, лагерь наемников забрал, там, где Берсерка брал. А как он уйдет отсюда? А он не уйдет отсюда. Не уйдет. Теперь удаляют. Ему надо как можно больше продать за этого Бэдмастера. Еще одно лечение есть? Есть еще одно лечение. А толку? Может быть, даже минус того, что он в этой стучке у второго эвола. Ну да, все, джи-джи. Не, вроде бы... А что, а сам виноват? Чего он этого Огра не добил, Алиментали не добил? Архмага не было бы третьего, сам был бы второй. Какие вопросы вообще к балансу? Сам не добил. Причем, у него там реально была... У него больше урона. Там... Все в его руках было. Добивать надо просто. Как-то это смотрелось очень однобоком, односторонним. Корею показывает. Ты на сцене в Китае Корейский флаг показывает. Вот. Обидно. Обидно. Так, у нас остался последний, кстати, матч. Ну, при этом можно сказать, что, кстати, Чимико-то... Ой, они прям обнялись. А Чимико прям, смотри, такой на позитиве. Ох. А ему-то что расстраиваться? Все, море. Погиб. Вот, кстати, я вижу Гудгейм, да. Вот, слева-справа. Все наше, все наше. Все ваше. Ну, Чимико неплох, ладно. Я признаю, что... Если... Если забыть про первую игру, там, где он... Умер сначала, а потом умер от Виверны, от Неожиданной, и все потом. Ну, потом еще поиграл в 13 минут, да. То вторая и третья игра, ну, молодец, очень классно. Показывает о том, что он мало того, что знает, как располагать здание так, чтобы не тривиальном месте, чтобы не прибежал, не выбежал в Байдмастер, так еще, значит, другие штуки, играть умеет. Да, через МКУ первого хорошо играет, между прочим. Клэп отюмеет, молотки кидает, классно. Знаешь, под таким сугубо субъективным впечатлением, мне кажется, что Чимико это вот такой уровень кэша, который я видел. Понятное дело, что они за разные расы играют. Да, интересная параллель. Сейчас давай, я попробую понять эту мысль. Он без всяких изысков, то есть, это не Мун, который может вытащить из полного говна, но стабильно, хорошо, на высоком уровне, с хорошим микро, отыгрывать свои собственные билды и стабильно выигрывать на чужих ошибках, вот это то, что, как играет кэш. И то, как сейчас кэш сыграл на этом турнире, это, естественно, ниже уровня кэша. Вот мне казалось, что Чимико сейчас это примерно тот же самый уровень кэша. Захублено в средний, хороший, добротный Варкрафт, что называется Solid Play. Угу. Ну, следующий матч Лин против Сока, тот же самый мэчап, причем, достали уже со своими... Ну, это кэш подвел, надо было орк ставить, хоть один мирор бы посмотрели. Но Флай и Лин, так по ощущениям на турнире, это игроки тоже разного уровня. Разного уровня, конечно, абсолютно. Вот, поэтому... когда ты двумя полудохлыми героями умудряешься убить 18 арчей, предварительно загнав в себя ситуацию, когда у противника есть экспанд, а у тебя нет экспанда, и у него 18 арчей, это, конечно, уровень Лина, да. Я не видел, кстати, в твоих комментариях эту игру, но меня она поразила свою. Меня поразила и первая игра, там, где Лин должен был выигрывать, и все-таки не выиграл. А на какой карте, напомним, была первая? Last Refuge, вроде она, или нет? И что там было приблизительно? Стандартно то же самое, что во второй играл Эльф, и Лин решил, что, ну, вот у меня экспанд построился, еще не окупился, а у Эльфа он уже стоит минуту. А, пойду посражаюсь на экспанд Пойду я убью его, хотя у меня да, да, класс, это, да, причем это не первый раз на турнире, когда вот приходят в голову такие интересные решения. Там у тебя, причем рядом с тобой пол карты крипов. Да, 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 и красная не закреплена справа, кажется, еще бы не было. Так она и слева была не закреплена, то есть ты мог туда пойти через эту... Ну, полезным и более безопасным и со временем бы экономика выровнялась. Да, все, вроде привык к РД, отлично. Знаете, сначала отторжение, когда новый голос, новый стиль. Все, вроде привык. Добро пожаловать. Гоу Стендард. Как интервью мы в любом случае не сможем перевести, ввиду незнания китайского и корейского. Вот. Ну, уже можем сказать, что получается семь игроков определены, которые попадут в следующую групповую стадию. Это, соответственно, Ла Лайт 120-й из первой группы. Сейчас я обновлю страничку. Тяж с фокусом. К сожалению, с фокусом и второй. Мун, Чаймика. Два корейских... Ой, каких корейских эльфов. Хотелось бы, но нет корейских эльфов и хуманов из группы С. И хэппи, конечно, конечно же, хэппи из группы Д. Но, скорее всего... Ну, посмотрим, сок или лин. Последняя квота. Очень бы хотелось, чтобы, конечно, был лин. Почему? Почему? У нас альянса практически нет. Ну, потому что у нас и орков почти нет. С моим отношением. Хотя, слушай, орков вообще нет. Извини. Нет, там есть фокус. таких. Да. Но при этом, скорее всего, все это изменится сразу где-то к полуфиналам, потому что в полуфиналах, скорее всего, будет два андеда. Есть немаленькая вероятность, что будет либо хуман орк, либо хуман эльф. Потому что что-то мне подсказывает, что там будет Т.А. 120-й, там будет хэппи. Но либо лин, либо мун. Надо посмотреть на жеребьевку еще разок, кто куда падает, чтобы понять. Друзья, если у кого-то есть еще разок вот тема кто куда падает, чтобы мы могли понять, какая группа формируется у хэппи. Было бы неплохо. Здесь пишут слабенькие и не играют за андедов. Ну там резонное замечание, что эльфов было там 6 человек, андедов только двое, но уровень андедов, извините, если там качество значительно выше. Какая разница 5 эльфов или 6, если один из этих эльфов оу-си-ми. Если они не умеют играть, да. Да, если второй там хантер. Толку-то. Так, А1, C1, B2, D2 и наоборот. Понятно. 120-й TH. Ой, отлично! Вот хэппи вообще в группе без TH и 120-го. Подожди. Сейчас еще раз, подожди. А1, то есть хэппи у... Да. Короче, хэппи в группе Силолайт, фокус и мун получается, да? Да. Я не понимаю. А1, C1, B2, D2. Типа, А1 играет с B2, C1 играет с D2. Так что ли? Нет, короче, вот эти вот люди в одной группе, все. Какие там группы? А, там следующая группа, ох ты. да, там очень хорошая стадия. Ну, это не плей-офф. Это прям... Да. А, нет, TH в группе у хэппи, сори. У него нет 120-го TH в группе. Я думал, там 1, B1, а там 1, C1. То есть, получается... Получаем 120-й мун. 120-й, фокус, мун, в смысле, Чаймика, хэппи. 120-й, фокус. Правильно? Нет, 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 смотри, давай. 102-й, 1, C1, B2, D2. ла-ле, блин, ла-ле. А1, C120-й, C1, D2. Это, скорее всего, B2, фокус. То есть, хэппи у нас в группе с TH, да, ты все правильно начали сказать. Какая беда. Да, нет, ничего нормально, его не будет в группе со 120-м и не будет у него победителя пары Линсок. А TH, MUN не в его группе, до свидания. Вообще вопросов нет. То есть, Хэппи получает свою группу TH, ла-ла это и Чаймика, похоже. Ла-ла и Чаймика очень хорошо. Приятный мычап, приятные оппоненты. Тем более, наверное, даже, если бы Флайя обыграл Чаймико, было бы хуже для Хэппи. Потому что он, по крайней мере, его на Нетизе обыграл. Матчап с андедами в крови сидит сильным, сильным-пресильным. Очень сильным в крови сидит матчап. То есть, по сути дела, так как еще из группы выходят двое, то у Хэппи просто я не знаю, в Хэппи очень хорошо все. Ну и вторую группу мы получаем. Мы получаем 120-й Мун. 1С, 1B2 Фокус, D2 Лин. 120-й Мун, 120-й Мун, Фокус и Сок или Лин. Вообще, да, вторая группа для Хэппи была бы хуже. Ввиду наличия, опять же, Лины и Я-120-го, да. Ну да, нормально. Главное, что ни в одной группе Я-120 Тяж и Мун с Хэппи. Но это не могло быть, потому что в конце концов, это эти игроки заняли первые места в своих группах. То есть Да, хорошо. True story, true story, да. Когда у нас там начало? Через 12 минут каких-то всего лишь. Так, угадать в город по фотографии. Где это происходит? В Сеул наверняка, учитывая то, что реклама, ремастер на Старкрафт, а где еще по телеку могут крутить рекламу такую? Я был в Сеуле, это не в Сеуле. Не в Сеуле? Вон башня, смотри, какая знаменитая, повернутая. Сейчас скажет эксперт. Ну, я был в Сеуле, и там нет, нет. Там сейчас я тебе... Да, подожди, это может быть китайская реклама, а не корейская. То есть ты знаток повернутой башни в Сеуле? Да, конечно, нет. Я, кажется, даже не был в Сеуле. А или... В Сега у нас же был в Сеуле. А можно уточнить эту информацию, чтобы точно... У нас же ВСГ был в Сеуле, правильно, один? Да, был. Значит, я был в Сеуле. Но это не точно. Блин. Говорят, в Шанхае это. А в Шанхае должна быть знаменита эта круглая башня со шпилем. Там, помнишь, если ты в Шанхай в Google поиск, там выдастся... Это суперкруглая башня. Мы ее тоже не видели. Ну, да, наверное. Но это тоже было очень давно. В смысле башня совсем... Ну, она как бы давно-недавно, но она есть. Но в Шанхае я был давно. Стали известны номинанты на звание лучшей игры, показанной E3. И там нет киберпанк. What? Ты... Как ты отнышешься Киану Ривзу? Супер, но я очень давно с ним не смотрел фильмы. Просто совсем. Я не понимаю вообще, про что идет речь. На E3 анонсировали киберпанк и... роль в игре... Ну, короче, Киану. Подожди, это фильм? Киберпанк? Нет, это игра. Игра Киберпанк 2077. И Киану что там будет делать? С нее играть? Нет, он там в качестве персонажа. Это достаточно странно. Но ладно. В Куншане было в ЭЦГ, подправлять Лесориус. Это пригород Шанхая. А в Сеуле? В Сеуле что было? Лесориус. Гадным стайл там был. Псяй. Помнишь такого? Да, да. Он все еще где-то там выступает, танцует с свеженькой песней. Да, закрыл Кейк 3 Ведьмака. Мы закрыли хорошо. Почти-почти на отличную концовку. Ну, как обычно. Можно было, конечно, сделать получше, загрузиться с дерева, но я не стал. Да, здесь пишут, что РД вообще не в курсе хайпа с Киану. РД сидит и смотрит Граби. А Граби про Киану не рассказывает. Если Граби не рассказывает про что-то, РД этого не знает. Здесь такая штука. А можно же, наверное, погуглить, да? Хайп с Киану. Так и выведем. Киану Киберпанк. Да, посмотрим. Киану Киберпанк. Ё-моё. А, ВЦГ проходило всего лишь в первом-третьем. Тогда меня там не было. Так рано мы на ВЦГ не ездили. Ой-ёй-ёй. Я тут смотрю на эту. Так, я пока не вижу в этом... Ну, я открыл на Ютубчике, на то, что мне сказали открыть. А я пока не... А, вот, вижу Киану. Ёлки-палки. Здесь Киану похож на этого, на Арагорна. Серьезно, это же прям вообще. Один в один. Был мы давно, ВЦГ мы с тобой в 2011-м в Пусане. Да, Михаил. Да, Пусан, Пусан, Пусан не из не Сеул. Пусан сильно южнее, чем Сеул, насколько я понимаю. В Пусане точно, вот в Пусане был. А еще Пусан такой был Star Crafter, и он... Знаменитая игра у него была с боксером на островах, если ты помнишь. Нет, не помнишь, к сожалению. Иногда приятно пересмотреть какие-то старые игры, которые не смотрел до этого, или смотрел, но забыл. Потом-то бам, срех, ух, чехол, яба-да-баду. А нам что сейчас показывают здесь вот эти вот старые орки, молодые орки? Там один из них трал, другой нейтрал. А другой нейтрал? Да, это точно. Продолжая юмор, можно сказать, что где-то здесь будет перетрал, где-то недотрал. Так, а чем они говорят, переводимые? Интересно. Да, на китайском опять говорят, как тут перевести. Я не смотрел оригинальный ролик. Вот поэтому. Откуда инфа про распределение групп? Из чатика, из самого надежного источника, между прочим. Так что это 100% информация. Хорошие подбираются, конечно, игроки. Но так оно и должно быть, когда групповая стадия, когда масса матчей отсеивается. Половинка, потом еще половинка, а в половине вообще будет жесть. Когда останется только 4 человека. Короче, я понял, о чем здесь была речь. Так. Старый орк, молодого орка отговаривал, не иди ты в эти фитнес-модели, в фитоняшки. Он сказал, нет, у меня зарыт мой топор, а с ним я вообще срублю бабла. И вот, ой, смотри, какой мун молодой. Ну ладно, ты просмотрел. 2007 год, да. Он достает топор, закладывает за голову и говорит, нет, все, я фитнес-модель. Я все понял, как бы там все логично. Нет, ну мун вообще... А это тяж, типа, такой молодой? Я не знаю, кого тебе в тот момент показывали, поэтому... Сейчас муна показывают, например, и за ним слева следит салавлет. Смотри, а мун изменился за 10 лет. В каком моменте? В смысле, как он изменился? А, ну хотя вот, вот фотография есть. Но он же в армию еще сходил, килограммов набрал. В StarCraft поиграл, тоже не к добру. Вот, и все. Я помню, когда мун играл в StarCraft, я перестал смотреть за его играми, когда в финале какого-то турнира, достаточно большого с призовыми, он дошел до финала, он молодец. И в финальная игра, при счете 3-3, в BO7, он решил на большой карте, такой, а, давай-ка я за 4 пулю или за 6 пуль. Я не помню, сколько там в начале на тот момент давалось. Там же разные, разные года разные. Ну, кажется, на старте в StarCraft, но на втором уже 4 не давали никогда. Да, по-моему, то ли 6, то ли 8. 6, да, но потом еще больше сделать. То ли за 7 пулю, то ли за 8 пулю с этими слингами. Ну и почти угадал с тем, куда бежать. Ну, это в его стиле, конечно. Это в его стиле. Для меня все равно мун это останется тот, кто на каком-то там везге, по-моему, даже не в ЦГ, так божественно контролил... О, вот, кстати, этот век с Закардом. Он так божественно контролил арчей, дирижа большинство, у меня просто челюсть упала. И вот для меня это не то, что он решит в одной игре из четырех. А давай-ка я какую-нибудь фигню спарю. Да, вот этот контроль, кстати. Это его статистика как раз. Приблизительно так по решениям и получается 1 к 4. Против Хака это было. На Дримхаке подсказывает Аспирант. Ну, представляешь, они даже полсекунды здесь показали Закарда. Я даже не заметил его, но у тебя на горковскейке глаз наметан. Да, у вас алмаз на Закарда. Закард когда-то был лучшим орком мира. Да, ты, кстати, вообще не слышал про него что-нибудь? Вообще что-то. Вообще ничего. Вообще ничего. Глаз, алмаз. Пойду в намаз. Где игры? Где игры? Игры где? Четыре минуты. Последняя игра нас ждет. Это Лин против Сока. Терпение. Глаз не замылили на Икс Ком. Не Икс Ком хорошая игра, а вы чего? Что вы начинаете? Отличная получилась серия. Здесь пишут Закард. Плейбой же даже появлялся. Закард был лучшим орком мира, когда проиграл все турниры Граби. Слушай, ну... Что значит все турниры? Не, нифига. Он почти выиграл ВЦГ, на самом деле, где он проиграл ВЦГ с Граби в финале. У него была игра на Гномвузе, где он выиграл 2-1 до 3-го было. Было 7-5. Он сделал все. Он был первым, кто ворк на орк решил взять второго фаерворда с крикозябрами и пойти застраивать. И вот он взял второго фаерворда, пришел застраивать и выбрал не тот скил у фаерворда. И это было так обидно. Я-то не понимал вначале, о чем он вообще делает. Что это вообще такое. А потом, когда вся эта мета стала уже метой, Заккардом придумал. Блин, это было... Даже то, что он Граби напроигрывал больше, чем выигрывал у Граби, не говорит о том, что Заккард не был хорош. Заккард был очень хороший. Прям совсем. Он, по сути дела, Блэйдмастер, можно сказать, открыл. Да, он его очень любил. И чаще всего использовал. Заккард, Заккард. У меня, наверное, вообще один из любимых игроков до последнего времени в Старкрафт был Су, который шесть раз подряд почти выиграл. Почти выиграл, да. Но вот он выиграл на седьмой раз подряд. Ну, правда, не GSL, а что-то типа какой-то VKS он выиграл. И тут же перестал быть любимым. Уже можно за него не топить и не переживать. У нас спрашивают, кто самый топ-1 за всю историю Старкрафта. Старкрафта? Варкрафта? Варкрафта, не Старкрафта. Ну, я думаю, что у нас разные будут мнения. Я думаю, что один и тот же человек. Мне почему-то кажется, что ты тоже скажешь Граби, а не Муна. То есть, ну, здесь два варианта, да, которые у нас есть. Мы, не будучи китайцами, можем выбрать либо Граби, либо Муна. Мне, в общем, кажется, что все-таки Граби... Ну, как-то он... Не знаю, а у тебя Мун? Не, просто Граби последние несколько лет не играет. Я бы... Да мне кажется, что сейчас со своим скиллом, с тем, который скилл у Граби есть, он Муна как бы вот этого Муна котнет. Не, не, вообще никак. Я смотрел, что матч с Хэппи Грабиевского и... Да, там 3-0, но это Хэппи и это... Оркандед, который Хэппи хорош, безумно хорош. То есть, если сейчас встретятся Муна и Хэппи, здесь будет... В трех играх Хэппи возьмет 4-0 или даже 5-0 сделает. Но он вообще как бы этого Муна не заметит. То есть, здесь нельзя на Хэппи равняться. То, что Граби не играл турнир, да, да. Последнее время, естественно, Мун... Да и Мун, на самом деле, нельзя сказать, что прям на каждый турнир приезжал. Там фанбоя из Спартак Муна, смотри. Граби каждый день стримит. На турниры не играет, потому что слишком изи будет. Граби лучше, он изи котнет Муна. Молодец. Как устроить небольшой холивар, да? Да. Туром одного перерыва. Нет, вообще и Дэдмона стоит вспомнить, потому что... В свое время ему только как раз Граби и мог что-то противопоставить. Нет, тоже нет. Да? Нет. Потому что Граби попротивопоставить, точнее Дэдмон выиграл Граби только на Лане. Фу, только на Батлнете. Когда ты приезжал на турниры, если ты можешь посмотреть... А на каких турнирах они встречались? На турнирах. Я сейчас прям назову тебе все турниры. Ну, я могу сказать тебе, где он выиграл Граби в финале. Это в Сеуле Кода 5 был финал. Ой, ну, в Южной Корее где-то там. Мы ездили смотреть. Серьезно? Он прямо в финале Граби обыграл? Прямо обыграл Граби. Я помню даже одну игру на Лос-Темпл, где он через Вардены Граби мочканул. И взял там 5 косарей долларов, кажется, был приз. В общем, это была победа на Лане над Граби. У меня сейчас прям... Да. Но с другой стороны... А, в полуфинале. В финале тот был, извините, пожалуйста. Ой, Сок, смотри, 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 смотри. Давай, давай, кунул. Оу, давай, еще. Хорош. Хорош, хорош. Развлекает. Вот так вот. Это сразу заявка на победу, да? Причем тот... Ну, полуфинал, я помню, был сложнее у Дедмана, чем... Там уже тот фигурирует, да? Да, потому что... Или Граби в полуфинале. Нет, в полуфинале Граби, а в финале тот. И Тода... Как тебе, кстати, вот эти вот наплечники, наручники? Ну, это вынужденная мера. Скорее всего, кресла там стандартные, они все такие. Просто сцены немножко подняты из-за вот этих вот плазм, может быть, еще... Ну, короче, поставили... Смотри, Лин поел. Смотри, смотри. Ну-ка, ну-ка, как он держится за свой животик, как ему приятно. Какой, оп, я поел. Все нормально, ребятки, на позитиве. Все замечательно. Ну, а смотри, а у Лина нету таких новокотников. У него, видимо, кресло может подниматься до определенного уровня. Не, ну, ты когда-то видишь, что человек настолько приятно ему, настолько он хорошо чувствует себя, такая улыбочка классная. Ну, разве нельзя за этого человека не болеть? Ну, это же просто... Ну, правда, и тот как бы знает немножко брейк-данса. Тоже неплохо. Да, тут очень сложно определиться, на самом деле. За кого-то пить. Думаю, что Рэма говорит именно о том же, что... Очень сложно, очень. Ну, ну, ну. Так, а у нас Сок не играл. А кому Сок проиграл? Сок проиграл... Тоже Хэппи. Нет, подожди, а он, кажется, Лину проиграл, нет? Нет, Лин сразу проиграл Хэппи. А, все, тогда Сок проиграл Хэппи. Сок выиграл у Лайфа. Нет, у кого? У Лайфа, да? Да, Сок потом выиграл, ты проиграл Хэппи. У Лайфа, да, у Лайфа. Ну, какого-то Эльфа выиграл Сок? Подожди, послушай, как там... Давай ему Ямачи посмотрю, зачем гадать? Я тебе уже посмотрел, потому что Лайф проиграл Хэппи. Да, но выиграл у Лайфа сначала, а Пайл он проиграл Хэппи. То есть он проиграл Хэппи во втором уровне. Да, на втором уровне, да. Не прошел после. Не прошел после. Одолеть. Ну, ты помнишь эти игры? Я вас сейчас пытаюсь мучительно вспомнить, но... А, это же унижение было. В первой игре Хэппи даже не прокрепил ни одну из точек. Вот, и просто пошел Декой и всеми остальными юнитами в сторону Сока и уже не уходил оттуда. Ему там скелетов дотаскивали, бутылки арбу дотащили, и в результате он просто всю игру, которая шла там минут, наверное, 12-13, просто уничтожал. Единственный момент был опасный на базе, когда он там уже ворвался, а менты окружили трех финдов, а до этого он чуть ли ни одного финда не потерял. Просто не было у него никаких хватей. А вот во второй игре пришлось Хэппичу забрать одну точку на карте. То есть когда... Ай-яй-яй-яй-яй. Да-да-да. Там был челлендж у него, и это отметили зарубежные комментаторы. 300 рублей мы, видимо, закинули. Конечно, этот недочет будет исправить, да. Конечно, конечно, потому что он мог обойтись, конечно, без этого криппинга. Ну, было бы посложнее, но как бы 300 рублей это не лишнее в конце концов. То есть можно было и постараться. А так он Сока не заметил вообще. То есть от слова совсем. То есть Сок вроде нормально все делал, старался там, поставил нычку, пытался ее защитить, но... У вас Трифьюдж, Эхо, Амазония. Ну, в принципе, здесь какие карты не вычеркни, все равно комментарий от нас будет один. Интересно, интересно, да. Вот это выбор. Вот, вот оно. Да. Смотри, Сок выбрал Эхо Айлс. Это как бы уже такой показатель, что он... Типа я готов с тобой сражаться. Прям в лоб давай. Да, экспандик. Нет, не в лоб, скорее всего, это будет... Хотя, черт его знает, прошлая игра на этой же карте прошла, видишь, как агрессивная, наверное. Можно подстроиться в зависимости от того, как прошла первая фаза, как прокрепился Архмаг, что там у Блэйдмастера по уровню по артефактам. Лину нельзя сейчас проигрывать с той точки зрения, что если он сегодня проиграет, то сегодня проиграют Хуманы, проиграют... Точнее, Орки проиграют Хуманам почти во всех матчапах, кроме одного самого первого. Да и там за Хумана выступал Орк. Это будет совершеннейший дисбаланс. Это вообще... Лин, давай, соберись, тебе нельзя. Тебе нужно и нельзя. Нужно выигрывать и нельзя проигрывать. Ой, волнительно, очень волнительно. Да что ты переживаешь? Лин вообще не это самое. Даже в играх с Хэппи он не показывал плохую игру. Ты помнишь, например, как Лина-то зовут? А вот, например, ты точно помнишь, как зовут Граби и Муна? Ну да. Ну, нет, Муна не помнена, если честно. Но Мэнюль Шинкьюзен и его сложные Шинхайзены по-разному там читают все. Голландская фамилия. А вот... Парк Джун его зовут. Парк Джун, да, Парк. Ну, в смысле, Лина, а не этого. А, Лина Парк Джун зовут. Да. Хорошо. А Муна как? Не помню. Это не его прямое имя. Это моя интерпретация того, что я не помню, как его зовут. Самое главное, что мы помним Дмитрия Костина. Дмитрий Костин, да. Он поражает своим уровнем игры. Если брать Сэрла как лучшего игрока вообще в RPG народов, то Хэппи, наверное... Я не видел вообще никого, кто бы близко подбирался к Хэппи, к его скиллу. Наверное, только Мун в свои самые топовые годы. Но это было когда, а Хэппи-то сейчас. А вы Императору немножечко подлезали, можно дальше по игре, да? Да, да, да. Там Power Build Altar и Барака было высоко, а здесь Форсир первым героем. Сразу какая-то непонятная, непонятный старт. А помнишь, мне кто-то говорил вначале, что Линдфор форсит, не юзает. Да, Форсир не юзает. Не юзает Форсир. Я сам удивлен, то есть это новость. И он пошел, смотри, какой крипрут у него. Магодин сразу крипит. Ох ты, ах ты наглец какой. А это разрешено вроде или... Не, вроде у них там они подписывались под правилами, что крипрут будет стандартно. Поднесем тебе говна на лопате, дружок. Меня спрашивают в чате, вы с Бруной еще общаетесь? Я думаю, это написание Брюса или... Черт он знает. In my mind, я не знаю, о ком ты говоришь. Бруно. Такое экзотичное еще имя. Охренеть крипинг от Линдфора. Да, 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 это даже не сдержался. Слушай, а тут... Вот реально, зачем он это сделал? Чтобы помешать крипиться? Ну, у него не получилось. Вот, у тебя второй Форсир, второй АМ. Дальше. Я думаю, что он был не готов к тому, что Линн успеет это закрепить. Обычно, как бы, с Блэдмастером ты не успеваешь это так закрепить, как это закрепил Линн. То есть, хотя почему? Если здесь же волки не помогали, волки отдельно крипились, да? Да нет, ты должен успеть, естественно. А, нет, 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 здесь прикол в том, что бросается ЛС на юнита, рядом с которым два других юнита. То есть, если рядом с Блэдмастером поставить одного Гранта, на него не бросится ЛС. А если на тебя не бросится ЛС, то на тебя не... Не бросится ЛС. Да, ты не успеешь закрепить это так быстро. Смотри, какие живые футмены там. Ну, в общем, Линн, короче, молодец. Линн все это по уму сделал. Да к СОК тоже нестандартно. Смотри, он все еще... Подожди, подожди, это кажется Олынчик, нет? Это Олынчик. Да, это Олынчик. Это гниль такая, он сейчас вызовет Алема и повесит... Он вызовет... И повесит на него ЛС. Вот ты гниль. Что? С чего? У него же Лайтинг Шилд есть у Архимага. Так он бы это сделал сразу, почему бы не сделал. Не гниль, но все нормально. Он по чесноку играет. Это реально гниль, ты не имеешь права крипить в магазин, вот так вот, как он... Мы это уже выяснили. А не закрипив в магазин, ты не получишь ЛС. Да, если бы он хотел, то он бы... Ну, ладно. Короче, пошел Грейт на Т2, но какой поздний. Очень поздний Грейт. Ну, а с другой стороны, когда ты пауэр убилдишь, а потом пауэр крипишь, ты... Да у него был Лес, ну, то есть он мог это сделать, по крайней мере, вот... Ну, 120 Лес-то у него было. Ну, а на 120 Леса ты можешь сделать Грейт? Нет-нет-нет, после заказа у тебя 120 Леса. После заказа, ну, тогда Завтыкал. Завтыкал Петрович Деревянный, вот такой вот у нас герой врывается на сцену. Мне кажется, что какие-то проблемы у Хумана с Сарковской базой. Он сделал ставку на... На отмену Логова, да? Да-да-да, он решил так же, как кэш, сыграть, видимо, лучше практики перенимать. Меня бы очень устроило, если бы он решил сыграть так же, как кэш, особенно по итоговому результату. Это было бы очень неплохо. Нам бы 2-2-2-2-2-2 по расам не помешало бы. По офе, это было бы совсем замечательно. Так, нам хватает на ту у Рена. Да нам на все хватает. В результате у Лина ситуация-то лучше. Он подрезал мелочевку, у него уровень лучше. Его парсир, да, второй с половиной. И Т-2, Т-2 у него значительно раньше, чем у Сока. Пока что я не совсем понимаю вообще план Сока. Он мог бегать сейчас уже третьим архмагом, сыграя он более пассивно. А ты не думаешь о том, что у него просто нету плана против Лины? Нет, вот как раз вот его пауэрбилд и особенный маршрут криппинга... Ну, да, на этом его планы закончат. Ну, видимо, да. Но... Ну, вот и надо попытаться понять, вот чего он хотел в результате. Это же отклонение. Вот этот криппинг, он, блин, он еще рабочего теряет. Этот криппинг, он более эффективен. Да, ты посмотри на его количество дерева, которое хватит еле-еле на героя и на одну. Ой, тут Лин, ой, ну это вообще, это удаляй. Не стоит, правильно, что не полез пытаться... Да, мог бы попасть в окружение. А так вроде ровненько все, и харасит, и... Да вообще отличная ситуация. Почти третий ФС, Таурен вышел, уже готов криппиться. Ну, конечно, тоже Т2 доделался, но разница где-то в полминуты у них по теку. Нам бы сейчас показали, насколько построены у Лины уже здания, насколько они готовы, и мы бы вообще могли выводы строить, делать. Да, ну он пока не дозаказывается в тот момент, когда... А вот, все уже делается. Уже пошел заказ. Ой, это все, да. Здесь главное теперь Лину не навтыкать. А зачем сок опять прибегает архмагам на мейн? Вот к чему это все? То есть битый архмаг прибегает второго уровня на мейн, корку по таймингу, когда уже все... Ну, то есть ничего. Ничего он там не сделать не может при всем желании. Ой, зато смотри, нажимал стоп на своей вышечке, чтобы она не атаковала волка, чтобы получить опыт за волка. Опять сарказм, я понял. Нет, не сарказм, он молодец, он все правильно сделал, очень круто. То есть он не... Если ты нажимаешь на вышечке на стоп, на кнопочку S, она перестает атаковать, и твои футмены могут добить волка. Так подожди, там вышка добила волка в конце концов? Нет. А, второго. А, второго, да. Ты первого, потому что там первый волк. Окей, про первого. Ну, у нас разница просто по времени есть какая-то есть. Сейчас попробую сделать стоп-старт. У тебя 7 где-то 20? 10. 10? 7.11, 7.12, 7.13. Мне надо стоп-старт сделать. Да, потому что я почему-то быстрее, но не видел этого волка. Что? Ладно, неважно. Короче, перестреливается потихонечку, криппинг обоюдный, но, как вы видите, из-за того, что раньше это два юнита, раньше второй герой. Посмотрите на разницу по героям. ТЦ почти третий. Вэйв, чайник. Ой, какой там все красный, но падает всего лишь один футмен. Второй. Спиритлинг. Ну, Линн уверенно очень ведет эту игру. Он форсируем лапкой мог бы. Ну, а все, у меня уже. Все, все, все. Я в свой виду. О, сейчас еще ополченцы, смотри, как помогут. Смотри. Третий турен. Он не тратит на них. Да, третий турен любит с ними разговаривать. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вэйв. Ну, вэйв, 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 вэйв. Ох, хорошо. Сейчас. Да, ну это классика. Слушай, вот приятное. Это как будто, опять же, 2005 год какой-нибудь смотришь. Фарсер Таориан против Ормана. Еще никто не знает о том, что есть такой юнит, как Блэйд. Ох. Ну и казалось, зачем ему нужно? Такое чувство, что Линд просто идет заканчивать игру. Но, видишь, эти тролли, они решат, что они сами хотят закончить эту игру. Так, убегаем. Вторые волки, кстати, они первый чайник. Это более агрессивный вариант до появления диспала. Обычно в такой ситуации берут второй чайник. Да, уже берут, да, уже берут чайник. Ну, а сейчас пока престов мало, он реально этими волками... О, он сейчас может дропнуться внутрь. Дирижавлен. Ой, а я только подумал. Я не увидел, как он дирижабль купил. Я видел только, как дирижабль прилетел. Он действительно внутрь может дропнуться. Это было бы здорово. Так и туда не дойдет. Там же глухая застройка. Там МК не заходит внутрь, нет? Но он портится может внутрь. Ну да, один раз только. А потом надо как-то оттуда выпортиться, да? Ой, он спас Рейдера прям по скиллу. Прям молодец. Да там глухая застройка, там не пройти. Да. Так, нет, ну... Или... Райфлмены просто внутрь у них сейчас поставят. Да там два человека, но чего бояться? Нет, я к тому, что я думаю, что они как-то прошли. Одни Райфлмены выходили наверх, а другие вниз. А Райфлмены типа толстые. А потом я подумал, что можно же просто поставить им точку сбора внутрь. Можно. Скорее всего для этого и придется дирижабль самому покупать для того, чтобы этих Рейфлов вытащить оттуда. Ну, это колоссальная потеря инициативы. Во-первых, минус телепорт. Во-вторых, битые герои. Сейчас пока ты с этой базы будешь выходить. А Линта вообще не тормозит. Он просто... Окей, продолжаем крепиться. 3-3 не предел. Нормально. Да, говорят, что можно и побольше героев. Вот. И он... Бывало такое. Вторая аура, второй чайник. Это же полезно. Там 3-1, 3-1. Там почти 4-4. Ладно, 3-2. Окей. 3-2. Ну, то, что... То, о чем мы предполагали, что все-таки по классу, блин, другого уровня игрок. Сок ошибался. Мне кажется, что просто Сок несколько опешил, когда он такой... Ну, я же прокрепил, я же пропауэрбилдил, я пропауэркрипил. Отчего он-то не появляется. Да. Ну, я как бы получил преимущество. Где моя победа? А победы нет. Это очень... Опять вот возврат к этому старту непонятному игры. Я пытаюсь в играх понять хотя бы, ну, логику какую-то, объяснить, чтобы... Для себя, потому что когда остаются такие вопросы, ты... Ну, как с этим жить-то в конце концов? Да. Вот. Очень сложно. Очень сложно. И все не получается. То есть он хотел быстрый второй левел и пойти харасить. Может быть, он реально ожидал Блейда увидеть? Не ожидал, что там Форсир будет, который нормально от хараса сам отбивается. А представьте себе, да, теперь, что если Блейд что-то... Блейд даже вообще даже не качает ту точку. Обычно Блейд бежит на какой-то из центральных талей. А, короче, нет, скорее всего, скорее всего, это какая-то была индивидуальная подстройка под маршрут криппинга слышь хараса. То есть, например, Блейд сразу выбегал у Лина в прошлых играх и бежал как раз на мастерскую. Хотя, хрен знает, он не должен быть успевать никаким макаром. И на мастерскую, в общем, в среднем, подстройка такая. Ты все правильно говоришь, что это подстройка под арка. Не подлинный, извини, у меня поперхнулся. Блейд выбегает, бежит, продает ТП, покупает церклетку, бежит еще чуть-чуть ниже и левее на троллей центральных. Там есть такой закуток с троллями. Начинает их криппить. То есть, в это время у него идет, в среднем арка идет тэч и строится первый буро. Ты прибегаешь архимагом уже вторым, когда Блейд где-то заканчивает криппинг этих нижних троллей. И ты, самое главное, с ним не пересекаешься на карте. Да, да, и отменяешь этот самый буро. Да, и отменяешь, понятно. Ну, тут битва идет. В Маутен Кинга бедолагу зажимает, но у него есть инвул, конечно. МК не самая, конечно, классная цель. И дирижа, блин. Блин, классно. Ну, нет, ну, это, конечно, все равно не... Ну, куда ты вейв кидаешь? Ну, ёпресса ты! Да, шикарный вейв. Я думаю, что все равно это не помешает ему выиграть. Да. Опять еще один шок вейв чуть-чуть мимо. Короче, шок вейв не надо кидать в юнитов, и шок вейв надо кидать мимо, потому что юнит один дергается, и все. Мы уже видели сегодня... О, не сегодня. Сегодня один раз только на турнире тоже был один шок вейв в троллях какого-то. Ну, вот шок вейв уже получше. Да, да. Можно для верности, знаешь, сначала тогда на того юнита кидать сетку, чтобы он никуда не двигался, и потом уже не может шок... Ну, хотя, да, если прям хочется, то почему нет? 46-37, герои почти 5-5. 5-5. Да. Вот уже почти-почти. Почти пятый. И там еще нычка ставится, кстати. Да. Кстати, после пятого добавится 30 маны, и можно будет третий вейв кинуть сразу же. А, и нам только не подставляемся под магическую вышку, пожалуйста. Так, двое на... Нет, похоже. Рефлани добьет. Нет, добил, добил. Там, смотри, два гранта сейчас. Бах, бах. Тых, тых. Да, ручка у меня. Пятый левел, да. А на пятом что взять? Волков? На пятом стомп. Стомп. Вот в данной ситуации, чтобы совсем задоминировать, надо брать стомп. Представляешь, ты вбегаешь... А, и тогда уже форсайт. Ну, Тауреном сложно взять форсайт, хотя Лин у нас талантливый парень. Я имею в виду, естественно, форсиру, что брать на пятом. Форсиру тоже стомп. Нормально, два стомпа, очень удадится, я думаю, Хумен. Ну, да, я думаю, что чайник хорошая идея. Да и волки хорошая идея. Смотря, а сколько... Сколько пристов вопрос. Да, чтобы пристов. Что два волка могут вообще задолбать мейн Хумену. Пара пристов не так много. Да нет, наверное... Нет, три приста. Короче, это вейв чайник, чтобы прям... А, причем, знаешь, волки же не двигают внутрь. Можно... Нет, я вот об этом сейчас подумал. Можно рядом посадить дирижабль, чтобы его не видел Хумен, и волков туда в дирижабле отправлять. Будет достаточно забавно, как у Хумена будет браться. Вот этот вот вейв на двух юнитах. Но на двух юнитах это лучше, чем ни на одного. Да. Сейчас будет опять чайник вейв, сеточки есть. А, здесь телепорта нет, это последний. Ой, сейчас смотри, вейв будет. Бах. Вот это уже получше сейчас. И чайник еле выживает. О-о-о, это прям совсем приятно. Этот третий чайник, это очень хорошо. Там еще две бутылки маны, смотри, и у ФС. Да-да-да, я приятный. Вот только-только на них посмотрел, это шикарно. Уверенно, уверенно. Ну, Сок что-то перемудрил на старте. Но при этом, смотри, это такое, да, перемудрешь его сильно назад по таймингу, отправил. Но при этом не сильно он и, как сказать, не сильно-то он и косолапил в середине игры. То есть, получив это преимущество, просто спокойненько уверенно. Да-да-да. Да, у него просто не было моментов, когда он терял время или там не крепился, или там что-то отдавал. Там был, конечно, такой вопросительный вейв на двух рейдеров. Ну, бывает чего. Бывает. Бывает. Такой позитивчик. Вполне ожидаемо, пока идет. Эта серия начинается, по крайней мере. И получается, что... Два андеда... Да, если Линд побеждает, то все, у нас два орка, два андеда, два хумана. И два эльфа. А, как по Бруно? По Брюсу. Он там жив. Да, Брюс жив, здоров. С ним пару месяцев назад общались. Чем он сейчас занят? У него несколько, опять... Ну, как обычно, короче. У него Мэти Дакс, естественно, агентство. И с... Ну, мы особо о работе не говорили. Ну, хорошо, у него... Он сбросил килограмм 10, я уже говорил об этом. Такой бодренький весь. Я вот где-то, наверное, года полтора назад, он в гости ко мне прям приходил к нам. Сидели, вечерочек скоротали. Он порассказывал свои знаменитые истории. Прохладные, естественно, да. Каждый раз новые, но очень веселые. Он послушает Брюса, и вот ты понимаешь, что есть такие... Скучно живешь. Да, 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 что просто есть такая профессия, король мира. Систент планеты и так далее. Да. Причем это не заливание. Ты понимаешь, что человек реально приключается. Ну, он авантюрист по натуре. Хороший. Хороший человек. Есть такой интересный вопрос. Бывает ли авантюрист хорошим? Или бывает ли он... Ну, нет даже... Авантюрист не в плане, что он кого-то обманывает, а что он вписывается постоянно в какие-то движухи. То есть, чем бы это... Насколько нелепо это со стороны не казалось, насколько низки бы, казалось бы, шансы на успех, он все равно вписывается. Он все равно поставит на красную дверь. Да, он все равно будет играть. У авантюрист, насколько я помню, изначально нет негативного окраски у значения слова. Я пойду даже гуглить. Не, я беспринципный все-таки, занимаешься авантюрами. Не-не-не-не-нет. Давайте мне еще, пожалуйста... Пожалуйста... Значит, по... Альтернативные значения, пожалуйста. Можно Далека какого-нибудь... Ну, ты знаешь, мне кажется, что авантюристы беспринципные, это все-таки разные вещи. Не, ну вообще, первое, что выдал гугл, это... Вот, устаревшие, устаревшие. Искатель приключений. Вот, путешественник. Авантюра как приключение? А вот второе значение, тот, кто склонен к авантюризму, беспринципный делец. Беспринципный делец. Ты тоже будешь в авантюризме? Это под Альо так? Блин, это... Или словарь Ожегова? Или Брокгаллский? Словарь русского языка, Российской комедемии наук. Сравнительно новая. Что он нам говорит о карте Эфо Айлос? Вот, а если по толковому словарю русского языка, который в середине 20-го века вышел под редакцией Ушакова, то это Искатель приключений. Все, все нормально. Я, короче, имел в виду именно устаревшие. Естественно. Конечно. Естественно. Ну что? Да боже, помолясь, Яки думают о чем-то другом. Как в неустаревшем значении слово авантюрист. Авантюрист. Для чего Сок выбрал эту карту? Не знаю, эксп или агрессия. Вот я всегда думал, что Эфо Айлос выбирается исходя из логики экспанда. Ну, потому что легко крипить, он рядом, и есть лагерь наемников рядышком, чтобы еще его прикрыть, защитить. Но помня предыдущую карту, ну, в смысле, предыдущую игру застройка с Архимагом, то есть это не все так однозначно. Ну да. Раньше, если помнишь, вообще хумы на ближних респах, на любых картах, там, Твистед Мэдус какой-нибудь, или Тартл Рокстары, где можно было близко появиться, они же чаще всего просто шли рашить. Они не ставили экспортифор, они шли застраивать, и все. И со словами, в эти орки сильнее. Они просто бежали, да. Причем иногда даже брали первого паерлорда. И бежали прям сразу. Но здесь это не тот случай. А нам показали, кого он делает, хумын? Что за герои у него были? Да, там... Мне показалось, что там Архмаг. Так, Блэйд, Барак и Магазин. Да, Архмаг, Архмаг, все в порядке. Что мы знаем, в эти дни? Да. Ну что ж. Я думаю, что... Знаешь, мне что-то подсказывает, что сок здесь не будет ни рашить, ни ставить экспанды, он здесь будет играть стандартную игру. И здесь все решится, когда 50 лимита на 50 лимита, лим просто возьмет и расконтролит его. А почему сок опять начинает какую-то хрень крепить? Что он делает? Боже мой, я вот сейчас сказал это. То есть у тебя здесь два ядовитых парня, которые из твоей армии, даже просто... У них же скрип такой, что они каждого удара. А, да. Здесь хуже... Скрипится одинаково, что левая, что правая точка по сложности. Но здесь хуже артефакты, тебя больнее бьют, и... Зачем? И тебе, главное, никто не мешает. То есть ты лагерь наемников крепишь стандартно. Да. Здесь еще повезло, кстати, футмана, что на него набросили сеточку, его не стали... Не били, да? Отлично. Да. А учитывая то, по какому таймингу хуманов появляются... Ну, конечно, мы, блин, еще элементали вызываем под сетку. Ну, и... Ну, как? Как? Вопрос хороший. Не, ну, ты ждешь просто одну секунду, пока тролли начинают видеть ментов, и они вроде как не кидают сетку на юниты, которые стоят на месте, кидают сетку на тех, кто подбегает, если он в рейнже находится у них. В результате он получал от этих троллей по Архмагу, по футменам. Да, согласен. И, казалось, после прошлого начала он как бы действительно должен взять себя в руки и не придумывать какую-то какую-то экзотику. Вот сейчас Линн должен был, кстати, понять, что там его оббегают футманы, потому что ни с того, ни с сего сорвали с места. Да. А ты видел, кстати, здесь прикол, как крепится вот этот магазин ныне с одним Блэйдмастером и с одним Грантом. Ну, он и давно так крепился? Или какой-то там особенные штуки? Нет. Забегает, блокирует, блокирует Ограф. Да, да. Ну, это достаточно... Ну, ладно, да. Есть такая... А сок попытался тем временем закрепиться в пяти местах, при этом Линн разведал все эти пять мест, но вот не факт, что у него получится все это добить. О, какое окружение ты видишь. Класс. Вообще нет, конечно. Посмотри, рабочие терпят. Ну, это, кстати, следствие криппинга Мурлоков, потому что рабочие сюда уже прибежали. Хотя это может быть свеженький, он должен был совсем битых отвести. Да. Ну, кстати, тем временем Архимаг очень близок к третьему левелу. Надо это отметить, и также надо отметить, что обычно все же, когда ты так крипишься на Эхайлз, а здесь хуманы все-таки умеют подсчитать так, чтобы у тебя был третий левел. Да, да. То есть где-то, где-то, где-то не доработал. В смысле, где-то не доработал. Он Мурлоков крипил на лагерь наемников чуть больше, чем второй левел. Ты получаешь. Да, да, согласен. Все, эти две точки зеленые добираешь, и третий получаешь. А я и забыл. И вот сейчас у тебя мог бы быть второй элементаль. А второй элементаль это прям... Спейл говорит криппинг Мурлоков, потому что третий левел тебя уже было получать, а Мерков сразу крипит опасно. Какое опасно, если он футменом делал разведку и увидел... Какое окружение ты видел? Да, отличное окружение. Спейл, привет. Вот этот Алин прям сам туда выталкивает. Выталкивает, давай грунцера. А спицкроу на Блэйда причем. Ну, чтобы успеть просто добежать тупо. Да. Шикарно просто. Представляешь, интересно, а кто-то сразу придумал это выталкивание, что как выталкивание? Или у него так случайно получилось? А, в смысле? Чивик. Вот сложный вопрос. В этом... Но эту фишку очень долго не находили, хотя техническая возможность была. Так, Bloodmage, ну, это тоже хорошо, это стандартно. Но агрессия будет, скорее всего. Нет, с Bloodmage... Что, застройка? Что? Нет, нет, там первой агрессии не будет, тебе нужна какая-то армия. То есть, у тебя нет ничего дамажищего, ну, кроме Алионталя, который сейчас будет вторым. С Bloodmage тебе нужно что-то, типа парочка сорочек, парочка престов, парочка спейлбрейкеров, чтобы у тебя хоть какой-то дамаг был. Если ты прибегаешь сразу к Орку с Bloodmage, тебе просто, ну, тебе нечем наносить дамага. У тебя нет ни свиней, у тебя нет ни молотка, у тебя нет ни оситки. Bloodmage это такой... Он хорошо и в середине игры с большой армией играет, и при больших хорошо ману с осетой феймстрайк делает. То есть, по идее, Хуман не должен сейчас быть супер агрессивным. Ну, это же сок. Он же может в агрессию. Он пошел в атаку уже. Смотри, он агрессивничает в правый низ. Он на самом деле очень правильно читает, потому что СХ как раз туда и должен был бежать второй левел получать. На удивлении. Ничего себе. А, видимо, повезло Лину, что он возвращающийся в Блэнд Дом увидел, как вся армия бежит туда. Менты сверху подбегают. Вышка делается. Лин прочитал план. Ну и плюс увидел, конечно, Bloodmage. Ой, ополченцы, ополченцы, ополченцы. А, при статом ловят. Сыху зажали. Опять выталкивать. Блин, опять выталкивать. А, там нет, там нет, там нет маны на виндвок. Минус Блэйд. Не, он мог выбежать. Ой-ой-ой. Но Блэйд, правда, а Блэйд второй уже? Ой, это плохо. Ну, естественно, потеря героя тебя там застраивает. А я сейчас не подумал о том, что ману можно не только высасывать, но и передавать вот три элементаля больших. Естественно. Это не совпадение, да. Это не совпадение. Ой-ой-ой, это очень жестко. Это прям настолько жестко, насколько только возможно. Куманы часто в преддверии вот такого пуша пропивали архмагам еще регенерацию маны, чтобы как раз прибежать и с тремя элементалями это делать. Вот, а тут не требуется, просто найс вытолкнул. Да, да. Ну, у него 40 маны было на тот момент. Я не знаю, зачем он выталкивал Сыху первого. Ну, думал, что, видимо, там не будет последующего окружения. Вроде как, даже время было у него там по... Ну, он был окружен, кажется, сразу. Не специально, но спонтанно там так получилось. У меня есть элементали, они просто мне всю жизнь портят. Да, конечно. Они каждому орку нормальному снятся. Это... Это просто жесть какая-то. Все, заливаю это еще один разок архмага. Там уже граждатся вышки. А что, Блэйдмайстер? А, на самом деле, еще теоретически можно отбиться. Ламбер Милл есть, Барак есть. Пока у тебя вышки не атакуют твою золотую... Да, твою золотую, точнее, твою элитную сбору золота. Ну, еще все шансы есть. Кстати, любопытно, это ты оговорился, но в первом, может быть, даже во втором Варкрафте у золотых шахт тоже был запас здоровья, он был колоссальным, огромным, но можно было шахту убивать. Но их можно... Ну, в общем, да. В рейтинг, к сожалению, такой темы нет. Но саха быстрее прокачается. Да тут, как бы, дело даже не столь... Ну, короче, да, это такое замечание. Вот Барак очень нужен. Нужно заказать катапульту, нужно огонять. но Барак можно еще и внизу поставить, и, наверное, лучше Барак бы было внизу поставить, а не под вышками. Так время, время просто уже не хочется тратить. Сейчас уже, уже все, уже надо прикрывать его. Тюри элементали этих, это же просто жопа. Очень огромное количество урона от них улетает, да и танкуют они неплохо. Там есть диспл, но пока не хватает. Рубается. Это крора, но... но... Но вот поменьше стало элементали. Но чуть-чуть. Бладмейд чуть ли не идеальный вообще герой в такой ситуации. Потому что за каждое... Я его реально недооценил с этим переливанием обратно мало. За каждый вот такой вот подход он тебя точно штрафует. Я не знаю, почему он сейчас не высасывает. Можно было хотя бы из спиритволкеров пососать мана. Потому что Блэйд пустой. Да. Вот, собственно, и понятно, почему сок выбрал Ахуайлос. Видимо, у него изначально был такой план на игру. Нужна еще одна катапульта, нужны райдера, но на дерево не хватает. Нужно подстраивать ребят на дерево. Да, рабочих катастрофически не хватает. По-хорошему, тут еще рабочих нужно на каты. Там есть парочка. Да. Ну, один решил почему-то под спидами пойти в атаку вместе с основной армией. Со словами я могу так, это мое. Он побежал туда, да. Лавка сейчас достраивается, можно базово закупиться, но дороговато, потому что все равно... Ой. Ну, пока добыча идет, рейдеры катапульта вроде как строятся. Крайне тяжело, конечно. Крайне тяжело. Коду уже третьего элементария съедает, но не успевает переварить, они заканчиваются раньше, чем... А как вот сейчас вернуться с спиритволкерами? Вопрос. Никак в ответ. Ну, под спидами можно попробовать. Да, можно было, но спас только одного. Но оно все равно того стоит, что 50 голды за свиток. Здесь интереснее другой вопрос, а как штурмовать эти бетонные крепления? Причем флаймстрайк, пожалуйста, все, пошел. Это же бесит, бесит. Да, еще и флаймстрайк. Причем этот... Особенно обидно, что этот флаймстрайк за твою ману. Ну, здесь тогда другой... еще, смотри, катапульта выходит, тут же помирает. Здесь есть другой выход, строить юнитов без маны, грантов. Угу. Не, не, дожмет, дожмет сок. Там новые башни выстраиваются. У Лины еще... Это подготовка прям хорошая, подготовка прям совсем. А что необычного было в стратегии сок? Это же дефолт. Ну, то есть, это стандартная тема тоже. Если бы стандартная, Линд бы о ней знал. Ну, то есть, да, я видел это, но мне казалось, что... Ну, да, может... Там катапульта умирает. Все умирает, все плохо. Без кат, без кат никак. Вот катапульты как раз и строятся долго. GG пишет, Линд. 1-1. Вот так вот. Обидка, обидка. Но сейчас Лин, я знаю, он выбрал свою карту, а свою карту он просто так не отдает. Какие мы выводы можем сделать? Смотри, с форсиром ты победил. Давай, давай, давай. Мне нравится такая аналитика. С лейдмастером ты проиграл. Так. С угреном ты победил. Так. С такой ты проиграл. Ну, все, все очевидно. Нормально, да, можно корреляцию сделать. Конечно. Просмотреть закономерности. Я уверен, что сейчас будет карта хорошая и так, чтобы можно было побегать, покрепиться и форсир, и то время все сейчас будет. Да, да, да. А софт-то хорош, две разных карты, две разных стратегии. Когда такое... Не, ну, что ты смеешься, когда такое было в последний раз? Вон, эльфы уже год катают одного козла без вариативных. Я на этот турнир видел одну варденку. Ну, она несколько раз была, кстати, и Demon Hunter был тоже. А Demon Hunter был разве? Да, был, 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 был. Он пытался контрить Mountain King'а. Не очень успешно, но пытался. И только Undead'ы скромно молчат, да, такие? Да, у них все хорошо, они абсолютно... Да, их все устраивает. А вторым в лич? Лич. А что-нибудь новое? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это... Не, подожди, они третий... Во-первых, с 30-м патчем начали чаще брать Дреддлорда. Первым героем на определенных картах для постановки экспанда Дреддлорда хорошо подняли в последних патчах и... и Sleep дешевле, и Swarm работает на технику, в общем, он... и скорость перемещения ему, как и остальным подтянули. Но... не массово, не массово это все. Во-вторых, Undead'ы третьим героем могут взять разных. Это может быть Рейнджер, это может быть Битлорд и Криптлорд. Криптлорд еще? Криптлорд. Не может быть. Не бывает. Не бывает. Не бывает таких героев. Их придет мне. Короче... А, не, он мог выбежать. Да, ты прав. Сейчас повтор посмотрел. Там открылось на секунду слева окошечко, и все. Вообще, если так серьезно, то, скорее всего, у Альянса, у Undead'ов и Альянса самые, получается, универсальные герои. Остальным приходится... То есть, чаще всего это первый ДК, чаще всего это первый Архмаг. И на протяжении всей истории Варкафта это прослеживается. Дальше, наверное, все-таки это Орки, потому что Блэйдмастер Форсир 50-50. Да. глобально. А эльфам можно играть во всем вообще во что угодно. Во что угодно. Все равно раса такая, что... Да, да, да. Нам плевать. Патмап была, причем долгое время. Козел тоже и сейчас обратно. Дима целая эпоха. Варден тоже. Бери половину таверны. Изи. Соло панда. Половину таверны это тоже эльфийский билет. Да, да. Панда была долгая. Бистмастер тоже целая эпоха, да. Рейнджерка даже была первая. Рейнджерка была первая. По параши с Тинкером далеко. Рейнджерка на Эхо, которую Мун катал походу подряд. Да, да, да. Совсем все просто. Нормально. Сойдет? Ну, это все потому, что эльфийские герои базовые довольно слабые, поэтому нам приходится выкручиваться как можем. И, естественно, кто угодно может взять нейтральных героев в таверне. Кто угодно. Если они действительно такие крутые, то почему вы не используете нейтральных героев? А почему ты говоришь вы? Ну, вы и все остальные. Я абсолютно согласен. Я вообще эту слабую расу просто, чтобы не провоцировать людей замку отменил. То есть, должны играть нормальные и сильные расы. И с юнитами, кстати, у нас тоже у эльфа большие проблемы. Опа, как... Что там проблемы? Давай весь с вами. Нам, чтобы выиграть, нужно использовать один тип юнитов, но в большом количестве. То есть, либо масс хантресса, либо масс дриада, либо масс медведи, либо масс феррики. Да, либо... В фене была еще любимая стратегия пофиг, что потом химеры. Ну, да. Химер тоже надо много. Это задача, задача в этих химерах. То есть, реально эльфы выкручиваются как могут, и героев нормальных не дали, и непонятно, какими юнитами играть. Микс, чтобы построить эльфу, это вообще, это как? Это вообще микс. Это... Нет. Он не убивает, никакой микс. Надо отдать должное Дэдмону. Он медведей контрил хантресками, этими... Хантресками, талонами и дриадами. У него была прям стратегия такая. Ты прям про Дэдмона или про хота говоришь сейчас? Не путаешь? И ход потом я тоже использовал, но Дэдмон именно прям вот в начале до этого. Он ставил экспант и выходил просто в массу всего. К нему приходили тайминговые медведи, а у него в два раза больше всего остального. Он такой, ну давай, в раз. Мун также играл через лорницу, например, и Патмон и от медведя отбивался на Т2. Ну да, есть такая тема. Ну в общем, это да, это такие мундеркинды, которые... А стандартно, да, вам надо, но очень много юнитов. Опять же, если, например, талонов использовать, то только масса. Они еще не отличались друг от друга, а то контролить сложнее, а это совсем сложно тогда будет. Это совсем вообще, никуда не годится. Конечно, тяжело, тяжело, альфа. Согласен. Так, что делать, продал, купил, побежал. Слушай, молодец, все нормально. Сегулянт. Окей. Не ошибся, не ошибся. Алтарь, алтарь кодсует. Прям совсем плохо. А куда дальше бежит Архимаг? Что это за секретные места криппинга? Чтобы они нашли нас. Опять. Нашли нас, нашли нас. Нашли на нас, Лина. Лина, нашли на нас. И он бежит прям. Блэйдмастер, короче. По логике, Блэйд должен бежать как бы вниз на зеленую точку, выбивать зарядный, так обычно бывает, но он бежит просто, просто палит футменов. А, нет, подожди, это иллюзия Блэйдмастера наверху. Ё-моё. Нет, Алин сейчас откроет проход на базу. Сок и хорош. Все флаги в гости будут к нам. Давай восьмером построить эту ферму, а потом восьмером ее зачини. Ну вот имба, имба, ну скажи же, ну какой еще раз его такой вот экспресс-метод? Да. А сейчас бы не построил он этим экспресс-методом эту ферму, и было бы вообще, можно ГГ писать. Нет, 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 успой построиться магазин, успей, 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 ой, хороший, ой, хорошая сеточка, сеточка молодец. Но надо подводить ребят, чтобы они чинили магазин, у магазина мало будет. А ребята мешают друг другу, но нет, успевают. Я решил, решил не рискать. Там еще Блэйд возвращается. Чтобы конца не отключили, да. Не хуже. Так а может быть, он зря побежал, крепил бы себе зеленую точку. А он и так закрепил, все нормально. Там только один тролль несчастный оставался, и все. Я думал, ты про Лина, ну ладно. А, не, или у Лины-то какие? Лину бежать защищаться, естественно. Какие у него варианты еще? Можно, кстати, магазин дочинить, а то... Да, все уже, не бьют, и ладно. Хотя нет, тут футмены развернулись, назад побежали. Вот игры абсолютно, видимо, из-за нестандартных маршрутов криппинга, из-за вот соковских вот этих вот майнгеймсов, и они не похожи на стандарты. То есть, по крайней мере, бегают где-то, кто где, короче? Не знаю, увидел ты или не увидел, но Хуман поставил... Ламбер Милк какой-то кривой. А, кузницу? Да, по-моему, там кузница. А может, это Ламбер Милк был? Мне казалось, что это кузница была. Сверху, справа, на базе, это Ламбер Милк был. Ламбер Милк был? Да, это странный место. А какой смысл его ставить? Я не знаю. Не спрашивай. Там до леса далековато бежать с мейна. Я не знаю, почему он Милл поставил именно там. Но неужели он настолько продуман, что планирует, где у него будет близко к финальному сражению? Да, согласен, согласен. Не настолько он продуман. Вот интересно, второй герой? Второй герой? А, может быть, он сделал Милл для того, чтобы не занимать место от Арканок внутри. Это, наверное, самое логическое. Ну, мне кажется, что там можно впихнуть так, чтобы вообще не занимать место. Не то, чтобы Арканок, а просто. То есть Милл, он же вылезает всюду и везде. Он как лесопилку Орку. Ну, она поменьше, естественно, да. Может быть, может быть. Там под шахты, кажется, его можно поставить, чтобы ничего не мешать. Да, да, да. Ладно. Ему виднее. Ну, виднее ему. Сторж согласен. Орк сильно, ой, смотри, тайминговая вышка, чтобы не затерпеть от неожиданной Виверны. Ага. А там планируется вообще? Да, вроде нет. По крайней мере, Лин, я не видел, чтобы он эту первую Виверну строил. Да, да. Это же лайв заморачивался. Или флай. Флай, конечно же. Буквы те же, а... Ну да, и оба китайцы. Ой, как вот мэн троллит. Эй, ну как, ну ё-моё, ну... Блин, мог же, мог же сверху так же обойти, нет? Да, мог. Ай-яй-яй-яй, свиток, 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 убежал нормально. Чуть-чуть позади, 6.20. А вот Граби, кстати, Граби успевает замазать, перед тем, как пойти в этот мис. То есть, либо он как-то через шип замазывается, либо что-то еще. Может, не скрипли? Смотри, как грамотно, он прочухал, что-то, он прочухал плохое совосочетание. Он понял, что... ну ё-моё, ну ладно, убьет и так. О, что? Ты видел? Нет, пока еще нет. Сейчас дойдет. Воу, 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 а теперь временем, посмотри слева, синяя точка, Лин понял, что тот Гранд не успеет убежать. Вот, его показывают сейчас. И отвел его в другую сторону. Я бы, я бы не догадался до этого. Красиво. Красиво. Контроль очень хороший, конечно. И что там выпадает? Циклон, блин. Нет, не так плохо. Ну, там чейнинга нет, там нет Близзарда. Я тоже думал, что... Или ты хочешь поокружать, поубивать опять? Я хочу просто поподнимать с МК, чтобы там не было Клэпа. То есть, хотя там есть, наверное, диспо будет. Правильно, правильно. Ну, там рано или поздно будет. Скорее поздно, чем рано, потому что тут не приоритет на диспо. Ну, будет его какой-то... То есть, он ему нужен только против Линка, который... который позже тоже. Ну, в общем, игра такая валидольная получается. Нет того преимущества у Лина, да его вообще преимущества нет. Что уж там. О, тот самый Грант. Эх, ну, 40-ка, нечестно. нечестно. Совсем нечестно. Ну, нужен СХ-3. СХ-3, да СХ-3, ой-ой-ой. До него так нескоро, что прям совсем нескоро. Есть некий бонус в том, что построилось слишком на базе, а Виверна нет. Побежал, побежал. Рабочие побежали сейчас с базы. Блин, а там не 3-3. А там не 3-3. Но надо успеть замазаться, всеми замазаться. Может, на лагерь наемников успеем? А, менты обратно побежали. Вот, вот как его понять? Он думал, что будет сражение в центре? По какой-то причине. Или он думал, но передумал пушить? Может, он захотел 3-е улыбки? Что он понял, что сейчас тайминг магазина, но он немножко опоздал. Тайминг криппинга магазина у Арка. А, он немножко опоздал. Понял, понял. То есть, он молодец. Слушай, а получается, что Сокта очень хорошо понимает игру. Он понимает, когда какой тайминг нужен, где сейчас орк. Да, но сколько раз он уже саху ловил на криппинге на выходе. Да. И тут вампиризм нас попадает. Так, пока что хорошо. А вампиризм, кстати, в патче еще апнули. Я вообще логику не понимаю. До 20% с 15. Надо как-то, надо как-то с 18-ю того на мем-статки бороться. Только, только вампиризму. Только лаком. Только, я не знаю, чем. Дисбалансом. А то этот дисбаланс совсем будет дисбалансом. Я не знаю, что я несу. Скорее всего. Да, это не важно. Это не важно. Смотри, смотри, Лин понимает. Лин приходит. Лин все видит. На толку. Там уже выбили, блин, этот артефакт. Позиция. Даже если ты сверху, блин, придешь, два шага сделали назад, и все нормально. Мне просто казалось, что Лин где-то полчаса назад начинал крепить лагерь наемников этот, и он сейчас его закончил крепить. Как-то он не очень торопится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот футмен сейчас может таких дел натворить. Он может стырить артефакт. Он может украсть артефакт. И я уверен, он будет стараться это делать. Он будет пытаться, да. Более того, армия рядышком. И упускает еще Лин, этого Огра. Ну, блин, окружи это человека. О, МК еще вынвисный. Клэп. И стырил девайс. Сокр. Просто чемпион. Да. Вот за это он уже заслуживает как бы победы в этом матче. Да, да. Сокр очень хатный. И минус СХ, судя по всему. ГГ. ГГ. Блин. А где Блэдмастер-то все это время? Был. Ты видел Блэдмастера на карте, да? Не, на карте не видел я Блэйда. Мне кажется, эти подвокотники, они нечестны. Я требую переигровки. Блин. Как же жалко Лина. Сокр очень хорош. Сокр молодец. Прямо-прямо. Расстроенный, Лин. Ну что ж, поделать. Ничего не поделать. Насколько была первая игра, да, уверен? Можно было ожидать того, что... Ох, что нельзя унижение было. Да, что нельзя было ожидать следующих игроков. Ну, смотри, давай проанализируем игры. В первой, опять же, был Форсир и Таурет. В двух последующих... Кто? Все. Мы делали вывод. Просто давай, давай, давай. Не будем переходить на личности. Просто не те герои. Это... Да. Обидка. Но вполне заслуженная победа от Сока. Особенно вот последний момент, когда Лин ошибается, не добивает этого Огра-солдата, ну, то есть, не доокружает его. Фудмен Инвизни с бэкпэком. Здравствуйте. Разведка отличная. МК вырывается, клэпает, добивает, кажется. Фу, тырит, при этом еще артефакт. А я так и не понял, где в это время Блэдмастер был. То есть, я его вообще там не видел. Ни на карте, ни рядом. И при этом он еще загадя отправил ополченцев, чтобы перекрыть отступление Лина. Да. Это вообще... То есть, он вообще без шансов был. Это как Бигман в свои лучшие годы, когда ополченцы чаще у него бегали по карте, чем лес добывали. Так что-то, что-то, что-то появилось. Ополченцы вперед. Они такие, ну, мы еще не успели прийти обратно. Ты нас уже гонишь. Я сказал, туда. А теперь туда. А теперь здесь. Ну, Бигман любил это погонять. По всей карте этих ребят. Так что вот так вот обидно, но я прям вот не жалею, что Сок туда вышел. Сок, наверное, это из тех, кто вышел сегодня. Давай посмотрим, кто у нас сегодня вышел. У нас вышел Лавайт вообще. Фокус, Чимика и Сок. Ну, вот из них трех, наверное, Сок самый достойный, самый хороший, самый крутой. Лавайт, я не знаю, я никогда его не любил. Прямо скажем, это просто очередной эльф. Фокус деревянный, но он последний орк, придется болеть за него и за Хэппи. Чимика, Чимика, да нет, Чимика тоже. По сравнению с Соком, по крайней мере, Чимика... Да нет, тоже был нормальный. Наверное, Сок несколько больше удивил, чем просто Чимика. Такие добротные хумы, но это получается. Чимика, Сок, Тиаш. Да, друзья, завтра у нас будет перерыв, насколько я понимаю. Матчи возобновятся послезавтра, также ориентировочно 12 часов. Последние три игровых дня, пятница, суббота, воскресенье, мы отыграем второй групповой этап и плей-офф. Видимо, в пару дней будет групповой этап доигрываться, а потом плей-офф. Скорее всего, может быть, они финал разделят на две части, посмотрим. РД, спасибо тебе за компанию, за комментарии. Рад был тебя слышать. И я тебя. Голос не изменился. Спасибо, всего-то свидания. Был рад тебя слышать, был рад слышать вас всех. Всем до свидания. Пока, друзья, пока. Так, в любом случае, сейчас будет перерыв на трансляции. Не знаю, будет ли что-то сегодня вечером. В любом случае, я предварительно с вами прощаюсь. Запись на всякий случай поставлю заливаться локальную, и вдруг там какие-то проблемы были с рестримами или с Ютубом. Если вы пропустили, записи скоро появятся на канале. Жалко, конечно, что, конечно, сегодня не прошел, но, видите, он неуверенно себя чувствует в эльфийском мироре, в арковском мироре, и решил все-таки раз поменять. И проиграл, к сожалению, фокусу, не смог взять реванш. Вот, ну а дальше, конечно, чем дальше, тем интересней. Потому что половина игроков минус, остались сильнейшие. Будем болеть за императора. Все, всего хорошего, пока. Субтитры делал DimaTorzok